Продолжение следует... Пой, Анюта! Пой, тебе говорю! 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 Врать сначала! Пой, тебе говорю! 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 Не молодой! Пой, тебе говорю! Пой, тебе говорю! Пой, тебе! Пой, тебе говорю! 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 Мексику! Мексика! Мексика! Пой, тебе говорю! 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 Поздравляю! Аплодисменты! Евгения! Николаевна Николаевна! Пой, тебе говорю! Пой, тебе говорю! Пой, тебе говорю! Пой, тебе говорю! Пой, тебе! Пой, тебе говорю! 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 Мама! Пой, тебе говорю! Мама! Что вы делайте! Пой, тебе говорю! Я понял! Пой, тебе говорю! 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 Молчи! 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 ответьте мне на простой вопрос. Какой жанр самый сложный в кино? Слышал? Комедия! Это мой ученик Александров. Он возомнил себя Чаплиным. У нас тут диагноз. Александров, Мармоненко, тебя психиатру показывать нужно. Да. Да, я Мармоненко. Да, я с Урала. Да, я образованщина. И меня здесь никто не ждал. Но я сниму эту комедию. Сниму, чего бы меня это не стоило. И сниму так, что вы все здесь вздрогнете. И это будет шедевр. Скатертью дорогу принёк с Урала. Имя моё забудь. Вот не думал учитель, что вы меня так благословите. Думал, обрадуетесь? К чему? Будущему фиаско! Записывайте. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да увидит. Но он глух и слеп и бездарен. Почему? Потому что всеяден. Нельзя, нельзя снимать всё подряд. Итак, о чём наша фильма? О нас. А что у нас такого интересного? Знаете, как сказал мой папа Йося Вайсбейн, когда я сказал, что хочу в артисты. Чем удивлять будешь, Лёня? Борис Захарович, о чём будет наша пролетарская история? Я вам скажу, о чём. У всех у нас есть мечта. Так? Стать другими. Лучше, чем мы есть. Мы, большевики, подняли страну на дыбы. Массы поехали из деревень в города. А зачем они поехали? Я затрудняюсь ответить. Если по-простому. Они поехали за счастьем. Вот так, мне думается, и ваши герои. Они едут за счастьем. Вот так надо. Решил, Володя. Значит так, партия приказывает снять фильм о том, чтоб все немедленно поехали за счастьем. Давай. Записал. За счастьем. Леонид Ильич. Да. В вашей программе «Музыкальный магазин» это всё есть. Да. Всего лишь нужен крепкий сюжет. Это фильм о вас должно быть, о молодых. О чём вы думаете, чем дышите, чем живёте, о чём мечтаете, это о вас. Итак, пастух и пастушка едут в город за счастьем. Это девиз. А что им мешает, Борис Захович? Плохие мэпманы. Буржуазные перерожденцы. Кулаки. Идея. Наш Костя. Костя приезжает из глубинки в Москву. Естественно, предположить, что он встречает того, кто поставил Россию на дыбы. И чтоб спросил, за каким хреном вы её подняли. Да. Как поставить обратно на место? Рецепт не потеряли? Потеряли. Настоящий наш одесский контрабандный. Вы пишите, пишите. Да. Лишнее я потом вычеркну. А что скажет режиссёр? Что-то он подозрительно молчит. Золотые слова, Борис Захарович. Григорий Васильевич, что ты молчишь? Ой, не знаю. Мне всё так нравится, Борис Захарович. Сижу и любуюсь всеми вами. Леонидович, посиди. Спасибо, очки. Ох, ребята, кашу мы заварили. Придёт время, будем вспоминать этот день. Хорошо вспоминать. Хорошо, Коля. Я знаю одно. Фильма должна быть. Очень смешная. Знаете, что я понял в Голливуде? Срабатывает самый безумный, самый сумасшедший сюжет. Например? Например, нищий едет в Калифорнию мыть золото. А по пути его все хотят сожрать. Причём в буквальном смысле этого слова. Медведь, его товарищ Каннибал, это золотая лихорадка Чаплина. Или бродяга случайно попадает в цирк, скрываясь от полиции. И вдруг всем становится ясно, что он самый смешной на свете. И все хохочут зрители до упаду. Что ты предлагаешь? Сюжет должен быть простым и ясным каждому жителю нашей страны. Сюжет. Колхозник едет в Москву учиться музыке. Тебя устраивает? Нет! Нет! Колхозник играет на дудочке так, что пляшет всё его стадо. Потом все жители колхоза. Потом вся Москва. И в финале вся страна? Да. Так, стоп. Про стадо поподробнее. Причём здесь стадо? Потому что это смешно. Шо смешно? Танцующее стадо? Да! Да, поймите, мы будем первыми, кто снимет танцующее стадо. Это прекрасный гэк, я его вижу. А что такое гэк? В Голливуде это значит коротко и смешно. Мы создадим картину безудержного счастья от того, что мы живём. От самих себя. Запиши. Запиши. Безудержное счастье от самих себя? По-моему, бред чистой воды. Пиши. Ты ещё ничего не понял. По нынешним временам за полный бред платят неплохие идеи. Не пиши. Вот что, товарищи. Работайте. Хорошо тут у вас. Молодость. Азарт. Но чтобы через месяц сценарий был на моём столе. Вот так вот. Борис Захарович. А денежка? Какая денежка? Напишите заявку. Ой. Будут денежки. Так она уже готовая. Быстро. Давай, сидим. Готовая? До свидания. До свидания, Борис Захарович. До свидания. До свидания. Ошибок нет. Видите? Это вообще что такое? Но вы совесть-то имеете? А что? Здесь всё есть. Безудержный оптимизм, счастье. Борис Захарович, позолотите ручку. Дайте в долг. В долг дать? Всё равно не отдам. Вы же знаете. Бандиты. Уголовники. И не спейтесь тут. Понятно? Через неделю сценарий будет готов. Борис Захарович, пожалуйста. И передайте большевикам, всё будет в ажуре. В комитет. Ну шо, лоботрясы. Слушайте папку. Быстро в буфет-то то закрою. Давай каникатом то да сё. Изя! Ну шо ты там полтора часа тренькаешь? Изобрази что-нибудь, родной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это профессия, которая входит в группу риска. Задумайтесь. Меньше всего живут режиссёры, пилоты, традоры, гангстеры и... Вот как вы думаете, кто ещё? Не знаю. Вторые режиссёры. А что я сейчас сказал смешного? Почему вы смеётесь? Барышня, барышня. Мы каста. Мы небожители. Нас мало. Режиссёр после многолетнего катарсиса. Он хочет всех убить, задушить. А почему? Ответьте мне, я вас спрашиваю, почему? Не знаю. От бескультурья? Жаль, очень жаль, Варвара. Вот когда узнаете, мы вас ждём. Но для комедии вы не подходите. Почему? Юмора нет. Следующая. Что же позвали? Ну вот иди. Орлова здесь? Да, Орлова я. Любопытный персонаж. А что у вас с лицом? Что у меня с лицом? Всё в порядке? Да нет, милочка. С вашим лицом большой непорядок. Не говорите загадками. Зубы покажите. Хорошие, ровные. Ноги. Ноги покажите. А сколько вам лет? Там написано. Двадцать девять. Врёте. Тридцать один год. Можно юбку опустить? Да, конечно, опускайте. О нашей героине восемнадцать лет. Но дело даже не в том. Как фамилия? Там написано. Орлова. Любовь. А это что? Родинка? Мушка. Это в театре мушка. А в кино родинка. И вы ещё утверждаете, что с вашим лицом всё в порядке. Очень жаль. Но не годится. Что не годится? Родинка не годится. А зачем вы переспрашиваете? Я не идиот. Да, у вас замечательное лицо, потрясающий профиль. Ну, не годится. Всё. Можно я почитаю? Нет, не надо. Я могу спеть. Голубушка, ну не надо вам петь. А можно уточнить по поводу родинки? Она же мушка. Есть юмор, это хорошо. Вы в театре работаете, так? Да. Театр — это искусство условное, понимаете? Общий план. А кино — это абсолютная достоверность. Вы вслушайтесь слова. Абсолютная достоверность. А по-моему, вы несёте бред. Дискуссия. Замечательно. Представьте себе. Крупный план. Зритель смотрит. И вдруг видит родинка. Мушка. Да. Зритель отвлёкся. В результате фильма провалилась. Достоверность потерянная. Тридцать один год. Ну, пора бы уже быть как-то посообразительней, что ли. Свободно. Боже мой! Не видеть вас до скончания дней. Девочки, милые, все домой. Как-то домой. Еще и нахромила. Люба, у вас получилась неудача в кино? Опять? Не расстраивайтесь. Я узнаю одна русская пословица. Там... терпеть и трудиться. Как она говорится? Терпение и труд. Все перед труд. Да. Я думаю, это пословица очень хорошо. Поехали, Люба. Мы будем с вами обедать, разговаривать. Ни плачать, нифть. Вы же сами говорили. Тоска, печаль. Это крех. Это крех, Люба. Действовать надо. Все в раз свои руки. Франц. Франц. Да. Разворачивай машину. Едем в Националь. Рестуран. В гостиницу. К Утесову. Да, я, я. Аккуратно. Стой. Вот сумасшедший. В ВЦСПС пишет, министру просвещения Бубнову пишет, на студию пишет. Так до НКВД Гриши дойдет. У мата хватит. Взыграла у нее. Боится, что в моем лице потеряет статус и положение. Еще и ребенка против меня настроила. Хочешь сказать, ты хороший отец? Да, я ужасный отец. Я годами пропадаю. На съемках, в экспедициях. Но ребенку это все можно объяснить. А не говорите о том, что его отец развратник, гуляка, бабник и ненавидит мать. Значит так. Вот иди и реши вопрос с женой. Да как? Как? Она не дает мне развод. А она утверждает, развод не даешь ты. Борис, я два раза у нее был. Не заставал. Гастроли, гастроли, гастроли. Живет с Тениным и на меня же еще пишет. Ты с Тениным встречался? Да. И что? Приличный мужик. И Дуглас к нему тянется. Да все понятно. Я три года в Америке, в Мексике. Да, ребенок вырос у него. Пойми, все, что я не сделаю, будет направлено против меня. И развод она мне никогда не даст. Из квартиры выехать. С женой помириться. Тебе эти проблемы ни к чему. Скоро новых будет. Доправей. Отправляешься в Абхазию. Там к тебе прикрепят Геладзе. Лучший друг Берии. По работе в Грузии еще. Все понял? Белее парус одинокий, туманом. В тумане море голубом. В тумане море голубом. Что еще там в стране далекой, что кину лом в краю родном. Играют волны, ветер свыщет, и мачта гнется из крыпы. Извините, барышня, погуляйте. Здравствуй, Игорь Ори Васильевич. Здравствуй, Ленитращик. Что случилось? На тебе лицо нет. Гриша, я тебя с Эрдманом свел. Тебе сценарий написали. С Дуноевским свел. Гениальную музыку пишет. В твоей фильме будет играть мой тео-джаз. Бесплатно. За что ты меня обижаешь? Ленечка, чем я тебя обидел? На роль Кости Потехина ты утвержден. Раз и навсегда. Навечно. Не волнуйся. Я прислал тебе артистку Орлову. Ты ее завернул. Орлова кто это такая? Я ее лично не смотрю. Кто это? Она излишне театральная. Она наигрывает. Тебе слова не давали. Ты сам можешь ее посмотреть? Я ее видел на театре. И не где-нибудь. А у Немировича Данченко. Актриса феноменальная. Восходящая звезда. Уже снялась в двух фильмах. А еще она обманула, что ей 20 лет. Ты посмотри на лицо. Ей 31. Ленечка, ну мы же договорились. И с тобой, и с Колей Эрдманом. Анюта у нас не смышленыш. Юная, наивная. А актриса Орлова, но врала. Ей не 20, а 31 год. А мне 40 и что? Я буду играть юного, наивного пастушка. Не смеши нас, великий режиссер-комедиограф. Главное, что огонь в глазах. Душа. Она фантастическая. Люба! Ты где? Здравствуйте. А что такое? А что случилось? А почему? Что ты ему читала? Стишок какой-нибудь? Басню? Мы просто поговорили. С кем? Со мной. Мы подискутировали, и артистка Орлова не подошла. Это ты не подошел. Гриша, выгони его отсюда. Успокойся, пожалуйста. Знаешь, как мой папа Юссо Вайсбейн набирал приказчика в лавку в Одессе? Не знаю, Лазарь Юсич. Просвети меня. Он в глаза смотрел людям. Посмотри. Ну, посмотри, какая там глубина. Чистота, искренность, огонь. Я музыкантов в оркестр набираю, сажаю на стул и прямо в зрачок. Там все видно. Душа. Понимаешь, душа должна петь. У Лазарова в Одессе и на нюх. Зять. Я тут одну песенку для репертуара выбрал, французскую. Пока обкатываю. Специально для тебя подготовили. Готова? Не подведи. Алло, алло, какие вести? Давно я дома не была. Пятнадцать дней, как я в отвезде. Ну, как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое тело, кобыла ваша окалела. В ассольном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, ужасный случай, моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это правая ерунда. С кобылой, что пустое тело, она с гонюшняю сгорела. В остальном, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, мутится разум, как неслыханный удар. Скажите мне, все правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда плавало все по месте. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Стоп. Но! Алло, алло, сгорел наш замок, ах, до чего ж мне тяжело. Я б не себя, скажите прямо, как это все произошло. Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза, не застрелился в тот же час. Упавшим мертвым у печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, и запылал он, как костер, погода ветреной была. Ваш замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил. Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Упавшим мертвым у печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, и запылал он, как костер, погода ветреной была. Ваш замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил. Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Ну, подходит на Анюту. Когда идет ваше Перикола? Сегодня. Приходите. Я контрамарку могу оставить. Приду обязательно. Орлова. Любовь. Петровна. Петровна. Карды балет пошел. Смотри, это твой иностранец. Опять с цветами. А вот тот, что рядом с ним, глаз с тебя не сводил, когда ты сольную проходила. Он так на тебя смотрел, такими глазами. Это кто? Александров. Режиссер. А он режиссер в каком театре? Он кинорежиссер. Прошу ваш выход. Аня Мирович знает, что ты будешь в кино сниматься. Я еще не утверждена. Значит так, после спектакля вези его к себе домой и раз, одним махом решай все вопросы. У вас прямо кавалерийские методы. У меня опыт. Когда мужчина так на тебя смотрит. Хватай его за холку и обугал его, обугал. Угу. Прямо кавалерия. Бокс. И все это в листопрокатном цеху. Цехи. Цеху. Хочешь ключи от квартиры дам? А? Вы случайно не на сцене сейчас? Ваша партия. Ё-моё, опоздала! Лучшего, чем вы. Лучшего, чем вы. Лучшего, чем вы. Лучшего, чем вы. Покрама лучшего, чем вы. Поверьте, не найдется. Пустите. Одевайте на финал. Все. Кардебалет, пошел. Молодой человек, поставьте цветок на место. А что это? Тссс, я Владимира Ивановича. Ну что ты будешь делать? Владимир Иванович, войдите. Позволите. Сидите, сидите. Любочка, не мог не зайти. Сегодня был невероятный спектакль. Вы играли поразительно точно. В рисунке. И в то же время столько импровизации. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо. Войдите. Люба. Блистательно. Блистательно. Я в восхищении, Люба. Вы всегда прекрасны, но сегодня вы были просто очаровательны. Владимир Иванович, я в сей труппе буду предлагать ресторан «Националь». Благодарю вас, но утром репетиция. Завтра начинаем корневильские колокола. Вот ваша роль. Спасибо большое. Войдите. Здравствуйте. Хорошо играете. И поете. Это вам. Спасибо. Ванька. Гриша. Ванька мокрый. Недотрогая. Нетерпеливый. Люба. Люба. Завтра, в 10 часов утра, репетиция. Мое почтение. До свидания, Владимир Иванович. До свидания. Мое почтение. Франц. Я буду ждать ресторан. Франц. Да. И вот она, в разорванном цилиндре, с какой-то сеткой наподобие римской тоги, с этим вот похоронным фонарем, оказывается прямо на сцене Большого театра. Понимаете? Честно говоря, не очень. Люба, а что вам непонятно? Ну вот, например, почему Анюта вдруг ни с того ни с сего оказывается в Москве? И почему она выступает с джаз-оркестром? Это комедия, это комедия. Не надо бояться смысловых разрывов. Вообще, в жизни гораздо меньше логики, чем вам кажется. А вы испорщицу, да? Еще какая. Рассказывайте, рассказывайте. Да. Очень занимательно. Что вы сказали, джаз с коровами? Да, джаз с коровами. Джаз с коровами. Я хочу снять фильм, как у Диснея. С бешеным ритмом, с танцами, с песнями, я не знаю, там, с лыжами вот с этими, с коровами, с чем угодно. В ней будет мало логики, да, в ней порой даже не будет смысла, но это не главное. Главное, чтобы было смешно, потому что надоела вот эта скукота, понимаете? Вот что такое аттракцион? В нем нет логики. Вот надо просто сломать в этом месте фильма ритм. Господи! Что, понимаете, что сломает ритм и вот-вот-вот, а задача зрителя? Вот вижу, что не понимаете. Я... Секундочку. Григорий Васильевич. Не ну там. Смотрите. Ничего себе. Ну что, теперь понимаете? Нет, не понимаю, но очень убедительно вот это вот. Что вы делаете, товарищи? Мы работник, товарищ работник городского коммунального хозяйства. Мы здесь обсуждаем будущий шедевр мирового кинематографа. Вы мне бросьте здесь свои шутки шутить. Пять утра. Дяденька. Простите, мы... Мы больше не будем. А мы вот тут на лаву эти течечки со цветочком посидим и никого не трогаем. Ну, что бы здесь ничего такого? Ну что, Люба, вы будете участвовать в моем фильме? Я сделаю все, что вы скажете, Григорий Васильевич. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Куда вы меня привели? Узнаете место? Нет. Ну как же, ну вспоминайте, зима, метель. Я, тэц-тэц-тэц, у меня саня, тэц-тэц-тэц, два огромных бидона с молоком. Не помню. Ну как же, еще вот отсюда выскочил бандит. Такой кинжал достает. То есть у него нож был. И что? Что, набросился на меня? Нет! И что? Помогите! Помогите! Вы с другом выскочили отсюда вдвоем. Пришли такие два героя. Мы вас спасем! В шинелих. Я еще у вас. Помните? Это были вы? Пуговица с вашей шинели. Десять лет храню. Невероятно. Не может быть. Это что ж получается, нас судьба свела? Судьба? Я вас десять лет ждала. Безобразие какое. Просто безобразие. Вы посмотрите далее. Обращаться. Сейчас мы договоримся. Да. Сколько можно ждать? Где режиссер? Товарищи! Михаил Ильич у Шумяцкого. Похоже, мы встали. Решение руководства. Встали. Мы встали. Я вас всех поздравляю. Очаровательно. Мы встали. И я даже думаю, что не встали, а нас закрыли. Изобрать! Как же так? Кто это решил? Кто? Да мы уже почти половину сняли. И здрасте, нас закрывают. Ну а я что могу? Решение руководства. Товарищи! Сейчас заходим все ко мне в кабинет. Надо посчитать, у кого сколько съемочных дней было, и будем проводить выплату зарплаты по факту. Проходим, проходим, товарищи. Разбирайтесь, что у вас было, что у вас не было. Разбираться не будут здесь. До свидания. Поздравьте меня, дорогая, поздравьте. К нам едет джаз. Поздравляю. А Мупасад подождет. Здравствуйте. Куда джаз едет? К нам едет джаз. Будут снимать комедию про коров, которые играют джаз. Да? Да. А Мупасад здесь при чем? Мупасад и совершенно ни при чем. Деньги Мупасада отдали Григорию Александрову. А вы кто такая, собственно говоря? Я актриса Любови Орлового. Рогевская Фаина. Очень приятно. Коллеги. А у кого это вы стимаетесь-то? А так у Григория Васильевича. Милая моя, никогда не стимаетесь у бездарности. Я умоляю вас, берегите себя. Господи, если бы вы знали, как у меня болит нос от этой вот подклейки. А что там? Это каторга. Просто каждый раз каторга. Люба, что вы здесь делаете? Григорий Васильевич обыскался. Идите на пробу грима. Извините, берегите нос. Очень приятно было познакомиться. Дети, товарищи, товарищи, идите в павильоны. Пока не приедет Михаил Ильич, я ничего не смогу сделать. Идите, идите в павильоны. Да. А кто такой Григорий Васильевич, а? Александров. Ученик из Эйнштейна. Он с ним Потемкина снял. Потемкина. А, Григорий Васильевич. Да. Миша, почему язык мой враг мой? Спасибо за чай. Побежал. Так, я в Абрамцево сейчас. Эрдмунд с Массом дописывают сценарий. Столько поправок вышло. А оттуда сразу Гагра. Гриша, а ты насовсем уходишь? Оль, давай не начинать все сначала. Мы же договорились. Мы с тобой разводимся. Ты расписываешься с Тениным. Живете здесь. Эту квартиру я оставляю сыну. Что еще? А можно больше времени уделять Дугласу? Суете, в попыхах? У меня нет на это времени, Оль. Мне надо ехать снимать фильм. Фильму ты снимешь, а сына потеряешь. Ты страшный человек, Гриша. Слушай, тебе нравится стал дычить это каждый день. Как мантру. Этот страшный человек вкалывает, между прочим, 10 лет. И содержит тебя и сына. И причем приносит неплохие деньги. И ты все эти 10 лет ни в чем не нуждалась, согласись. Достаточно? Достаточно. Деньги, деньги. Причем здесь деньги, Гриша? А я тебе скажу, причем. Я же понимаю, ты боишься. Ты боишься, что я перестану тебя одевать, обувать, содержать. Оль, ты меня извини. Может, это будет какая-то грубость. Но перестану. Хватит. А сына не брошу. Да, кстати, я приеду в Гагре. С Дугласом. Зачем? Послушай, это моя первая фильма, который я снимаю самостоятельно. Мне нужно будет сосредоточиться. У меня не будет на вас времени. А на эту субредку Орлову? У тебя время есть, да? А, вот и на что. Добрые люди уже донесли. Оля, у меня работа такая. Я всю свою жизнь общаюсь с хорошенькими женщинами. Не донесли, а позвонили. И то, что вы в ложе на вечере Усобинова целовались. Да, мне уже всё сказали. Значит так, развода я тебе не дам. Это во-первых. А во-вторых, я приеду на все три месяца в Гагре с твоим сыном Дугласом. Прекрасно. А в качестве кого? Позволю знать. Недоразведённой бывшей жены? Ну, почему же недоразведён ты, Гриша? Законной? Законной жены? Ну, тогда и болью цени на собачью прихватить. Чего уж там? Оль, зачем ты это делаешь? Зачем ты каждый раз травмируешь Дугласа? И настраиваешь его против меня? Не смей делать из меня чудовище! Не смей! Мама, мамочка, не надо кричать. Я боюсь, я боюсь. Сынок. А ты не трогай маму. Мама хорошая. Уйди, уйди. Сейчас, все, успокойся. Ну, не надо. Ну, что ты плачешь? Вот до чего ты довёл, сын. Ты знаешь, что он до сих пор мочится в постели? Все, все, все хорошо. Все будет хорошо. Улыбайся. Семенович. Уйди. Уйди, наконец. Успокойся. Все будет хорошо, мой маленький. Все хорошо. Ну, посмотри на меня. Ну, вот. Все хорошо. Люба, вы ведь уже исполняли роли в фильмах. Эту играли, как её? Алену. А? Алену. Алену, или Господь знает кого. И это не мешало вашей работе на театре. Неужели вы не понимаете, какая ненадёжная вещь этот ваш тинематограф? Ведь это не искусство даже. Это искусство, Владимир Иванович. В театре у вас есть успех. Я предлагаю вам главные роли. А вдруг это ваша затея с коровами окажется провальной? А откуда вы знаете, что это про коров? Так вот, сейчас прочту. Ваша режиссёришка читал сценарий в Доме учёных. И получил полный разгром от своих коллег-режиссёров. Рошаля, Райзмана читать противно. Люба, что вы делаете с вашей артистической судьбой? Ведь это же мальчишка на побегушках Уидельштейна. Что он сделал самостоятельно? Он снял третий интернационал? Господь Вседержитель, ты отнял у неё разум. Однако я прав. И дело не в синематографе, а в этом смазримом мальчишле. Владимир Иванович, я должна уйти из театра. Ну, хорошо, пишите заявление и уходите в отпуск. За счёт театра. Съёмки на юге. Три месяца. Потом в Москве, в павильонах. Ещё три. Вы меня подождёте? Полгода? Полгода? Да, ну, нет. Нет. Полгода. Люба, неужели вы не понимаете, что я могу вам дать неизмеримо больше, чем он? Во всех смыслах больше? Вы нужны мне. Будем же откровенны. Вы удивительно похожи на Мольгу. Когда она уехала в Америку, бросила меня. Помните стихи? Но есть сильнее очарование и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания. Мне нужна ваша жизнерадостность, ваши сияющие глаза. Вы можете дать мне новую жизнь. Владимир Иванович, это пошлое. Пошлое. Я пошлое. О, я пошлое. А этот мальчишка не пошляк. Вы посмотрите на себя в зеркало. Посмотрите, какая из вас простолюдинка. Какая из вас коровница. Вы же идете на явный провал. Владимир Иванович, примите от меня заявление, пожалуйста, об увольнении ввиду сложившихся обстоятельств. Я... ну, простите меня. Спасибо вам большое. Извините. Не обессудьте. Всего хорошего. Фаня, мне нужен ваш совет. Я ухожу от Немировича. Сегодня ему объявила. Фаня, я влюблена. Безумно. Безумно. Вы были когда-нибудь влюблены? Безумно. Один раз. Бактера. Пригласила его домой. Накрыла на стол. Решила, что признаюсь ему в любви. Он пришел. С цветами? Пьяный и со шлюхой. С тех пор я одна. Совсем-совсем? Нет. И не влюблены? Почему? Я влюблена в Таирова. Он гений. Ну, он же влюблен в Коунен. А я и в Коунен, между прочим, тоже влюблена. Давайте сядем. Вот видите, как я ловко устроилась. Сегодня я влюблена в Таирова. Завтра в Коунен. Я так понимаю, он режиссер. Тот самый. Григорий Васильевич. Александров. Представляете, Фаина, я ведь замужем была. и потом влюблялась. Разом потеряла первый раз в жизни. В нем столько экспрессии, столько огня, безрассудства. Но Фаня, он женат. Но перед вами никто не устоит. Вы магнит, вы притягиваете. Ваш режиссер погиб. Я повидала много актрис, Любочка. У вас, поверьте, великое будущее. Так уж и великая. С чего бы это? Вы эротический вампир. И в то же время эльф. Неземное создание. А вот такое сочетание в актрисе бывает очень редко. Вы помните, что написал Пушкин Натали? Целую кончики ваших крыльев. Ангел мой. До свидания, Ангел. Я вас никуда не отпущу. Мы сейчас же немедленно идем ко мне. Люба, вы терроризируете меня? Я сейчас дома. Буду объявлять, что влюбилась. Ушла из театра. Уезжаю на съемки на три месяца на юг. А вы будете меня защищать. Не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Это моя мама, Евгения Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Николаевна. Я так рада, я так рада. Евгения Николаевна. А это Фаина Раневская. Да. Замечательная актриса. Благодарю. Здравствуйте. Люба никогда не предупреждает о гостях. Простите, но стол не готов. Ну что ж, значит, будем голодать. Все в этом мире то, что приятно, либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению, да? Очаровательно. Вы сами придумали или где-то подсмотрели? Нет, нет, ну что вы, ничего своего. Все ворованное. Ну, кроме книг, которые я читаю, и имею память. Да. Мама, мама, приготовьтесь меня выслушать. Да, да. Да. Я ушла из театра. Так, прекрасно. Аргументы можно услышать. Почему? Я, у меня... У Любочки очень выгодный любовник. Я думаю, что она поступила абсолютно правильно. Аня, не, мам... Любовник? Какой ужас. Мама, я встретила человека. Ну? Режиссера. Это очень серьезно. Вы слушайте, Люба, не опускайте голову, смотрите прямо, ходите гордо. Если у женщины есть голова на плечах, значит, у нее всегда есть любовник. Очаровательно. У вас тоже есть любовник? Есть. Мама. Ну, Пушкин. Ваня. Не доросла до склада ваших мыслей. Позвольте поинтересоваться, в каком театре вы служите? Вы лучше спросите, в каком я не служила, но в данный момент в камерном. У Таирова. У Таирова? Да. Любочка, расскажите, наконец, вашей маме главное. Спасибо. Мама, я через неделю уезжаю в Гагры. Как? Мне предложили за главную роль. Это комедия. Нет слов просто. Вот причина. Так это все не шутка? Это правда? Ой, ну поймите, ну давайте же мы с вами, Евгения Николаевна, порадуемся за Любочку. Она будет играть за главную роль в комедии. Коровий джаз, в Миссер Молот, талантлив, в Люба, влюблена. Коровий что? Жаз! Ну это же так прекрасно! Мама! Я ведь Фаина одного боюсь, разочарования. Сколько вам лет? Мне тридцать пять с хвостиком. Понимаю, ты привела эту женщину парадокс, чтобы потрясти мое воображение и отвлечь удар. Люба, что будет с нами? Да с нами все будет хорошо! Я сейчас еду на студию, потом в Совкино за билетами, потом сборы. Мама, я уезжаю на три месяца! Жизнь животных, Рэм! Обожаю! Особенно птиц! Вы знаете, мне их так жалко, у них такие тонкие ноги. спасибо и даже благодарю. И это твой мир? Сожалею. Я знаю одно, ты своенравная. Как сказала, так и сделаешь. Езжай. Я буду молиться за тебя, мамочка. Мамочка, спасибо. Любочка, помогите нам, сделайте что-то. Вы увидите его отсюда. Товарищи, что это? Как я это вижу? Это некий запах. Очень приятно, режиссер картины Григорий Александрович. Это стада животные. Очень приятно. А вас как зовут? Приятно, товарищ Брионе. Я не могу вам ничего сказать за эти стада. Просто не знаю, чьи они, понимаете? Но мне в кадры нужны некоторые животные. Всего полторы коровки и один бычок. Какие полторы коровки? Там 200 голов грязных животных. Это художественный образ. Конечно. Пастух, его друзья, бычок, коровки. Друзья, вы понимаете? Друзья, друзья. И вот когда этот художественный образ уйдет отсюда, в сторону моря, наш герой по вашей роскошной лестнице красиво взбежит наверх и устремится к своей вере. Послушайте, товарищи, все будет очень красиво в стиле социалистического реализма. Красивый пастух, красивые животные. На фоне разгорающегося заката лучший кадр в картине. Это будущее страны. Моментом! Товарищ Александров, дайте сценарий. Пожалуйста. Читаем. Ремарка. Тучные социалистические стада. И аллора! И аллора? Это, между прочим, подписал сам. Нарком кинитографии Шумятский. Понятно? А вы что, имеете что-то против социализма? Нет, нет. А вам известно, что здесь, в наших краях, бывал известный генуэзский мореплаватель и путешественник Марко Поло? Марко Поло? Здесь? Нет, неизвестно. Вы хотите сказать, что вам неизвестно, что он сделал здесь свое открытие? Здесь, на берегах Черного моря? Или, как раньше поговорили, на берегах Эвксинского понта? Нет, неизвестно. К чему вы кладете? А коров? Володя, включай камеру. Леонидыч, что? Прошу, я мною, с одного дубля, второго быть не может. Я уже в пути. Отлично. Быстро, быстро, быстро. Не надо, возьми тут. Я сейчас с кнутом. Ой, что вы без меня делали? Приготовились. Камера готова? Камера идут. Начали. Запускайте животных. Ой, вот. Товарищ берегоний, выходим, выходим, выходим. Причем тут Марко Поло? Вы посмотрите, какая красавица. Ну, там коровы по лесу ходят. Пойдемте, пойдемте, посмотрим. И козы. Пойдемте. Знакомьтесь, фисташка туполисная. Ей тысячу лет. Прочитайте. А при чем тут Марко Поло? Ну, как при чем? Марко Поло бывал здесь. Фисташке тысячу лет, а он ее видел. Получается, что вы единственный итальянец, кто об этом знает. Понимаете? Не отвлекайтесь, товарищ Брюмня. Давай, 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 куда пошла. Скорее, скорее. Иди, иди, нам вверхать, ну говорю, скотина. Проходи, что ну. Пошла, пошла. Давай, давай, больше, больше гони, больше гони. Гони, 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 гони наверх. Быстрее гони. Ну что это? Гоните их. Король, час. Григорий Васильевич, может чай? Ну какой чай? Короли вон, не идут никуда. Чай. Положите руку. Тут важно не торопиться. Просто как бедро женщины. Вот, прочитаем. Очень засухоустойчиво. А какая светолюбивая! Здесь, фисташка, туполистная. Да. Марко Поло бывал здесь. Марко Поло, да? И видел именно эту фисташку. Гони, гони, гоните по лестнице. Пастухи работаем. Пошла, давай сюда. Давай, 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 давай. Давай, пошла, скотина. Давай. Овцы вошли. Овцы, козы. Все. Давайте. Давайте. Макьян да дьяволу, Марко Поло, вместо с вашей этой фисташкой, которую висто морили милливолтой, туполистная. Фисташка, нон-те-мабене? Мамма-мея, Марко Поло, чистата, нон-те-мабене, Марко Поло, дефицинта, пепперони, фитучини. Туполи, пепперончину мою. Я, я, я. Полторы коровки. Полторы коровки. Там нет лекарств. Да вы моей смерти хотите? Ну, что, что мне скажет хозяин Федоров? Товарищ Брионни, ну мы же с вами еще в дубло не залезли. А там такие белочки. Какие дьяволу белочки? Подождите, товарищ Брионни. Если там коровы всю лестницу разбили. у меня еще самого главного с вами не уничтели. Товарищ Брионни. Убирайтесь. Спасибо. Убирайтесь. Федоров, меня убьет. 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 Возьмите, пожалуйста. Дайте мне ручку. Прекрасно. Коровы. Спасибо. Свиньи. Дальше у нас по плану снимаем. В дверь вламывается бык Чемберлен. В дверь вламывается бык? Какой бык? Володь, Владимир Захарович, какой бык? Какой бык? Бык? Не было быка? Да, не было сценария. Будет. Я сегодня ночью придумал. Гэк — самый лучший гэк в картине. Гэк — самый лучший гэк в картине. Гэк, Владимир Владимирович, ну так же не делаться. Это же готовить нужно. А так, а где у нас Утесов? Пусть садится на быка и выгоняет его вниз по лестнице. Работаем. Как думаете, что из этого получится? Я думаю, получится винегрет. Животное юмор ниже пояса. Значит так, друзья, у нас получится всё. А что касается животного юмора ниже пояса, Владимир Захарович, то именно этого я и дриваю. Все вместо. Да, Гриша. Здрасте. Ну и отлично. Да. Ну что, сняли? Григорий Васильевич, мы вас любим, мы вас ценим. Да. Что? Нам давно ясно. Вы режиссер. Снимайте. Это было прекрасно. Вы просто нас спасли, Люба. Надеюсь, не в последний раз. Надеюсь. Я готова на всё. Короче, хамство нас торжествовало, окончательно, даже в мире кино. Стоим, вот так вот, хорошо стоим. Так, чуть правее. Что? По себе левизной. Ага. Люба Петровна, пожалуйста, я вас умоляю. Ага. Оп. Да, вы сюда. Где у вас следили, Доченька? Подождите. Второй. Как бы я понадобился. Петров, ставь камеру. Туда камеру ставь. Володь, что ты затеял? Я затеял. Сейчас объясню. Но! Ребята, давайте, проходим. Пожалуйста, пожалуйста. Володь, что ты задумал? Володь, что случилось? Я что задумал? Нельзя задумал сделать фотографический снимок. Товарищи, до памяти. Товарищи, тоже поднимайтесь. Давайте, к нам все. Все вышли. Ребята, давайте. Кепочки поправили. Поправили кепочки. Думаем о зарплате. Думаем. Что ты поставил? Широкий. О, Господи. Нормально, нормально. Давай. Все. Что за кислые лица? Товарищи, думаем о зарплате. Петрон, снимай! Делаем пробы материала на время. Заодно и посмотрим кадры под фото. Посчитай. Ну, у нас там последних метра пять. Считай. Считаю. Метр. Ты линейку не пробовал убрать? Помогает. Зачем? Вот. Вот у меня ровно метр. Мыши башеньки, Russian Cinema. Три дня. Съемок и счетчик на камере уже сбит. Владимир Соломонович, ну, жара, пыль. Лендопротяжечный механизм надо смазывать. Жара, пыль. Жара, пыль. Я это все, пленку, камеру, аппаратуру, на золотой рубль покупал там и отвечаю за это головой. Я надеюсь, ты проявитель дистиллированной воды разбавил? Владимир Соломонович, ну, вы меня за кого принимаете-то? Придираетесь, придираетесь. А у меня, между прочим, все как в аптеке. Так, Борис Иванович, смотри. Так, здесь, здесь у нас пять минут проявленного материала. Да, здесь пять тридцать. И здесь, соответственно, шесть. Запиши. Я запомню. Я сказал, запиши. Борис Иванович. Иду. Скажите, пожалуйста, а где у нас… Вот здесь пальчик. Да, я вижу. Пальчик, возьмите пинцет, что вы как студент. Пиши. Второе дело НГВД. За Грязьскому. Копия в Тбилиси. Берия Лаврендию Павловичу. ТЧГ. Съемочная группа фильма «Ты о джаз» приступила к производству с опозданием. В группе «Разлад». Авторы Эрдман и Масс по воле режиссора меняют перед съемкой текст. Сценарием недовольна актриса Орлова. Масс уехал в Москву. ТЧК. Между режиссором и оператором конфликт. На почве «успехов» актрисы Орловой. ТЧК. Орлова ведет себя очень вызывающе. Так же с оператором конфликт. В него втягивается актер и певец товарищ Утесов. Ты как хочешь, ну, Люба, твоя ошибка. Блондинка. Молодь, ты думай, что говоришь. А что ты думаешь? Смотри. Глаз нет. Лица нет. Месточок ямы. Смотри. Понимаешь, она может быть очень достойна. Она очень хорошо держится на сцене. Она может петь, танцевать. Но она не подходит для кино. Это видят все, кроме тебя, Гриш. Павелочка, видишь ли, в чем дело, дорогой мой? Просто ты не умеешь ее снимать. Я? Да. Понимаешь? На нее нужно ставить лобовой свет. Я надеюсь, ты знаешь, что это такое. Я сейчас тебя удивлю, Гриш. Но я даже знаю, что такое контровой свет. А также очень четко понимаю, что нам придется рисовать ей глазки, бровки и все остальное. Это не ко мне, это грим. А почему? Ну, не звезда она, Гриша. Не звезда. Не звезда. Ой, Влад, ты меня извини. Я сейчас совершил такую большую ошибку. Театральная актриса, понимаешь? Она наигрывает, как лошадь. Если ее одну оставить… Об этом ни слова. Продолжайте, продолжайте, Владимир Славовныч. Что там я наигрываю? Но это пока. Но вы же мне потом поможете. Справится. Да. Да? Да, Володь. Извините, стульчик, короче, нажал. Ничего. Извините. Ничего, ничего. Доброй ночи. Доброй ночи, Владимир Славовныч. Ты что? Ты что? Ничего. Смотри на меня, слушай меня. Ничего. Что Нильсон сказал? Они все скоро замолчат. И к концу фильма ты будешь настоящей звездой. Ты меня поняла? А может и нет. Я ж ты наигрываю, что ли? Ой, ты наигрываешь. Ты не можешь наигрывать. Потому что у тебя потрясающая органика. У тебя такая органика. Посмотри, какая у тебя органика. Нет, ты посмотри, какая у тебя органика. Это сам настоящая органика. Это органика звезды, понимаешь? Это у тебя в крови. Это ощущение звездности. Ну, как я наигрываю-то? Я наигрываю? Люба, вы так потрясающе наигрываете. Да? Да. Вау. Читаем следующий эпизод. Вы уже рухнули с дуба. Да. Поднимаем дуб. Поднимаем дуб быстрее. Отлично. Так, значит, это снято. Сейчас входит Анюта. Так, и… Доброе утро. Доброе утро. Владимир Золомонович. Доброе утро. Здравствуйте, Любовь Штюровна. Как вам моя прическа? Так, репетируем, репетируем. Костя, в смысле, Лёдик у дуба. Любовь Петровна, Анюта входит с другой стороны. Просто читаем текст. Начали. Ремарка. Анюта подбегает, видит грустного Костюма у дуба. Константин Иванович? Вы меня. А я по поручению Елены Сергеевны. Так это вас Лена прислала. Послушайте, я вас где-то уже видел. А я вас уже много раз видела. По утрам. Я как молоко покупаю, вы всегда мимо меня со стадом проходите. Ааа. Анюта начинает ловить комара у лица Кости. Тот испуг… Львовь Петровна, мы просто читаем текст пока. На месте. Тот испугана пятится к тугу. Иснугана. Почему она сама не пришла? Кто? Лена. Завтра. Я уезжаю. А Лена? Сегодня. Уезжает? Да. Как? Уже уехала. Так, здесь вы поворачиваетесь оба в сторону моря и смотрите, как на траверсе мимо вас красиво проплывает пароход. Дальше. Ремарка. Показывай на уходящий пароход. Она на пароходе, а я завтра утром на поезде. Здесь крупный план. Володя, люди к вас снимают круг. Вы смотрите на уплывающий пароход, чуть не плачете. Ага. Уехала. Переход. Здесь переходим. Так. Меняемся местами. Дальше. Ремарка? Да, у вас. Анюта прицеливается и бьют его по щеке. Анюта. Вас здоровый, Комар Константин Иванович. Комар, Комар. А Лена пока уехала, да? Я думала. Думала. Интюк тоже думал, думал. Вот и пришла, наговорилась здесь. Да. И Потехин уходит. Ушел. Да. И Анюта кричит ему вслед. Константин Иванович! Костя! Любочка, знаете как? Сложите руки рупором и кричите так. Костя! Костя! Отлично! Все. Здесь начинается... Все. Давайте снимать сценарий. Возьми. Сердце в груди. Так, начинаем. А у меня вопрос. Григорий Васильевич. Да, пожалуйста. Почему я пою? Ну вот, когда Костя уходит... Вторая камера готова, нет? Да. Давайте снимать. Давайте. Григорий Васильевич, мне под зуб сесть. Садитесь, Людик, садитесь. Спасибо. Можем начинать репетицию. Я прошу прощения, Григорий Васильевич, вы же мне не ответили. А, да. Любочка, видите ли, в чем дело? Здесь. В этом жанре это не важно. Вы просто поете и все. Это песня, как продолжение диалога. Не понимаю. Смотрите, в театре вы говорили, потом пели, потом говорили опять. Так и здесь. Мы снимаем, нет? Если честно, на чистоту. Мне это как раз меньше всего в оперете нравится. Посмотрите, ваше в кино совсем другая правда. Я хочу понимать. Любочка, не надо ничего понимать. Просто пойте и все. Хорошо? Вот так, да? А я хочу понять. Любовь Петровна, вообще эпизод с вашей песней, чтоб вы знали, снимается завтра. Как? Григорий Васильевич. Григорий Васильевич, а моя песня на дубе, тебе не хочется покоя. Людик, а ваша песня снимается послезавтра. А почему не по порядку? Почему задом наперёд? Людик, ну хоть вы не капризничайте. Да я не капризничайте. Сядьте у дуба и сидите. Все. Песня потом. Готовы? Начинаем. Сейчас все получится. Сейчас все будет хорошо. Можно. Камера на исходной. Камера на исходной. Начали! Константин Иванович! Константин Иванович! Вы меня? Я по выручению Елены Сергеевны. Стоп! Все хорошо. Просто великолепно. Сейчас было замечательно. Вы прекрасны, все было замечательно. Вы понимаете, Любочка? Осторожнее. А как вам сказать? Поменьше башьтесь. Полегче, полегче. Ну, я же люблю Потехина. Да, вы его любите. Но не пугаете любовью. Поменьше страсти. Как поменьше страсти? Ну как, поменьше страсти просто. Все очень просто. Просто вошла. Просто сказала. Все. Да, поняли. Володя, размечайтесь. Подожди. Да. Так, готовы? Камера на исходной. На исходной. Репетиция начали. Костянтин Иванович. Вы меня? Я по поручению. Елена Сергеевна… Стоп! Все замечательно. Замечательно. Великолепно. Но… Любочка, ну оставьте хоть какие-то чувства. Она же не ледышка. Не понимаю. Ну что вы не понимаете? Не надо вбегать, как на пожар, и не надо входить, как на похороны. Найдите середину. Середину. Не понимаю, где эта середина? Она девушка из народа. Середину? Из народа. Просто. Все просто. Девушка из народа. Из народа. Да, Люба? Да, да. Да. Да, у Дуба. Все, сейчас будет хорошо. Репетиция. Люба. Начали. Костянтин Иванович. Вы меня? Да я по поручению. Елена Сергеевна. Стоп! Орлов, вы что, издеваетесь над нами? Я искала середину. И так нету. И так не так. Любовь Петровна, понимаете, вы сейчас не середину ищите. Вы морды корчат. Подожди, Володя. Понимаете? Вот так. Я по поручению Елена Сергеевна. Зачем вы это делаете? Можете просто зайти? Ты-то что нервничаешь? А почему ты не можешь? Подожди, Володя, Володя. Не, ну так вот не делала. Любовь Петровна. А вы так не делали, Любочка. Все. Не делала. Я вообще запуталась. Володя. Да пусть ты-то успокойся. Да беги давай. Гриша, а мне что делать? Сидеть! Люба! Люба! А потому, что перекрасилась. Да. Любочка, лето уходит, ну что поделаешь? Мы с вами в Москве толком ни одной сцены нормально не прошли. Я вообще не понимаю, что я играю, а? Что вы мне говорите? Так. Послушайте меня теперь внимательно. Да, я порой путаюсь. Я нелогичен. Я не могу поставить задачу актеру. И временами кажусь эдаким слегка придурковатым, да? Ну что вы… Да-да, я актер. Ну что с меня взять, а? Люб. Да. Ну, это они так думают. Нильсон, Эрдман, Эйзенштейн так думают. Они образованные и высокомерные. Они не видят главного. У меня звериная, звериная сверхинтуиция того, что сейчас нужно. А сейчас нужна простая, доходчивая, временами просто тупая комедия. И я ее сниму. Вы-то может быть снимите, а мне что играть? Да не надо ничего играть. Ну поймите вы, вы прекрасны сами по себе. Будьте сама собой. Режиссеры годами жду шанса снять свое кино. У меня этот шанс появился, и я его не упущу. Поэтому не мешайте мне. Делайте то, что я вам говорю, и все. Послушайте, это вообще диктат почище, чем у Немировича. Да, диктат. Да, диктат. Мне по большому счету вообще все равно кого снимать. Хоть жабу хладнокровную. Она у меня звездой станет. Но мне не все равно, кто стоит у меня за спиной. Люба, мне нужны тылы. И тогда все будет, понимаете? Вот так и будем заниматься ею все время. Да, девушка умело собрала на себе внимание. А так всегда бывает. Артист ной-тной, я ничего не понимаю, я запутался. Товарищ режиссер, помоги мне, пожалуйста. А потом на премьере. Он лучше всех. Вот все в дерьме, а она одна в белом. Помолчи, знаток, она блистательная актриса. Хватит вам. Поначалу всегда так освоится. Равней, Сереж. Стоп! Стоп! Почему у тебя дергается корабль? Мы первый раз репетируем. Он в одно движение. Исходную давай первый раз репетируем. Показывай, как будет. Еще медленнее. Плавнее. Вот, плавнее, Сереж. Ну, если честно, то это катастрофа. Вы о чем это? Хуже нет, когда на площадке появляется хозяйка. Так, давайте еще раз попробуем, Леонид Осипович. Очень хорошо стоите. Еще одна просьба, ручки опустите еще раз. А у них что, роман? А вы не знали? Нет. Знаете? Ну, в таком случае, очень хорошо. Я рад. И это надо отметить. Правильно, Коля. Знаете, что говорит Дмитрий Хольц? Пока в театре романы, театр жив. Прекратились, труппа надо распускать. Я буду спорить, потому что я хочу понимать, что я играю. А будешь спорить, выгоню. И возьму другую актрису. Ясно? Вы гоняйте. И не тыкайте мне. Люба! Куда? 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 Куда вы? Да постойте же вы! Любочка, моя жена прожила со мной десять лет. И не поняла самого главного, в кого Бог дунул. Тому не надо мешать. Бесполезно. Я лечу! Я снесу на своем пути все! Потому что у меня не один тысяча ангелов вот здесь под руками. И они меня несут! Почему? Не знаю. Ну вот не знаю! Эйсин тоже это чувствует, понимаете? И не хочет расстаться со мной. Он этих ангелов видит. Ой, что это у вас? Полетел, полетел, полетел. Это вам. И я вижу. Ну а зачем тогда спорить? Хорошо, спорьте. Спорьте, спорьте, но делайте сноску на ветер, Люба. Хорошо, даже если ты права, вы правы. Всем, всей группе, вот так вот всем громко скажите. Григорий Васильевич, я не права, я согласна с вами. Все, ангелы тебя простят. Будешь так делать, проживем сто лет. Нет, расстанемся после этой фигуры. Ага. Проживем сто лет. Я знаю. Вань, я жду. Сейчас буду. Какая следующая сцена? Нильсон и пароход. А теперь вот так, а теперь, как будто я его обнимаю. А давай на ладошке его держу-ка. А давай я вот такой снимок. Вот так, вот так. Все. Мне все объяснили, я готова. Григорьевна, мы снимаем комбинированный кадр. Пойдемте, я поставлю за очередь. Друзья мои, что мы делаем? Пароход, очень хорошо. Давайте приготовимся, будем снимать. Григорий Васильевич, вам телеграммочки. Из Москвы. Мы снимаем комбинированный кадр. Вы тоже снимаете. Выезжаю в Гагры с сыном. Встречай. Огромная просьба, не шевелиться. Замечательно стоим. Так, кораблик может чуть правее. Так, здесь. Вот так хорошо стоим, вот так и стоим. Платье поправь. Леонид Васильевич, простите. Что-то случилось? К Григорию Васильевичу жена едет. Сереж, выди из кадра. С ребенком. Уходи. Так, носим хлопушечку. Камера идет? Цена 44, дубль один. Шикарный кадр. Потом вспоминать будем. Что у тебя там стряслось? Что ты посреди ночи меня будешь? Товарищ Гелазер. Дай поспать, а? Из Адлера. Что из Адлера? Какой-то Франц Кронмахер к нам выезжает. Причем не один, а с женщиной, с ребенком. Какой еще Франц Кронмахер? Не знаю, с поста на Псову звонили. Мост прошел, свернули к нам. А женщина кто? Это Абхазия. Абхазия? Здесь. Документы предъявите, пожалуйста. Документы? Гелазер. 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 Я здесь самый главный юморист. Товарищ Гелазер. 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 Прошу. Я близкий друг актрисы Орлова. Близкий друг. Австриец. Это хорошо. Это то, что доктор прописал. Вы из Москвы? Я. Ричтих. Здравствуйте. 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 Я Гелазер. Лучший друг вашего мужа. Очень приятно. Так, значит, Александров женат? Женат, женат. В Москве жена тут эта. А, кстати, где он? Наш режиссер. У нее. Ольга приехала. Ее голос. О боже. Просил же, звонил. Вроде уговорил. Зачем? Отведите нас, пожалуйста, отцу ребенка. Он спать хочет. Да, конечно. Я очень рад, что вы приехали. Прошу за мной. Григорий Васильевич, вы же сказали, что вы с ней расстались. А мы с ней расстались? Мы расстались. Только она так не считает. Ну, что-то у нее взыграло, Люб. Ну, я уже объяснял. Ну, она боится меня потерять. Безыграла. Да, взыграла. Не идите к жене. А вы куда? Спокойно, они со мной. Седьмой-девятый дай. Куда мне идти? Вверх по лестнице, ваша Орлова. Ну, я думаю, она сейчас спит. Завтра съемки. Прошу, прошу, проходите. Сейчас посмотрим. Товарищ Кронмахер, спит она. Постойте. Вы спитесь. Вот я вам взял ключ от вашего номера. Ну, что я могу сделать? Что? Кошмар. Веселенькая ночь. Прямо, прямо. Прошу. Верно. Я ее друг. Очень близкий друг. Ага. Цук-цук-цук. Любочка. Это я, Франц. Цук-цук-цук. А где номер Александрова? Цук-цук-цук. Прошу. Любочка. А? Товарищ Кронмахер, я же говорю, спит она. Так, Любовь Петровна. Боже мой. Нет, нет, нет. Цук-цук-цук. А кто это у нас там приехал? Гриша. Гриша, открывай, мы приехали. Она будет очень рада. Я ей привез очень много подарок. Любушка. Ты где? Я не знаю. Приехал. Мой знакомый. Мужской же голос. Открой. Товарищ Ольга, может быть, мы вас пересерим в другой номер? А пока разреши вашего режиссера. У вас есть старые ключи? Открой. Что ты? Тихо-тихо-тихо. Товарищ немец, хватит уже. Пошли бы вы к себе в номер. Сейчас съемочную группу разбудите. Я должен ее найти. Любушка. Да. Совесть имеете? Вы нормально себя чувствуете? Вы в своем уме нам завтра снимать весь день? Солошедший дом какой-то. Франция. Хе-хей. Здравствуйте, Николай Робертович. Здравствуйте. Ольга. Открой. Доброй ночи, ребят. Спокойной ночи. Спокойной ночи, товарищи. Идем. Льва. Льва. Как обещал, я привез грим из Холливуд. Так вы что, куда мечь? Так вы что, куда мечь? Давайте. Я привез грим из Холливуд. Подождите. Льва. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мой мэ. Откройте же. Как же так? Ну все. Завтра. Ступайте, ступайте. Что? Грибовский гриб приез. Я тебе сейчас уструю. Товарищ Кронмахер, идите спать. Я должен ее найти. Она будет обижаться. Любушка, я приехал. Восхитительно. Восхитительно. А телеграммку дать? Нет? Не считайте нужным. Я дать телеграммку? Может он не приходит? Или я слишком быстро ехать? Чем это ваша русская телеграммка? Ну и что теперь? Вы куда? Туда или сюда, может быть? Ну, чтобы на пороге топчетесь. Вы решили у меня переночевать? Най, Най, Льва Петровна, Най, Най. Я знаю, у вас завтра тяжелый день. Семка. Я просто хотел вам преподнести Презент. Гримм из Голливуд. Спасибо. Господин Геладзе, мне дать номер совершенно рядом с вашим. Всегда захотеть и не волноваться. Господин Геладзе, доброй ночи. До свидания. Любиться. Брухар, Брухар! Шо? Смотри. Вор. Да це не вор. Це наш главний режиссер по бабам лазить. Здравствуйте. Добрый вечер. У вас предложение по сценарию? Нет, работайте, работайте. Тарзар! Григорий Васильевич? Вы куда? В номер к себе. Куда? Продолжайте, продолжайте. О, здравствуйте, режиссер-комедиограф. Привет, сыночка. Здравствуй, пап. Ну, а зачем ты приехала? Пап, а почему ты отсюда вышел? Ты на балконе живешь? Сына, так получилось. Папа из ночного пришел, сынок. Днем через дверь, а ночью исключительно по балконам и в окна. Тяжела режиссерская судьба, да, Григорий? Да, все-таки сделала по-своему, да? Ну и что дальше? Дальше я уеду, у меня гастроли. Ребенок останется с тобой. Между прочим, он моря никогда в жизни не видел. Послушай, ты, я вижу, продолжаешь мыслить мои съемки, как о милой прогулке под луной. Я надеюсь, у тебя хватит ума завтра не приходить на съемочную площадку? Почему? Не хватит. Не хватит. Я надену лучшее платье, приду и сяду прямо на твой режиссерский стул. Послушай, Оля, мне кажется, пришло время тебе как-то определиться. Вот, ты мне одно только скажи, я не могу понять, ты чего хочешь в этой жизни? Ничего. Вот ключ, и я иду спать в свой номер. Да куда ж ты пойдешь? Там вся группа вон разбуженная стоит. Неужели ты думаешь, что я останусь после того, как ты из чужой койки влез через балкон? Это пижама? Ребенка переодень хоть раз в жизни. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи, мама. Присаживайтесь. Так вот, значит, какая вы звезда. С приездом. Ваше здоровье. Думаешь, я с тобой пить буду? Думаю, не будешь. Что, актрисулька, под режиссера легла? Перед ком карьеру делаешь? Не советую разговаривать со мной в таком тайне. Под немца легла? Под наркома-агронома легла? Под Немировича? Теперь под моего? Вот тебе. Гришна. Ну, грешна. А вот про Немировича? Ну, сплетни. Если ты думаешь, что Гриша Мармоненко с тобой надолго задержится, ошибаешься. Он изменял мне все десять лет. И в личной жизни у него ничего святого. Существует только он и его кино. Замыслы, карьера. А почему должно быть по-другому? Он мужчина чистолюбивый. Ставит перед собой большие цели. Для него не существует семьи. Она где-то, как-то, сама по себе существует. Деньгами он тебя обеспечит. Но теплом и пониманием никогда. Роскошный тост. Роскошный. А теперь берите рюмку и давайте выпьем за Григория Васильевича Александрова. Зачем вы приехали? Жизнь хотите им испортить? Я этого сделать не дам. Я его десять лет ждала. Поздно, мадам, бывшая жена. Румитаж, помните? Нет. Они с Пыревым поступали. Ой, ведь столько было времени понять, с кем живете. А главное, мы не увидели. А он гений. Теперь пришло мое время. Я вам его не отдам. Ссориться со мной не советую. Вам теперь со мной лучше подружиться. Спи, мой любимый. Спи, мой родной. Завтра пойдем купаться в море. А на выходные пойдем на рыбалку. А что такое море? Море? Ну, это много-много-много воды. А много-много воды это сколько? Это тысячи, тысячи, тысячи капелек воды. Ух ты, не понимаю. Бесконечное количество капелек. Никто их не может сосчитать? Никто. Так же, как звезды на небе. Никто не может сосчитать. Считают, считают и собьются. Опять считают, считают. А тот, кто сосчитает все звезды, сосчитает капельки в море. Спи. Пап, а почему мама все время плачет? Наверное, потому что ей больно. Это ты ей делаешь больно? Нет. А кто? Одному только Богу известно. А учительница сказала, что Бога нет. Это она просто не пробовала еще звезды сосчитать. Посчитают, сразу передумает. Спи. Тишина на площадке. Все приготовились к съемке. Камера. Камера идет. Сцена сорок один, дубль один. Фонограмма. Фонограмма. Фонограмма пошла. Начали. Как много девушек хороших. Как много ласковых и нем. Фонограмма. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на святых лиц. Сердце, как хорошо, что ты покоя. Он их не видит? Нет. Ничего не видит. Самозабвенно поет. Замечательно. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты покоя. Сердце, как хорошо, что ты покоя. Сердце, как хорошо. Сердце, как хорошо. Сердце, как хорошо. Ты отказываешься сниматься, я уезжаю. Лёдик! Кто я буду после вашей фильмы? Инвалид! Лёдик, Лёдик! Мой хлеб — это здоровый голос! Руки, ноги! Всё, всё, уезжай! Лёдик, не лезьте в воду, у вас костюм! Отстань, Гриша! Мой дорогой, ты падаешь вниз, потом крупный план. Ты поднимаешься с земли, входишь в кадр весь в ветках и допиваешь. Алло, ведь! Это как? Это смешно! Скотина ты! Я тебя обожаю! Товарищи, давайте поаплодируем великому русскому артисту Леониду Утёсову! Браво! 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 Спасибо! Ну так надо работать! Приготовились к эпизоду «Ветка дуба». Камера. Камера идёт. Цена сорок один, дубль три. Фонограмма. Фонограмма пошла. Фонограмма. Фонограмма. Упал! Тихо, хочет! Стоп! Григорий Васильевич, прошла неделя. Ты не снял со мной ни одного кадра. Пошла вторая. Так дайте сценарий, пожалуйста. У меня концерты в Митрозаводске. Ну, сними хотя бы одну, я не знаю. Уважаемый Лазарь Кусин, у вас есть календарный постановочный план. Григорий Васильевич, три сегодня раз. Заваривай со мной, как с мальчишками. Подождите, Никсон. Так, ведите себя достойно высокого звания советского артиста. Пойдем. Все. Нет, ты что-нибудь поняла? Смотри. Что, я не понимаю? Это ноты, Гриша. Ноты. Живая музыка. Ты гений. Завтра снимем. Музыка везде. Даже птицы поют. Ну, вообще, это режиссура. Достойнее, Леонид, достойнее. Почирикай еще, наглая молодежь. Триш, что ты туда смотришь? Ну, что ты? Девушка, идите, попишите. Ну, ты видишь, что происходит там в санктёрке? Мне эти истерики, вот где, понимаешь? Таки да. Триш, что там? Триш, я хотел с вами поговорить о субординации. Леонидович, я немножечко сейчас занят, я к вам обязательно подойду. Вы мне в сыновья годитесь. У нас в синагоге из таких, как вы снимали штаны и пароли. Триш, я не должен есть, не надо добиться, все будет хорошо. Да, вы не сняли, за две недели нет того плана. Коля, три куска мяса. Это очень замечательно. Дай мне хотя бы, хотя бы два. Вкусно. Вкусно. Вот, кстати, место и нюх. Ну, дай, коньячкуля. Да, коньячкуля. Угу. Спасибо. Правда, он замечательно? Да, он замечательно. Попробуйте, да, он. Попробуйте. Ну, на. Ну, на. Коля нам. Ну, что ты обижает. Ну, на. Ну, что ты? Ну, что ты? Прекрасный сыр. Ну, что ты? Да, я же говорю, у нас лучший кулинар. Да, да, благодарю. Друзья, давайте. Товарищи, минуточку внимания. У меня есть тост. Ваш приезд полностью перевернул мою унылую провинциальную жизнь. Спасибо вам за это. Я очень счастлив. Кстати, когда-то я тоже мечтал стать артистом. Да вы что? Может быть, даже снимался бы в вашем фильме, Гриша. Да. Да, да. Ну, сомнения. Не хватает таланта. Вообще его нет. Да что? Нет, нет, нет. Не мое. Не мое. Но, друзья, хватит, хватит, хватит. Я понял, что по-другому можно приобщиться к вам. К элите, так сказать. Да. Я подниму этот вокал и пью за то, что приобрел замечательных, талантливых друзей. Спасибо вам за вас, товарищи, за вас. Ура, господа. За друзей. За каждого из вас. Это кто? Серго Автандилович Геладзе, начальник местного ОГПУ. Просто ваш друг. Сядь, Геладзе. Хорошо. У Коленьки есть замечательная басня про ГПУ. Про вас. О, давайте, послушаем. Геладзе. Давайте. Однажды ГПУ пришло к ЭЗОПу и взяло старика за лётик, лётик. Подождите, подождите, Крича. У Николая Роберта есть много других великолепных, замечательных басен. Товарищи, у нас действительно гениальный автор — Николай Эрдман. Это да. Я хочу вам рассказать другую его басню. Внимание, товарищи! Николай Эрдман — басня. Просим! 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 Григорий Васильевич! Кичились как-то раз своим здоровьем Соски на вымене коровьем. И с прямотою деревенской Глумились так над грудью женской. Ты мала, и коротка, и кот наплакал молока. Как только стыд тебя не гложет! Насмешком этим вопреки молчали женские соски. Грудь разговаривать не может. А вымя спросит кто-нибудь? Нас занимает только грудь! Грусть! Подождите! Еще одна басня про ГПУ! Слушайте! Давайте, давайте! Леонид, давайте! Просим! Да, 39 лет, Леонид! Сядь! Сядь! Как там было, вас занимает только грудь! Замечательно рассказали, Григорий Васильевич. А попросите, пожалуйста, товарища Эрдмана, чтобы он сам прочел свою басню. Я вас очень прошу! Давай, Колька, не ломайся! Ну, давай, не жми! Я не читаю вслух. Для этого я соавтор. Мас! А где он? Кстати, где он, ваш Вадим Захарович? Он в Москве по делам. Завтра приедет. Ну, пожалуйста! Я вас очень прошу, Николай Робертович! Что я? Весь стол просит? Просим! Ну, пожалуйста! 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 Не буду я читать. Мне не позволять дикцию. Извините. Он заикается. Все, басень не будет. Все, все! Заикается, хорошо. Все, больше не буду. Кстати, у вас тексты басень с собой? Хотите, мы их прямо тут издадим, в Абхазии? Я лично поспособствую. Все, тебя за язык никто не тянул. Я могу поспособствовать, честное слово. Полное собрание сочинений, и мы в шоколаде. Давай! Полное собрание, да. Люба, нам нужно поговорить наедине. Я могу лично поспособствовать, я вам говорю. Один на один? Да, один на один. Прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Иди. Извините. Товарищи, у меня есть очередной тост. Давайте выпьем за наших прекрасных, очаровательных женщин. Мужчины пьют, стоя! Ура! Ура! За женщин! За прекрасных дам! Ура! Ура! Ура, товарищи! Ура! За дам! Спасибо! За женщин! Спасибо! Спасибо! За вас! Всего вам здоровья! Ура! Люба, между нами не должно быть никаких секретов. Вы, говорит мне, Александр, вы — это не только отношение к принце режиссер. Ой, да, я люблю Григория Васильевича. А он вас только чисто и сердечно любит. Франц, ну вы умный человек, ну что вы хотите от меня услышать? Это какая-то достающая. Буквально три месяца назад вы мне говорили совершенно противоположную вещь. Франц, я вами увлеклась. Миленький мой, хороший. А теперь переменилось. Все. Что? Что переменилось? У меня в Германии поместье много слуг. Вы не имеете проблем. Ваша, да, ваша красота уникальна, Люба. Я хотел, чтобы вы стать мать моих детей. Много детей, Люба. Вы замечательный, вы мудрый, вы умный. А он, вы понимаете, он моя кровь. Опять достающий. Это ваша русская неуверенность в себе, сомнений на каждом шагу, Люба. Вы положите весы. Взвесьте, что я могу дать. И что он, Люба? Не бывает тут весов, Франц, не бывает. Я вас очень прошу, уезжайте. У меня в Германии капитал, связи. Юра имеет перспектив, Люба. У меня, у меня будущее, Люба. Вы европейская женщина. Вы прекрасно говорите на английском, на Deutsch. Со мной вы покорите весь мир. Если вы актриса СССР, вы останетесь в стороне. И никогда не стать настоящей звездой, Люба. Подумайте, звезды. Нет весов, Франц. Сломались. Прощайте. Прощайте. Люба. Куда вы, Люба? Аплодируем, товарищи. Замечательно. Ещё. Коля просит. Ещё читай. В одном термометре вдруг захотела ртуть достигнуть сорока, во что бы то ни стало. И все возможности, не усомняясь, не мало, пустилась. Коля. Энтузиазм, большая сила! Вскричала ртуть и стала лезть. Но ничего не выходило. Всё, тридцать шесть, это тридцать шесть. Ура, вперёд, на карте честь! Она кричит и лезет вон из шкуры. Всё, тридцать шесть. А что ж, друзья, не в жизни есть такого роля реумюры? Кричат вперёд, кричат ура. Хватит. А не выходит, ни хера. Правильно, ни хрена не выходит. А все кричат ура. Замечательно, Коля. А не хрена. Столписать, трусом быть надоело. Гриша, тура. Тишина, тишина, товарищи. Дайте классика послушать. Коллега, пожалуйста, ещё что-нибудь. Но, но, с перцем. Не в бровь, а в глаз. Давай. С перцем. С перцем. Давай, давай, Коля. Последняя миниатюра. В Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Читатель скажет, Бога нет. Читатель, милый, ты придира. Да, Бога нет. Но нет, ты сыра. Нет, в силу! Товарищи, выбьем за гениальность, товарищи. А вот и я. Давай выбьем. Ура! А, говорится, талант не пропьёшь. Любовь Ветровна, где вы ходите? Раздетая. В конце концов, с утра завтра съёмка. Вы что хотите, сорвать, простудиться? И, между прочим, ещё… Светлана, Светлана, посмотрите расписание из Адлера в Москву. Хорошо. Нам надо поступать. До свидания. Самому читать. А раз да это интереснее, вы сами пишите, сами читайте. Мы устроим. Волновались. Из-за чего? Он подумал, а вдруг мой Чарли решил не оставить. Ни за что. Да-да. Там уже всё решено. Давно. Десять лет назад. Минуточку внимания. Дорогий гость, специально для вас звучит любимая песня товарища Сталина. Пойте. Прогуляемся. В сердцу без любви нелегко. Где ты моя сумка? Красиво поют, а? Что вы без меня делали лучшие голоса? Что мило, как звёзы росут. Ты не как раз цвела далеко. Милая моя сумка Ты не так раз цвела далеко. То есть. Красиво поют. Гриша! А почему мы с вами так мало общаемся? Борь! Хорошо, если у них будет поросенок на столе. Они его научнут есть, а он и бежит. Запиши. Я запомню. Запиши, я сказал. Борь, хорошо, если у них будет поросенок на столе. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Цены 15, дубль 125. Начали. Она с утра уже пьяная, по-моему. Да ничего подобного. Пьяные проблемы будут завтра. Ну, давай, давай, вставай. Это моя развалилась тут. Я ж говорил, что коньячку ей надо. Я ж говорил, принесите коньячку. Нет, это какой-то эстетик. Я какой-то чего-то… Продолжите ей травку. Травка, дружок. Цена 15, дубль 126. Ну, ведь ничего не происходит. Что с ней? Зачем вы из Москвы едете? Ну, как зачем? Для того, чтобы работали? Ну, тогда делайте что-нибудь. Делайте, делайте. Работаем, работаем. Ну, молодец, молодец. Давай, вставай. Снимаем, снимаем, снимаем. Пошла, пошла, пошла. Ай, умница. Нет, ну, не то. Хорошо, хорошо. Все равно не то. Ну, что не то? Ну, походка не та. Ну, что ты с походкой? Так, стоп, стоп. Вернем актрису на исходную. Хорошо, давайте. А что это, коньяк? Сереж, не мешайся под ног, давай. Ага. Вот. Вот. Гриша, давай снимать. Снимайте, снимайте. Камеры. 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 Сереж, готовьте Чимберлена. Да, готов. Вот он. О, Господи, твоя воля. Сколько можно пойти этих животных? Красавец. Скажите мне, мы снимать можем или нет? Красавец. Приехал. Наконец-то. Хорош. Эх, хорош. Приехал, приехал. Поезд, должен сказать, отвратительный. Рожи кругом. Ужас. Погода чудовищная, денег нет, а настроение замечательное. Знаешь почему? Знаю. Потому что ты глуп. То есть оптимист. Да, да, дорогой мой. И горжусь этим. Ну, как тут наши дела? Как Саша Бела. Переписываю все от начала до конца. Да ты что? Ну, давай уедем в Москву. Сколько можно жаловаться? Ты читал договор. Уедешь, денег не получишь. Гриша научился в Америке договора составлять. Ну, ты же умный, пессимист мой. Что ж ты не проверил? А? Давно так лежим? Дней пять. Кирибаровой отвращение к бумаге. Не грусти. Ведь, как сказал один хороший человек, на самом деле все гораздо хуже, чем кажется. Давай, 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 дружище, поднимайся, поднимайся. Вот я смотри. Уже съездил на съемочную площадку, заехал, посмотрел. И что, там еще не передрались? Да ты что? Кто с кем? Тут у нас битва гигантов. Немец, любовник, презирает Гришу. Ольга, жена, ненавидит Орлова. Орлова из последних сил терпит Нильсона. Нильсон учит Александрова, как снимать. А за всем этим наблюдает товарищ Геладзе. Ненавидит всех и строчит доносы в Москву. Чем вся компания занимается в данный момент? Очень серьезным делом. Привезли специалиста по животным. Гипнотизируют быка. Водка-коньяк не действует. Третий час делает пассы руками, пытается усыпить быка. Он феерический авантюрист. Чистейшие пробы. Но ты знаешь, в этом скотском юморе что-то есть. Что? Гриша чувствует время. Хамское, мерзопакостное, двуличное, лживое. Давай. За него. Давай. Ну что вы не видите, что животное волнуется. Слушай, давайте корову ведите, он же переживает. Хорошо, хорошо. Животное привыкнуть должно. Я предлагаю прорепетировать рук во дворе. Сережа. Где Утесов? Зовите Утесова. Да я здесь уже два часа. Так, Людик, вам сейчас надо будет выгнать быка и сесть на него. Здесь или в помещении? В помещении, Леонидович? Я хочу посмотреть, как вы его загоните туда. Ну, товарищи, прежде чем вести исполнительное помещение, надо время. Животное привыкнуть должно. Слушайте, ну давайте прорепетируем этот рюк прямо здесь во дворе. Да сколько можно, хорошо. Гриша, а где это в сценарии? Что-то я не вижу. А этого в сценарии нет, Леонид Тосипович. Этого в сценарии нет. Да нет этого в сценарии. Я придумал это вчера ночью, это будет очень смешно. Леонидович, давайте. А мне давно не смешно, Гриша. Придумал. Делай сам. Репетиция, дружок. Или мы его, или он нас. Мы готовы. Еврейское это дело на быке скакать. В контракте трюка нет. Леонид Тосипович. Делать не буду. Подождите. А давайте я попробую. Люба, перестаньте, не надо. Это сложный номер. Любовь Петровна, слышите меня, это снимается не сегодня, это снимается на даче. Не стоит. Владимир Соломонович, включайте камеру. Люба, Люба. Репетиция нужна? Обязательно же голову надо иметь, да? Потом вы сюда вот так вот такой. Ага. Одной. Хотите двумя, а? Ну. Вот так и сидите, и сидите, сколько влезет. Любовь Петровна. Люба. Гриша, ладно, я сделаю. Ох, какой. Людик, читайте контракт. К вас уехал. Ага. Глянь, мне это нравится. Я сижу два часа, это мой трюк. Отдали этой Любе. Я с быками на «ты». Я попробую. Давайте сюда. Ага. Чуберлет. Хороший. Значит так, по команде начали. Начинайте хлестать быка букетом по рогам. Хороший бык. Молодец. Хороший исполнитель. Это безумие. Снимай. Камеры! Петров! Камеры идут? Идут. Начали! Угу. Ты почему пришел? Я тебе сказала, уйди. А ты? Ах, ты хулиган. Отлично, Люба! Хлещем его! Молодец. Хлещем! Здорово. Смейтесь! Здорово, пошли! Хорошо. Давайте, давайте развернем ее. Разворачиваемся. Хлещите! Убейте его! Вот тебе! Молодец! Хорошо! Вот тебе! Вот тебе! Веселее! Гриша, сейчас убьешь ее! Молодец! Хорошо! Осторожней! Осторожней! Молодец! Прекрати, прекрати, все будет хорошо. Ай! Молодец! Страшно! Стой! Ай! Твою мать! Ой, какое несчастье! Я же оборил, это вы! Поворачивайся! Ой! Люба! Тихо, тихо, Любочка! Люба, Любочка! Люба, Люба! Что там? Ой, Боже, какая бледная! Тихо, тихо, тихо! Что с ней? Это обморок, она просто испугалась? Криша, клянусь, пульса нет, это не обморок! Криша, она вообще, по-моему, не дышит. Люба! Ну, что же вы все творите, а? Вы же убили артистку! Прекратите историку! Без паники! Чего ты разоралась-то? Серега, куда смотришь? Ну, отойдите все! Отойдите все! Да я не решаю! Чего Гриша бросит? Я и снимаю, Сережа! Ой, Любовь Петровна наша! Тихо, тихо, тихо! Все-все-все-все! Голова аккуратнее! Так-так-так-так-так! Тихо, тихо! Мамочка, Люба! Григорий Васильевич, доктора надо! Доктора! Тихо, тихо! Снял! Разойдите в стороны! Все, только зачем? Пригодите! Ах, Чимберлен, Чимберлен! И все-таки ты подвел меня! Скотина! Теперь я навсегда уехать из России! Я целый год за ней ухаживать как жених! Тратить много денег! Убить ресторан, кольца, бриллиант! Но главное, я тратить на Орлова душа! Она присядет меня! Душа, это да! Русские артистки, они все такие! Да! А сейчас же, мисс Латлер, я буду звонить свой начальник! Берлин, я больше не работаю! Это Россия! Дорогой, ты бы лучше потише ехал! Серпантин, горы! Успокойся! А кто твой начальник? Мой начальник министр транспорт Германии! Да! Но самый главный мой начальник сейчас! Гитлер! Гитлер, это хорошо! Да! Месяц назад в Мюнхен я стал член партии национал-социалистической Германии! Правда? Да! Как же ты меня обрадовал, дорогой! Как же я рад! Ты такой молодец, Франц! Прими мои поздравления! Поздравления! Это я вас поздравляю! Наконец-то в Европе будет настоящая рука! Настоящая парада! А не только слово! Так! Однук есть однук! Что? Ну, однук есть однук! Это парадок есть парадок! Правильно! Вот! Около того домика останови, пожалуйста! Да! Береги себя, Франц! Всего хорошего, товарищ Клубахин! Да успокойтесь! Идёт! Тихо-тихо-тихо. Психо. Сделали укол снотворного, но она уснула. Что с ней? Риша, что ты молчишь? Ну, ошибу спины, гематома. Подробнее, Григорий Васильевич. Говорят, сэл. Но вы же понимаете, что это на вашей совести. Володя не начинает. Что не начинает? Вы утверждаете, что вы работали в Голливуде, так? Как можно сажать актрису на БК? Где дублеры, Гриша? Что за волюнтаризм? Володя! Она сниматься сможет? Сниматься нет. Пока нет. Наверное, надо дать телеграмму в Москву о пролонгации съемок. Да зачем? Нам есть чем заниматься. Мы можем и дальше снимать пьяных быков, коров, свиней, баранов. Лично я пойду напью себе. Вот и иди. Ладно, Гриша. Оклемается. Она сильная. Я на студию пока телеграмму давать не буду. Не надо. Самонадеянность, беспринципность. Режиссер Александрова привело к трагедии. Артистка Орлова затоптана БКом Чемберленом. В данный момент в больнице. Съемки остановлены. ТЧК. Кронмахер Франц вел контрреволюционные разговоры с членами съемочной группы Орлова, находясь с Кронмахером в любовной связи, заставляла его накрывать столы в гаграх, пела, танцевала, брала подарки, в том числе с золотыми украшениями и деньгами в наличных купюрах. Вот это важно. Франц Кронмахер Гансович, член НСДАП с 1933 года. Австриец. Отбыл Москву. ТЧК. Все. Ты им в четвертый номер ДУС ты насыпал? Насыпал, насыпал. И в шестой? И в шестой насыпал. А в седьмой? А в туалет? И в туалет, и все кругом. Точно, везде все? Да не бейтесь, а все буду гаразд. О, они уже приехали. Везде все? Да насыпал, насыпал. Что? Есть? У вас. Да и в туалет, и все кругом. Насыпал. Так, свободны. Есть. Доброе утро. Доброе. Доброе. Ну что? С вечера повесил объявление. Мурим тараканов. Угу. Ну, все, кто из группы был, сбежали на пляж. Очень хорошо. Становись. Быстрее. Быстрее. Товарищ Гелатин, прошу. Слушаем. Слушаем внимательно. Ага, все в больнице и на пляже. Проводим обыск. Вот санкция. Раздай ключи. Вы работаете по номеру Орловой. Пять. Вы по Александрову. Шесть. Вы по Нельсину Ютусову. Четыре. Вы по Масу Эрдману. Девять. На все про все у вас час. Все проверить. Перетрести шмацием. И чтоб комар носа. Все понятно? Так точно. Вопросы есть? Нет. Приступайте. Свободны. Есть. Дневник Александрова. Смотрите. Сделай фотографические снимки. Постраничные. Ага. И на место. Надо их всех вместе накрыть. Всех в шпионскую шайку. По Эрдману и Масу работайте повнимательнее. В работе. Сценаристы первыми пойдут. Хорошо. Карги. Аккуратней тут, я на пляж. Есть. Поехали. Есть. Я вот думаю иногда, вдруг Нильсон и Арман действительно правы. Я снимаю какую-то пошлость. Пошлость? Заявлять вам об этом через два месяца после начала съемок. Осторожно. Григорий Васильевич. Посмотрите на меня. Знаете, что Аристофан сказал? Тот истинный мудрец. Кто многое сказать умеет. Коротко. И ясно. Глупцы они все. Главного не понимают. Вы в поисках жанра. Краткого и смешного. Яркого и современного. Никого не слушайте. Смело вперед. Истинный мудрец вы. Люба, откуда у вас столько силы? Вы кремень. Папа мой говорил. Я боюсь медведя. А он в тайге. Скажите, мы теперь всегда будем с вами новы? У меня в семье все новы были. И с прислугой так обращались. Вам это мешает? Нет. Просто вы уж извините, я иногда забываюсь. В кино, знаете, если порой не вернуть крепкое словцо, не гаркнуть, телега никуда не поедет. В Голливуде тоже выворачивает крепкое словцо? Еще как. Но там, знаете ли, есть понятие райдер. Условия, на которых снимается актер. За словцо иногда и засудить могут. Я еще студенткой в Кумергерском часто бывала. На репетициях. И теперь убеждена. Первый МХАТ был великим еще потому, что все, Немирович, Станиславский, актеры, все величали друг друга на вы. Знали по имени-отчеству всех рабочих сцены. Угу. Да. Григорий Васильевич. Устали все. Шумянский в Москве паникует. Смотрел материал, звонит. Ничего не понимаю, не смешно. Одни презирают жанр, другие боятся. А простролозится перед вождем. Володь, как думаешь, какая погода будет завтра? Да какая разница? Ты же сам сказал, для твоего жанра любое состояние хорошо. Коротко и смешно. Любовь, все ровно. Любовь, все ровно. Да. Один снимок разрешите. А по себе можно чуть правее? Не хочу. А что вы хотели со мной поговорить? А? Простите, я не помню, я не помню вашего имени-отчества. Сергей Автадылович. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Не я. Ты хотела со мной поговорить, красавица. Я? Да. Нет, я совершенно не хотела. А мужа сохранить хочешь? Тогда умная должна быть. Здравствуйте. О чем вы? Ну как, ну ты же не хочешь, чтобы он тебя бросил? Сына бросил, ради какой-то. Не хочешь, так и напиши. Простите, я не понимаю, кому написать, что написать? Мне, начальнику ГБУ. А ты что, не знала? Эх, женщины, женщины, женщины. Пойдемте, пойдемте. Ты главное, напиши так. Орлова, склоняясь супруга к сожительству, вела с ним контрреволюционные разговоры. У нас на Орлову материала вов. Она из этих, дворян. Кстати, сожитель австриец. Член партии национал-социалистов. А ты знаешь такую партию? Я нет. Я этим не интересуюсь совершенно. Плохо, Оля. Твое дело какое? Чтобы никакой Орловой рядом со знаменитым режиссером не было. Так? Так. Сергов Тандиус, дело в том, что мы с мужем уже все решили давно. Мы объяснились. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Дело в том, что мы развелись. Развелись. Я ничем не могу вам помочь. К сожалению, извините. Врешь. Я думал, ты умная. А ты глупенькая совсем. Извините, пожалуйста, у меня. Сын с мужем на пляж, мне нужно идти. Вот дура тупая, а. Ты умеешь кидать камень? Конечно. Тогда кидай. Дуглас! Беги вам, папа. Сынок, пойдем сфотографируемся с обезьянкой. Хочешь? Да? Хочешь? Хочешь или не хочешь? Вот так. Хочу. Иди сюда. Как спина не болит, работать сможете? Нет. Все в порядке, завтра смогу. Ушиб. Ну. И будьте аккуратней, солнце. Обгореть и будет немонтажно. Благодарю. Жаль, что мы с вами встретились при таких обстоятельствах, где я ничем не могу вам помочь. Хотя надо отдать должное, работаете вы блистательно. Не, ну поначалу была некая театральность. Угу. Спасибо Григорию Васильевичу. Все разъяснил. Это его заслуга. Спасибо вашим папе и маме. Да, он же от Бога. Как и душевная изящность. Режиссер здесь ни при чем. Вот так. Владимир Соломонович, а вам совсем расхотелось снимать эту фильму? Совсем-совсем? Фильму нет. Халтуру, да. А почему вы решили, что мы снимаем халтуру? Я большего ждал от Гриши, и не только я один. А теперь даже вы не спасете нас от надвигающейся катастрофы. Это предательство. Мы с вами меньше половины сняли, а вы выводы делаете. Предательство, Люба, это не говорить правду режиссеру. А дурной вкусом и в мелочах. В костюме, в постановке задачи, композиции кадра. И самое страшное, что это станет ведущим стилем. И все это будут пытаться повторить. Это повторить невозможно. Любовь Петровна, он переписывает сценарий на вас. Он выбрасывает Утесова. И всем понятно, почему это никто не обсуждает. Гриша, я только что разговаривала с Геладзе. Мне предложили доносить на тебя. И я отказалась. Тебе идет. Он уничтожает литературную основу, заменяю ее бессмыслицей. Как показали? Хорошо. Он выбрасывает говорильню, а оставляет поступки, действия. Даже мне. Неофиту. Понятно, что комедия, это когда смешно, а остальное в корзину. Любовь Петровна, вы работаете с Немировичем. Скажите, он может себе позволить так по-хамски уничтожать выдающегося автора? Убирать смысловую нагрузку, сюжет. Ой, Владимир Соломонович, вы Немировича не знаете. Он, если ему необходимо, может целый акт выбросить. Если это мешает сверхзадаче. А вы этого не видите. И почему-то вставляете палки в колеса. Не понимаю, почему. Александров гений. Папа, а ты, когда придешь в Москву, к нам придешь? Конечно приду. Обязательно приду, как договаривались. И мы с тобой сходим в планетарий. Давай, садись. Гриша. Да. Значит, мы с тобой решили, ты приезжаешь в Москву, разводимся, я выхожу замуж за Тенина. Да? Да. И будь осторожен, Гриша. Если такое предложили мне, представь, как они группу обрабатывают. Спасибо тебе большое. Я подъемные тут получил. Возьми. Гриша, я не за этим приезжала. Я знаю, зачем ты приезжала. Новый школьный год на носу, форма нужна. Я ему велосипед обещал. Бери. Оля. Удачи тебе. Поехали. Сына. Сына! Я! Вот тебе. Вот тебе! Вот тебе! Я никогда не ходи! Вот тебе. Вот тебе. Волчай, получай. Ой! Да снять, да снять. Так. Стоп! Ура! Куба, поздравляю с рождением эксцентричной артистки. Браво! 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 А из тебя, между прочим, Гриша, вышел замечательный бык. Хоть похищи Европу из вас бежит. Прошу к столу! Ура! Ура! Открывайте! За стол, скорей! Ну, Робертович, ты будешь милее! Коллеги, минуточку внимания! Товарищи! Друзья мои дорогие! Я хочу вас поздравить. Объект дачи Елены. Сля! Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Сергей, почему у вас посторонний на площадке, а? По-моему, это не посторонний. Главный герой. Извините, а по какому вопросу у вас? Арестовать товарища Эрдумана! Подождите, Сергей Тандилович, ошибка какая-то, наверное. Подождите, что происходит? Это казалось недоразумение. Это ошибка, да? Это у вас ошибка за ошибкой. И сплошное недоразумение, товарищ Александров. А у нас работа. Подождите, подождите! Григорий Васильевич! Сергей Тандилович, а… Дело в том, что Николай Робертович профессионал, он наш сценарист. Он пишет сценарий прямо на площадке, и мы без него не можем. Вы просто не имеете права, я его не пущу. Григорий! Снимай свое фильм, уйный рыбайся, профессионал. А в моем профессионализме в Москве разберутся. Здравствуйте, товарищи. Хорошего дня, товарищи. Работайте. Я могу хотя бы вещи взять? Веди его. Пошел. Подождите. Григорий Васильевич. Голенька, возьми. Проходим. Работайте, товарищ Утёшник, извините. Не выходит ни хера. Владимир Саламонович, где Мас? На рынке вроде был. Я его заведу, он послал. Слава Богу. В машину. На, держи. Из Адлера привез. Что теперь будет? Что теперь будет? Продолжайте в съемку, товарищи, продолжать. Ты что, серьезно? И после всего этого мы будем снимать. Будем, Людик. Будем. Товарищи, давайте работать. Готовим кадр. Готовим кадр. Все на площадку. Реквизиты. Владимир Саламонович, пойдемте. Могли помочь? Нет, ничего не нужно. Как вы? Подожди. Ну что, заходил на колхозный рынок? Заходил. А ну, разговорчики, Контра. Открываем вино, Володя. Отметим. Товарищ начальник УГПУ Сергей Автандинович, разрешите обратиться? Обращайтесь. Виды нелепости происшедшего, молодого грузинского вина выпить можно? Абхазского. Пейте. Давай, Володя, отметьим. Отметим. Не поврезгайтесь с арестантами. Как вы успели заметить, я пью только коньяк. Ваше здоровье. Держи, Володя. ОГПУ манкирует. Далеко нас везете? На поезд. В Москву. Поедете с ветерком. Да. О сущности это же должно было случиться когда-нибудь. Ты ведь это знал? Знал, Коль. В миллионах разных спален спят все люди на земле. Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле. Сейчас сочинил? Давно. А сня? Колыбельная. Придет время, детям расскажешь. Сами Хертмана с массом знавал. Быстрее гони. Ты что мне привез? Политическую конъюнктуру знаешь? Мы дружим с немцами. Плевать на этого кронмахера. Ты что, совсем дурак? Но тут возмутительные материалы. По обстановке на съемочной площадке, а также по Эрдману, по массу. Это дерьмо, а не материалы. Вы интересные эти щелкоперы, которые похабные басни про советскую власть сочиняют. Сценаристы массы и Эрдман арестованы. Эрдман с Германии не вылезал. Александров три года в Америке работал. Ты можешь поручиться, что их там не завербовали? Аршимиделя, товарищ Берия. Саур. Эту машину видишь? Я теперь член ЦК ВКПБ. Лично им назначен. А душа на Кавказе. Сколько мы с тобой эту контуру Грузии в Баку ловили? Десять лет, Лаврентий Павлович. Эх, было времечко. Вот. И теперь мы с тобой сплоховать не должны. Это буржуазные прихвостные. По ним работают. На них ищи. На съемочной площадке уже есть агент. Докладывает. Что он докладывает? То, что Александра спит с Орловой? Это вся Москва знает. Ты что? Ну, это же моральное разложение. Да пусть он там всю группу поимеет. Нам с тобой вот что приказал? Проследительно допустить нельзя, чтобы стажер Эйзенштейна контрреволюционную фильму снял. Понял, нет? Так точно, Лаврентий Павлович. Страна на 200 тысяч золотом аппаратуры накупила. И на фабрику им строят. Монтажные, залы. Иосиф Виссарионович этим выродкам зеленый свет дал. Снимайте. Вот что главное. И мы здесь подкачать не должны. Так точно, в Москве. В павильонах. Рядом непосредственно. Тишина на площадке. Мотор. Мотор идет. Спасибо. Камера. Камера идет. Сцена один, дубль один. Фонограмма. Начали. Пой, Анюта. Пой, тебе говорю. Сердце в груди Бьется, как птица Не хочешь знать, что ждет впереди И хочется счастье отодлиться Любовь нечаянно нагрянет Когда ее совсем не ждешь И каждый вечер сразу станет Удивительно хорош И ты поешь Сердце Тебе не хочется покоя Сердце Как хорошо на свете жить Сердце Как хорошо, что ты такое Спасибо, сердце Что ты умеешь Стоп, здание Простите Стоп Подними повыше Вот так Нет, еще выше Что бы на лице Любовь, что случилось? Не клеится что-то Я в гримерку пойду Девочка моя, девочка моя Вас кто-то обидел, что случилось? Ангелина пришла Про Николая Робертовича рассказывает Там, в гримерной Плачет Она у Венекидзе была Не помогает ничего Эрдман Уже не на Лубянке Его этапировали Красноярск Успокойтесь, успокойтесь Давайте отрепетируем дивортисмент Хоть что-нибудь с ней до обеда А потом будем исследовать Ольковные дела артистки Степановой Григорий Васильевич Ну, что вы такое говорите Это же ваш друг Николай Эрдман Арестован Борис Аныч Где Петро? Я здесь Посмотрите, что там по диафраге Письмо прислала ужасный Тише Да, я Любовь, ровно разжиди Чуть-чуть Извините А Гри, можно на площадку? Сейчас я покажу Ребята, а можно позже все это сделать? Давай репетируйте Володя Ангелина просит вас Меня, Утесова, всех нас помочь Вот здесь у нас кончается Любовь Петрова, правильно? Да смотри, что вы по свету Спешу сообщить вам, что я в урожене на Лубянке Меня этапировали далеко в Красноярск В Денисейске еще 250 верст Мороз стоит градусов 30 Отвечают больше Завтра буду искать новых лошадей Еду один, семь, брошенные Покинуты даже ГПУ Те от меня отказались Тут лежит некуда Пространство Немыслимое Зачем вы мне это дали? Ну, давайте Утесова попросим помочь У него на концерте в Ленинграде Сам Киров был Любочка, разрешите, я вас поправлю? Лида Подождите меня в гримёрной Спасибо Какой Киров? Он не любит Кирова Над Кировом сгущаются тучи Мне Шумяцкий сказал Все это знают Гришенька, я не могу Я не могу веселиться Тюх-тюх Надо что-то делать Что делать, Люба? Что? Когда Берзина арестовали, ты смогла что-то сделать? Мандельштам арестован Председатель ЦИК Видный деятель партии Полос Расстрелян Давайте снимать кино И через неделю показывают Черновой Матаж Шумяцком Григорий Васильевич, давайте Бориса Захаровича попросим словечко замолвить Кому? Кому ему? Снимем фильм Зададим, покажем Тогда будем ходить, просить Если будет успех, а он, клянусь вам, будет Тогда все будем делать А сейчас мы никто Никто Я кто? Я обычный актер, которому он поручил снять джаз-комедию Давайте работать Григорий Васильевич Я не могу Ну я не могу петь веселиться, когда Ваши друзья Наши друзья Маас Эрдман На краю смерти Я прошу у всех прощения Люба Пойдемте, Лида Перерыв 15 минут А почему девятка не работает? Гриша, какой 15 минут? Нам снимать надо Перерыв Там что, он просто выключен или перегорела на папе? Нет, там камеру переключили просто Здравствуйте, Линочка Здравствуйте, Григорий Васильевич Линочка, мы понимаем Произошло большое несчастье Мы все это понимаем Но что нам делать? Такие времена Вы возьмите Коля на письмо Я вам обещаю Мы с Ленин Досичем сделаем все, что возможно Все, что от нас зависит Я пойду к Шумяцкому, Бубнову Буду просить, писать письма Ходатайствовать Спасибо вам Извините Нильсон спрашивает по поводу пленки Мы будем снимать весь эпизод целиком или по частям Иначе ему нужна перезарядка на полную бобину Пусть заряжает всю бобину Передайте Хорошо Что смотрите, идите Идите! Извините 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 Так, все оставьте нас, пожалуйста Лили, перерыв Перерыв, пожалуйста Григорий Васильевич Хамство вас не красит Любочка, мы с вами это уже обсуждали Мне все равно, кто Не он, так она, не она, так они Нам надо сдать достойный материал Тогда все эти слухачи заткнутся Но тут второй режиссер точно ни при чем Люба Друзья мои, поймите одно Нам надо снять хорошую фильму И сдать ее Мне нужен успех И тогда мы можем ходить, просить Линочка Дорогая моя Поверьте, мы сделаем все, что от нас зависит Людик, мы обещаем? Обещаем А можно я у вас тут на съемках посижу? Мне домой страшно возвращаться Ну, конечно Конечно Так, друзья мои Давайте продолжать Сейчас крупные планы в ваших, Людик Потом танец втроем Давайте снимать Давайте снимать кино, да? Пойдемте, Людочка Пойдемте 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 Я не Тусьбович Я себе не представлю Что такое перекон По Красноярск Будем молиться за Коленьку И за Володеньку Но у меня такое чувство, что их уже Нет, нет, нет Пойдемте танцевать, тюх-тюх Стоп! Стоп! Несинхронно, горох! Ну что, Володь Да что, мертвые Что с ними, как вы думаете? Да живы они, живы Так Снимаем общий план этого танца Риша, давай отменим съемку Ну, не до танцев сегодня Значит так Снимаем общий план этого танца Всем, всем ясно? Пожалуйста Приготовились Тишина на площадке Начали! Стоп! Стоп! Это все в корзину, Гриш Они пляшут с каменными лицами Так, Володя Подожди, пожалуйста Так, снимаем крупный план ног С полной отдачей Вертикаль открепи Володя, вниз Все, все, все Все, все Все, так, крепи Спасибо Да Камера Секунду, Гриш Да Камера идет Сцены 70, дубль 3 Монограмма, пожалуйста Монограмма пошла Начали! В полную силу! Азарт! Огонь назад! Огонь! Азартные! Веселее! Ногие! Азартные! Стоп! Сейчас, Руд, неплохо Ну, что, неплохо, ты сам не видел, что ли? Все в корзину, Гриша, все в корзину Группа, объявляется обед Группа, объявляется обед Группа, приготовились к съемке Снимаем эпизод с самого начала Стоп, стоп, никто не расходится Обед будет позже Приготовились к съемке Камера! Камера идет Сцены 70, дубль 5 Монограмма, пожалуйста Начали! Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх Выглянулся и увидел красоту Тюх-тюх-тюх-тюх Разгорелся наш утюг Каждый может ошибиться От льви мы мучимся Огонь! Недавно говорится на ошибках Учимся Тюх-тюх-тюх-тюх Разгорелся наш утюг Не ревную я к другой Да это переменится Все равно будет мой Да никуда не тянется Веселение! Спасибо Не знаю, как вам мне Не нравится Что тебе не нравится, Лёдик? Я себе не нравлюсь Вздор какой-то, чушь Стоп! Остановите пленку Гриша, пойми Это начало фильма Ты придумал роскошный проход А я дураком каким-то выгляжу Лёдик, тебе песня раньше нравилась Все нравилось Что случилось? Да, посмотрел и Нет, не подходит Гражданка корова Уважаемый бугай Что это за стихи? Кто их написал? Здрасте, приехали Друг твой написал Семён Кирсанов Сам же эти стихи прославлял Любовь, любовь, золотая озорница В тебе и счастье, и боль, и беда И не уйти от себя Не укрыться Не убежать, не зарыться Никуда Да, по-моему, прекрасные стихи Все, хватит Прославлял, прославлял А теперь нет, нет и нет Это стихи для салона Барышням при свечах читать Это хорошие стихи Их утвердил главлит Что ты сейчас устраиваешь? Риша, ну какой я пастух раз такое пою Да даже дело не в этом Вначале должен быть экстаз Холка на загривка дыбом должна встать Вот как я начинаю музыкальную программу Я даю первую бойную песню Но такую, чтоб сал встал Выть начал, стулья ломать И тогда, зритель мой, вот что такое начало Хорошо Давайте Втыкайте в эту музыку, в эту артикуляцию Совершенно другие слова, только предупреждаю сразу Монтаж я менять не буду А мы попробуем И пробуйте Попробуем Исаак, что ты сидишь? Пошли Нет, я понимаю, но кто поэт? Кто поэт? Кто поэт? Кто поэт? Кто поэт? Вася! Лебедев Хумач Первостатейный поэт Такую сатиру для крокодилов пишет Молот, огонь в глазах Талант умопомрачительный Помопомрачительный Денег на умопомрачительный талант не отдам Перемонтаж за свой счет Хорошо Я заплачу Пошли, Дуня Пошли Ну рассказывайте, зачем вы меня сюда привезли? Сейчас все узнаете и увидите и поймете сами Да Ой Здрасте Здрасте Хорошо Хорошо Мы к кому пришли? К себе Мы везде окружены людьми Дома мама А я хочу быть вдвоем Наедине Проходите А что, мы каждый день сюда будем приходить? После работы? Ни в коем случае Иногда Хорошо Будет у нас такой праздник День любви Чересчур сентиментально Вы не любите сентиментальности, я знаю Я вас люблю Орлова Любовь Арх Орлова Артистка. И Александров режиссер. Номер снят Орловой на три дня. Переночевать. Им что негде? Небось квартиры имеют. Я почем знаю. Алло, барышня. Будьте добры, соедините меня. 4-33-36. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я могу услышать Любовь Петровну Орлову? Любовь Петровна не может подойти. Они с Григорием Васильевичем уехали на выступление. А куда, не подскажете? Где-то в Подмосковье. А вернуться когда? Сказали, через 3 дня вернуться. До свидания. Ничего не понимаю. Какой, говоришь, номер? 214-й. Вы сняли необыкновенный фильм. Вас ждет немыслимый успех. Я вас кое о чем попрошу, а вы мне не откажете. Любовь моя, я у ваших ног. Просите все, что хотите. Вы развелись. Да, я свободен. И мы идем в церковь венчаться. Любочка, я с 20 лет окольцован. Дайте мне хоть немного, побудь свободным. Такой мужчина, как вы, должны быть в женской клетке всю жизнь. Времена, знаете, какие? Времена всегда такие. С Богом не пропадем. Он все видит. Бог во все времена. Лепко на сердце песни веселой, Она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, И любят песню большие города. Там песня строить и жить помогает, Она как друг и зовет, и венет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет. А, вот, теперь это песня. Да, Дуня? Согласен, но по артикуляции может не совпасть. А с монтажом пускай горячится режиссер. Откажется? Заберу песню себе. Буду петь на концертах. Ну, от такой аранжеротки, Только сумасшедший откажется. Ну, ну, спасибо за слова. Спасибо, дорогой. Ты, Гений. Гений. Пожалуйста. Александров и Нильсон обалдеют от песни. Ледик. Что? Спасибо в карман. Не положишь. Что ты имеешь в виду? Исак Усич, самое главное, Что песня-то получилась. Вот, золотые слова. Песня получилась. А ты деньги. Ну, шо ты как? Ты всю жизнь прожил в коммуналке. Дают, бери, бьют, беги. Шо ты мелишь вот это? Ледик. Дают, бери, беги, дают. Ерунда какая-то. Люду молчить. Дома забыл, наверное. А, нашел. Деньги. Деньги. Да, знаю. Глянь. Василий Иванович, держи. Это хорошие, хорошие деньги. Все. Огромное вам спасибо. Да не за что. Так. Так куда ты лезешь? Последнее, а то выскрести. Все, что у меня есть. Вот, вот. Мелочь отдаю. Держите. Все. Пусто. Видишь? Вот. Мог бы ты получить. Да. Но, калитар. По миру готов пустить. А? Шо ты нам сказал? Матом, небось, прикрыл. Нет, нет, нет. Ваша щедрость не имеет предела. А, слушай, что человек говорит. Нет, у меня предела в щедрости. Люди к тебе вернут. Гриша обещал. Я сам слышал. Ага, вернут они. Александров и Нильсон. Такое нам придумывали по Диснею. Шо перерасход. На перезапись нас скрести не можем. Саша, деньги за студию завтра занесу. Моя кассета, да? Нет, завтра не верну. Завтра у меня концерт. Ну, нету. Все обобрали, как липку. Ладно. Ты деньги за песню получил. За песню. Все, идем в националь. Я столик уже заказал. На веранде гулять будем. Нет, нет. Он заказывает, плачу я. Дунечка, не будь жадиной. Я плачу. Ты хороший еврейский мальчик. Ой, ежи, не спаслайтеся им любови, совершений, мирней и помощи. Господу помолимся. Имеешь ли, Григорий, произволение благое и непринужденное взять себе в жены сию любовь, что видишь здесь пред тобою? Да. Имеешь ли любовь, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль взять себе в мужья сиго Григория, что видишь здесь пред тобою? Да. Славою и честью венчаю я. Муж, поцелуйте теперь свою жену. И вы, жена, поцелуйте своего мужа. Теперь с нами ничего не случится. Товарищи, здравствуй, товарищ. Здравствуйте. Присаживайтесь, Андрей Сергеевич. Товарищи, прошу высказываться о фильме, джаз-комедии, который снял товарищ Александров. Пожалуйста. Ну что сказать, конечно, все это немножко не наше. Дайте героям иностранные имена, Джон, Мэри, получится банальная американская комедия. А вот так вот в целом очень любопытно. А какую социальную нагрузку несет картина? Режиссер снял с себя идеологическую задачу? Товарищи, в последнее время среди людей, кому партия доверила осуществлять художественную политику, развелось многочисленное племя адептов культивирования, развлекательства и смехотворства. Товарищ Бубнов, ждем вашего мнения. У меня сложилось совершенно четкое и определенное мнение. Фильм хулиганский и контрреволюционный. Согласны с вами, Андрей Сергеевич, такое впечатление, будто на кинофабрику ночью пробрались буржуазные режиссеры и тайком в советских декорациях сняли гнусную пошлость. Вопрос Александрову. Объясните, какую проблему вы хотели решить своей картиной? Я хотел решить проблему смеха. Ну что вы ерничаете? Вас серьезно спрашивают. Я вам серьезно отвечаю, товарищи. Нам очень хотелось решить непростую проблему смеха. И мне кажется, нам это удалось. А вот знаете, не надо обобщать. Режиссер вы и отвечать вам. А может мы предоставим решить все-таки зрителю? В комедии все же очень просто. Хорошо зритель смеется, плохо зритель не смеется. Давайте попробуем на зрителя. Зрители неподопытные кролики, Александров. Показывать им безидейную, бесполезную, да что там просто вредную картину, это преступление. Да. То, что вы натворили, не поддается описанию. Вы вредитель. Между тем, хочу напомнить, что заявил Владимир Ильич Ленин. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И цирк. А при чем здесь цирк? Как при чем? Ленин говорил. Кино и цирк. Какой цирк? Я вас спрашиваю. Вы спрашиваете, я вам отвечаю. Пока народ безграмотен, важнейшим из искусств для нас являются кино и цирк. Полное собрание сочинений. Ленин. Из беседы Ильича с товарищем Луначарским. Товарищ Александров беспартийный? Да. Я из... Попутчиков. Так вот, беспартийный попутчик. Здесь вам не цирк. Несите возмутительное поведение режиссера в протокол. Фильм джаз-комедия не может быть разрешен к показу. Так и запишите. До свидания, товарищи. До свидания. До свидания. До свидания. Лепко на сердце от песни веселой Она скучать не дает никогда И любят песню деревни и села И любят песню большие города Там песня строить и жить помогает Она как друг и зовет, и ведет И тот, кто с песней по жизни шагает Тот никогда и нигде не пропадет Легко на сердце от песни веселой Так кто ж такой написал? Лебедев Кумач. Молодой поэт. Сатирик, драматург на аллахформу. Легко пишет сатирик Легко, легко И любят песни в деревне и села Слово сыплется, как горох Бездумно так, легко, как-то глуповато Сейчас она в самый раз Так ведь министр? Пожалуй, да Санта, веруешь во все это? Что нам песни строить помогает и ведет И ведет нас к счастью, борьба и труда Да, верю Не уверенно отвечаешь, министр Не уверен Ты в церковь пойди, глянь, как веруют Как лбы трещат от поклонов Алексей Алексеевич Вы б замолвили словечко Сталину Александру спасать надо Ярлыки ведь клеят Капиталистическая пропаганда Мещанство Бог знает что Министр госбезопасности Ягода Фильм затребовал к себе А там, глядишь и... А сам то что? Запишись на прием Иосиф Писаренович, Возь пролетариата Ты пролетариат от культуры Ты борись, борись Ты же министр Боишься его Что ж вы друг друга боитесь Пролетарии Вам Ленин путь указал Сухрукий туда же машет Да, спровадил На тот свет Вот у него ручка-то и цохла Да у нас спросить тебя хочу Шумянский Борис Захарович Что же это мы за государство Такое строим Коли друг другу Правду сказать боимся Не проторенной дорогой идем Алексей Максимович Не проторенной На ошибках учимся И про ошибки-то тут не очень Вон, сына моего видел с мотоциклом? Зиновия? Видел В ГПУ, слава И на меня доносит Да что вы такое говорите Алексей Максимович Кому? Да тому же Ягоди А тот этому Рыжему и сухорокому Родной сын? Приемный он Приемный Родной помер Я вчера на кладбище К нему ходил Поплакал на могилке Простился Помру уже скоро Помру Точно смотреть Как нам песни строить И жизнь помогает Точно Ко мне же сюда никого Не пускают Знаешь Готовят для меня Вот дельно Подают А сами не едят Как вот этот вот Безозвестный Пролетарский писатель Революционер Здесь поселился Мне все хуже Да хуже Ни на шаг От меня не отходит Конфетами Печкает Вот так-то вот Нарком А конфеты вкусные Швейцарские Ты Угощайся Я Благодарю Не ем сладкого Вот ровица боишься А я вот не боюсь Я эту сволочь Хорошо знаю Они ежели не пристрелят Так утраят А не утраят Так то Бориком В государстве Рубочих И крестьян Все средства Хорошие Ступай Министр Ступай Алексей Максимович Приобой придет Замолвлю про ребят Словечку Помогу Уставь Кэген Мы можем Дети И остра Как дети Среди Утворных Каких Друга Ведь мы Такими Родились В посвете Что не сдаемся Нигде И никогда Если после просмотра закурить трубку и носом на счет вот так водить посадить, то, что это странно. Трубодел. Ты и молчи. Я начну петь соловьем. Я ничего не помню. Я 25 лет его знаю. Слушай, запоминай. Если спросят, а что думают товарищи, выслушай бред товарищей, а потом скажи, монтаж, мол, еще не окончательный. Есть над чем поработать. Доведу, отшлифую, короче, исправлю все ошибки. Да какие ошибки? Монтаж окончательный. Послушай ты старого Рэбе. Когда смотрит он, монтаж всегда не окончательный. И третий вариант. Если просто закурит, никого ни о чем не спросят. С тебя Рагви. Фильма принята. Только молчи, понял? Да понял я, Борис Захарович. Не тупой. ПОЮТ 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 П Как будто в отпуске побывал. Вот это настоящий кинематограф. Это кто ж тут не хочет пускать такую камелию рабочим и колхозникам? Товарищ старин, идиот. Это ты, товарищ Шумяцкий? Товарищ старин, я всецелый за то, чтобы фильма немедленно пришла к зрителю. Вот и пусть идёт. Немедленно. Э, что скажет режиссёр? Я ещё дорабатываю фильмы, товарищ Сталин. И вот что я думаю. Вы знаете, в финале есть кое-какие просчёты. Вот только сейчас заметил. Понимаете, когда один смотришь, это как бы одно, да? Но в вашем присутствии, товарищ Сталин, получается, смотришь вашими глазами. И гора, просто огромная гора ошибок. И в финале фильма, и в темпоритме, и в монтаже, с вашего позволения. Товарищ Сталин, разрешите поработать ещё. Доведу, отшлифую, исправлю всё. Всё, Борис, что он несёт, а? Молодой режиссёр, Иосиф Сергеевич. Первая картина, он устал, переработался. Ну, тогда отнимите у него картину. Да. А то, что вы не видите, он сейчас побежит и всё испортит нам. Конечно, вижу, товарищ Сталин. Отнимем? Эй, комедиограф, я слышал, ты хочешь изменить название? Да, товарищ Сталин. Весёлые ребята. Весёлые ребята. Весёлые ребята. А как было? Корой Веджас, товарищ Сталин. Ага-га. Весёлые ребята. Лучше. Пусть. Пусть остаётся. Что скажешь, Шумяцкий? Полностью согласен, товарищ Сталин. Название жизнеутверждающее. А какая артистка играет главную роль. Как фамилия? Любовь Орлова, товарищ Сталин. Большое вам спасибо за высокую оценку нашего труда, товарищ Сталин. Я слышал, она ваша жена. Или не жена? Жена, товарищ Сталин. Ну и хорошо. Ну что, товарищи, получили заряд бодрости, а теперь пойдём работать. Легко на сердце от песни весёлой. Точно жена? А другая жена куда делась? Вы развелись с Ольгой, товарищ Беря. Вы что, не знаете? Мы не знаем. Она через неделю с Сталином в ЗАГС побежала, а ты с Орловой. Подвинется. Молодец. Как мужчина поступил. Хвалю. Мог бы, конечно, и меня позвать. Венцы подержат. А что, мы со своей Ниной в церкви венчались и не скрываем этого? Ладно. Не переживай, а? Никому. Теперь важно. Политически ссыльный сценаристом быть не может. Титры надо поправлять. Эрдман сейчас в колене. Вот, давай, решай вопрос. Подождите. Мы же с Утёсовым писали письмо на имя Сталина. Вы его передали? Не время сейчас. И ты не фигуру, чтоб просить. А у Утёсов? А у Утёсов тем более. Слишком много славы у Лёни. А Кубов всегда был очень внимателен. Чужой славе. А где письмо? Письмо у меня в столе. Хочешь передать? Не бассейнке шапка. Значит, езжай к Эрдману, обсуди с ним всё. Он умный. Поймёт. Простите, пожалуйста, а где здесь пятый дом? Между третьим и седьмым. Какому быть? Не знаю. К пятому. Головой надо думать, ежели она есть. Понятно. Может, лучше таблички повесить? Умный. Из Москвы ечай. Замерство видно, к Крабертичу приехали. А где он? Вон, за углом дверь. Идите. Он дома. С утра строчит. Утра строчит. Что? Ну, здравствуй, Коля. Вот я к тебе и приехал. Обосновался ты тут капитально. Как видишь, минус шесть получил и радуюсь, что живой. Что такое минус шесть? Ты догадайся, с трёх раз. Не хватает фантазии. Не имею права жить в больших городах, как Москва, Ленинград, Киев, Италия по списку. Мат тебе, Эрдман. Ну и где пребывал всё это время? Во глубине сибирских руд. Зимой чудом не помер, Станиславский хлопотал, перевели в Томск. Сделал инсценировку матери в местном театре Горького. На хлеб с маслом хватало. Мира Хольтшуму подарил. Очень помогла. А от тебя, Гриша, не строчки. Много работы. Фильм доснимал. Сдавал. Ну что? Как живёшь, Коля? Живу, как видишь. Жаль, не Марсель Пруст. Ну что? Давай за фильм. Кажется, получилось. Сталину нравится. Очень. Вот, готовлю прокат. А что, Марсель Пруст не понял? Не умею писать про запахи. Одного дерьма хватило бы томов на сто. Ну что, с чем приехал, Гриш? Шумяцкий послал. Догадываешься, зачем? Пребываю в недоумении. А, титры. Да. Ну, от Бориса Захаровича я другого и не ожидал, а вот от тебя... А иначе фильма не выйдет. Коля. Ты глаза-то подними. В стороне стукачей подлецов по-другому быть им должно. Не так ли, Гриш? Послушай. Послушай, ты что думаешь, на меня у них нету? А на Любу тем более. Одно и происхождение чего стоит. Ты пойми, для тебя же будет лучшее, если в титрах любимой комедии вождя не будет твоей фамилии. Ты с этим-то приехал, великий комедиограф. Ну, вот представь, братья Гонкур приходят Джуль к Эдмону и говорят, брат мой Эдмон, ты свою фамилию снимаешь, роман выходит под моим именем. Гордыня! Вот это все твоя гордыня! Сам под монастырь и картину туда же, да? Нечего было лишнее болтать. В нашей стране, что не скажу все лишнее. А слушай, перестань, перестань! Ладно, Качалов с пьяну твоей басни на Криверском приеме читал, но ты-то, ты-то зачем на юге? Потом еще откровенчил. С кем? С ГПУшником. О том, что он ГПУшник, это я узнал от тебя за столом. А ты-то откуда про это знал? А может, ты с ними сотрудничаешь? А? Что? Что ты сказал? Ну, повтори, что ты сказал! Возьми свои слова обратно! А это что еще такое? Да погоди, дай сюда. В этой стране ГПУ. Видишь? Миша, запомни, ГПУ пишется с большой буквы и другим грамотеем передай. Да к нам грамотность ни к чему. Ступай, Миша. Позже зайдешь, подправим бумагу, когда он уедет. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю. Все, подпишу, езжай. Тут один поезд опоздаешь. Министру кемиотографии Шумяцкому БЗ. Я, Эрдон Николай, отказываюсь. Ай, Коля, 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 Коля. Да перестань ты. Не спеши. Да не гони ты лошадей. Я же тебе новый сюжет хочу предложить, Коль. Я серьезно? У нас с тобой один сюжет. Гориша. Ты вверх, я вниз. Не о чем нам с тобой разговаривать. Комедиограф. Письмо Степановой передашь? Вот. По поводу титров. Отказ. Спать крепко будешь после этого. Ты помнишь 74-й афоризм Козьмы Прудкова? Единожды солгавшие, кто тебе поверит? Рыстцой, Рыстцой, Гриша, в историю опоздаешь. Рыстцой, Рыстцой, Гриша, в историю опоздаешь. Привет, привет. Привет, привет. Ты что? На счастье. Везунчик ты, Гришка. Говорят, Сталин до слез хохотал. Поздравляю. Ты в случае. Ну да, ну да. Сам-то смотрел? Смотрел. Ну. Набор трюков. Ни сюжета, ни мыслей, ни композиций. Жанр называется пердуха. Спасибо, Вань, на добром слове. Что, совсем сапорхой? Да ужасно. По-моему. Един тоже так считает. Вот старик так считает, имеет право, Ван. А ты нет. Вот как? Это почему-то. А помнишь, мы с тобой молодыми артистами у него в немой фильме в «Мудреце» вели? Ну, помню, конечно. Так вот, мы с его стола до сих пор кормимся. А новый жанр создавать, Ваня, ой, как тяжело. А тем более смешать. Ты создал новый жанр? Да что ты создал? Ты в Америке комедии насмотрелся и передрал. Да будет тебе известно, мой друг, что когда я приехал в Голливуд, там звуковых фильмов помини не было. Одни немые. Мы с Нильсиным все на площадке заново придумываем. И живой звук пишем. Ну вот. Что вот? Так Ейзен говорит, звук того как раз из-за пароля. Так вот, поди и попробуй. Сделай лучше. Да и сделаю настоящую комедию. Увидишь. Ваня, зависть смертный грех. Нашелся, богомолец. Только завтра. Завтра в два часа. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Что, как голый зад при Луне светишься? Ага. Закончил? Угу. Угу. Вот. Поздравьте, учитель. Монтаж мой оставил? То, что я тебе помогал. Ваш, конечно. Спасибо. Рекламу как в Голливуде делаешь? Все, как вы учили, мастер. Так. Вот реклама. Денежки получил? Тратишь вовсю? Сколько я тебе эскизы в прошлом году сделал? Эм, десять. Запамятовал. Но они не все подошли. Да не рассказывай мне сказок. Шумяцкий мне все доложил. Мои эскизы при сдаче проекта были чуть ли не главными. Позолоти ручку. Сколько желаете. Как договаривались, по четвертаку за эскиз. Сколько? Фух. Сколько? Я в простое, денег нет. Ты только что из кассы половину ты отдал. Позолоти ручку. Пожалуйста. Как вам фильм? Да не мучь ты меня. Плохая фильма. Ужасная. Ну, успех иметь будет. Ну, почему плохая-то, почему? Не надо тебе, Гриша, этим заниматься. Кровавое-то дело. И не потому что, не потому что бескусица. Мозгов. Мозгов не хватает. Ты только не обижайся. А так все нормально. Трюки проснял. Ритм есть. Забористо. Актриска не дурна. Ну, очень на Марлен Дитрих похожа. Что уж так, совсем не понравилось? Я вам не верю, Сергей Михайлович. Совсем. Главный недостаток. Масштаба нет. Вся охвата. Так, ребятки. Да, Сергей Михайлович. Забираем эскизы. Только осторожнее смотрите, чтобы не отвалились. Верем. Будешь же дальше смехотворничать. Найди глобальный сюжет. Тотальный. Просто так не смеши. Противно. Мелко. Учитель, вы в комиссии по отбору на международные фестивали. Не могли бы… Изключено! Ребята! Скамейку забирайте. Ставьте под холст. Ассонизатором не работаю. Дерьмо за границу не вывожу. Ну что ж, спасибо на добром слове. Тогда это вам. На память. Дорогому учителю, учившему меня другому. Угу. Это точно. Без вкусицы я тебя не учил. Ребята, конфеты будете? Ребята, конфеты будете? Добрый день. Здравствуйте. Товарищ Александров. М? Да я вас жду-жду. Здравствуйте, Григорий Александрович. Здравствуйте. Добрый день. У кабинета. А вас нет. Меня нет. Что-то случилось? Никогда он меня не простит, что я от него ушел. Никогда. Кто он? Эйзин. Здравствуйте. Доброго дня вам. Он еще не знает, что Сталин лично приказал вести мой фильм на фестиваль в Венеции. Я поеду, возьму первый приз и буду первым. Любимый мой человек, это зависть. Зависть. Любой бы на его месте радовался успехам ученика. Слышите? Любой, но не он. Он Солнце, а мы все планеты должны вокруг него вращаться. Здрасте. Любой, он гений, это факт неоспоримый, все ясно. Но в одном он прав. Но и звезда. Так, а ну-ка идемте ко мне в кабинет. Идемте, идемте. Входите, входите. Рекламная кампания. Все как в Голливуде. Все. Идите сюда. Конфеты, папиросы, открытки, спички. Все. Спички? Конечно, спички. Об этом должны знать все. Все, все. Должны видеть ваше изумительное лицо. Ваше прекрасное лицо. Сделали это. Сделали. Знаете, зачем пошел к нему? Чтобы увидеть его глаза. Завясть. Нет. Нет. Он понял, что я смог без него. И сделал. А он так никогда не сможет. Обожаю вас. Лепнина какая красивая. Это кто что-то раньше жил-то, а? Кто-то жил. Не ту жил. Иных уж нет, другие странствуют далече. Ребятки. А? Это восьмая? Да, восьмая. А вы куды? Хозяина еще нет. Да вот хозяин перед вами. Ну что, хозяин, принимай квартиру. И жену зови. Заслужили. Подождите. Это, это что, круговая планировка что здесь получается? Потрясающе. Дом-то старинный. Ты в таких небось не жил? Нет. Не жил. Никогда. Ну вот живи. Живи и твори. На лестницу выйдешь, к ней Перчехову встретишь. Москвина. Нравится? Хоромы. А в соседнем подъезде тоже ремонт идет, Владимир Иванович. Немирович Данченко переезжает. Да. Вот ты, значит, какая золотая клетка. Да? Вот так вот она и выглядит. А не нравится? Не бери. Почему? Нравится? Нравится? Нравится. Да. Вон там телефон. На нем кнопка. Специальная. Нажмешь ее, тебя соединят со мной. Твоим министром. Гудит. За кроматы открывай. А. Это завсегда, Борис Захарович. И он рядом. Будете в Кремль пешком ходить. Ну, а что, Борис Захарович, тогда давайте за него и выпьем. Я так понимаю, что это он все это выстроил. За него мы всегда выпьем. За тебя. Ты ж, Гриша, как соловей поешь. Легко, бездумно. Храни тебя Господь так петь до конца дней твоих. Давай. Пей, да дело разумей. И еще кое-что. Тебе же еще машину полагается. С водителем. Смотри сюда. Открытый счет. В сберегательном банке. Бери сколько хочешь. Только с умом и без алчности. Владей. Спасибо. Так, Гриша, значит мы за прошлые успехи выпили, давай теперь выпьем за будущее. Борис Захарович, за будущее вроде не пьют. А мы выпьем, мы выпьем. Нам ли стоять на месте в своих дерзаниях? Гриша, тебе бы о новой картине подумать. Вот так сразу вы мне дадите? Так сразу дам. У меня в отношении тебя большие планы. Мы, Гриша, будем строить советский Голливуд. Голливуд? В прямом смысле. На, и читай. Что это? Пьеса Ильфа Петрова. Под куполом цирка называется, по-моему. Очень неплохая основа для фильма. Поизручай. Товарищи, тут вот радиоточка полагается. Куды ставить? Куды ставить? Пожалуйста, вот сюда на подоконник. Ага. Ну иди, смотри. С длительностью и своей революционной решительностью возместить эту тяжелую потерю. Мы знаем, сопывающим ленинградцам, особенно тяжко потеря Кирова, ибо они работали каждодневно под его руководством. Мы знаем, что Киров сделал для Ленинграда. Мы знаем, что Киров твоей работой обеспечил расцвет и города Ленинграда, и ленинградской промышленности. Фридор Мисеевна, Шумянский. Да. Что случилось? Когда? Понятно. Я выезжаю. Кирова застрелили. Сегодня в Ленинграде. Застрелили? И что это значит? Налей. Он говорил о борьбе, он говорил о грядушке и победе коммунизма. Это значит, что он плохо. Очень плохо. А теперь главный тост. Чтоб ему сто лет жить. Двести. За него. За него. Прекратила жизнь этого великого бойца. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сегодня. В этот траурный для всей страны день. Когда подлые наймиты застрелили товарища Кирова. Я. Любовь Орлова. Хочу сказать от имени всей советской интеллигенции. Я счастлива. Что живу в стране, где слово труд равносильно слову счастье. Врагам Отечества. Не удастся сломить нас. Под чутким руководством великого Сталина. На это подлое убийство. Мы. Интеллигенция. Откликнемся доблестным трудом. Новыми книгами. Спектаклями. И фильмами. Вместе с рабочими и крестьянами. Мы будем еще яростней строить социализм. Выращивать хлеб. Поднимать заводы. Возводить плотины. Партия. Правительство. И лично товарищ Сталин. Уделяют огромное внимание советской интеллигенции. И мы оправдаем это высокое доверие. Да здравствует наш советский народ. Да здравствует великий Сталин. Стоп. Спасибо, Любовь Петровна. Замечательно. Скажите, а вы с товарищем Сталином знакомы? Нет. Ну так познакомитесь, я уверена. А правду ли говорят, что жена товарища Сталина? Не знаю. Спасибо. Было очень приятно с вами поработать. Выражаю вам свое соболезнование. Взаимно. До свидания. До свидания. Благодарю. Спасибо. Кстати, а где мама? У Ноны сестра с мужем решили угол снимать. Она что, Евгения Николаевна даже в дом не ночевала? Нет, она утром ушла. Ребенок. Надо помогать. Любочка, вы только поймите, я совсем не против, чтобы они жили вместе с нами. Ну, она против. Ну почему? Я разберусь. И не переживайте, но только одно. Мама будет жить с нами. Вы согласны? Конечно, согласен. Ну, какие разговоры? Конечно, согласен. Кстати, вы знаете, кто приезжает к нам жить в соседний подъезд? Кто? Владимир Иванович Немирович Данченко. Могла ли я мечтать? Буду жить рядом с мастером. Я боюсь, Григорий Васильевич. Как-то сразу все на нас свалилось и… Как бы однажды не пришли и не отобрали все. Люба, 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 что у вас за мысли такие? Я все детство с ними провела. Когда отца каждая вша в землю втаптывала. Доброе утро. Доброе утро. Газета, Григорий Васильевич. Благодарю. Любовь Петровна, будут еще указания? Нет, спасибо. Вы отдыхайте. Нас с Дунаевским обвиняют в плагиате. Единственное, что есть хорошего в фильме «Веселые ребята» — это музыка. И что же мы видим в недавно привезенном в СССР американском фильме «Вива Вилья»? Мексиканские крестьяне поют марш веселых ребят. Интересное кино получается. Разрешите? Понимаете, чем теперь это обернется? Чем? Сталин запретит к показу нашу фильму. Теперь послушаем товарища Кирсанова. Автора стихов для марша «Веселых ребят». Пожалуйста. Борис Захарович, товарищ Кирсанов не является автором стихов к маршу. Я заменил его текст. Ну, вот. Давайте разберемся, по какой причине Александров отказался от стихов товарища Кирсанова. Процесс, в общем-то, творческий. Товарищи. Товарищ Александров требовал от меня полностью аполитичного текста. И я его написал, но мне это не удалось до конца. Ну, вот. Я советский поэт и не могу быть аполитичным. Пожалуйста, ближе к сути. Вы хотели высказаться по поводу плагиата музыки? Да. Товарищ Александров ставил мне пластинку с записями мексиканских мелодий, которые, как он сказал, должны были стать основой песен, которые писал товарищ Дунаевский. Где плагиат? Я отталкивался от народного мексиканского мелоса в силу его живости и доходчивости. Но я использовал двухтактный оборот, а там… Товарищ Дунаевский, вы нас не путайте. Мелос, объясните, почему музыка из советского фильма похожа на музыку из буржуазного американского кино под названием «Вива Вилья». А по-моему, это банальное воровство. Кто за это ответит? Я на это вам отвечу. Я! Да будет вам известно, что когда мы начали снимать этот фильм, в «Вива Вилья» еще никакого в помине не было. Вот, слушайте. И си Аделита quisера сер ми новяя, и си Аделита фуэра ми муя, рэй компра риа он вестидо деда, на арбар лавард в байлар аль квартэль, и сяека суму вэраа он кампая, и мигата верлова на сепутаа, Адлита, пор дёс, те лоруэго, Вот, народная музыка. А у меня двух так, наоборот. Народная мексиканская музыка, понимаете? Народная. Значит, ничья. Я с таким же успехом могу критиковать американских кинематографистов за то, что они используют нашу музыку. Ну, неужели это непонятно? Так, стоп, 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 стоп. Вы успокойтесь. И положите инструмент. Пожалуйста. Это понятно. Понятно? Я требую извинений за нанесённые нам с Исаком Осичем оскорбления. Даже так? Борис Захарович, не много ли позволяют себе ваши беспартийные попутчики, великие режиссёры. Я убеждена. Весёлые ребята немедленно должны быть вышвырнуты с экрана. Перерыв. Ждём товарищей из литературной газеты и поэта Безыменского ждём. Товарищ Александров, можно вас попросить выйти? Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я выезжаю Как? Аккуратнее, пожалуйста Подожди, мы же договорились Вместе жить, места полно Люба, да прилепится жена к мужу своему Ничего я не понимаю У вас же там теснотища И соседи, ребенок Вышла замуж, заводи свой очаг И потом Сережа, это ваша звездность тоже Претит, он человек у меня скромный Пожалуйста, аккуратнее Хорошо, хорошо Вы не волновайтесь Так все стремительно Не посоветовалась Можно подумать, вы со мной очень много советуетесь Не замечала И маму я потом тоже заберу Ну как? Мы же участок купили во Внуково с Гришей Мы же собираемся дачу строить И там всем места хватит Да места и здесь полно Только ты, не посоветовавшись со мной Приглашаешь кухарку, прачку Ну а мне что делать? Грязью зарасти? Я не успеваю Ты у нас везде хозяйка Барыня На маму вон покрикиваешь Я? Парыня Не замечала А ты замечай Вот скажи мне, мне что, мама заставит на нас работать? Полы мыть, да? Я за съемок до дому еле доползаю Вот я и говорю Пусть вас обслуживают эти кухарки, прачки Нам, Сережа, этого не нужно Мы служащие И все из этого вытекающее К тому же я беременна Как? Вторым Ой, Господи Я так за тебя счастлива Милая Жить будем рядом Видеться, я надеюсь Часто Все погрузили? Погрузили, ага Поехали 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 Выглядываю в дверь Как мышка-нарушка Ушел, не ушел А это что? Вы тоже собираетесь? Мама Ну куда? Зачем? Ну не помогать надо У нее скоро второй родится Где вы там собираетесь жить? На двадцати метрах? Не пущу Вас раздражает, что ваша комната рядом с домработницей, да? Хорошо Пусть у вас будет две комнаты Вот эти Ты становишься излишней категоричной, Люба Ты становишься излишней категоричной, Люба Изменилась ты Изменилась ты Мама Не уходите Я вас очень прошу К Нуне, можно хотите отсюда помогать? Благодарю Договорились По-моему, ты ослепительна, Любочка Ничего, что я так фамильярна Какие могут быть церемонии, Надежда Петровна? Вся наша семья с самого моего детства у вас обшивается Ну, сейчас ты у нас лучезарная звезда Впрочем, ты всегда такой была И до большевиков, и после Все дети за тобой с раннего детства Горьбой бегали Снимай Завтра заберешь И куда в нем? В Кремль В Кремль Не коротковато ли? Это еще, если позовут Ну, почему же не позовут? У Гриши неприятность Спасибо Если, Любочка, ты рядом с Гришей Никакие неприятности ему не грозят Ну, ты же Колдунья Новорожишь Наколдуешь Даша Там такие вурдалаки Особенно не новорожишь Здрасте, Любовь Петровна Здравствуйте Вот это что? К завтрашнему дню отпарить? Хорошо Загрызут Ноги бы унести Зачем? В Кремль же Я поехал на сны И пришлось Заград Сюхпейс Здравствуйте 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 Я очень рада Проходите к нам Роскошный стол Угощайтесь Спасибо Здравствуйте 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 Я работаю Часто Видеться будем Позвольте представить вам Моя жена Орлова Любовь Петровна Обидел ты меня Александров Не дал венцы подержать С венчанием Красавица Я могила Зуб дают Никто не узнает Кстати Я слышал У тебя и записаны неприятности Ну это какое-то недоразумение Валентий Павлович Мы с Данаевским Иосиф Бессаренец сказал Фильму Где играет Орлова Запрещать нельзя А желание вождя Для нас Приказ Я и спасибо Скажи Артишка Орлова Здесь Здесь, товарищ Сталин Простите меня, Любочка За все это хамство Наплевать, Григорий Васильевич Вы такую фильмы сняли Что у многих Забу дыхание перехватило И врагов теперь может быть Вагон и маленькая тележка Прятка Не вижу Пришли вовремя С мужем вместе Александровым Григорием Васильевичем Муж, муж Муж объелся груш Открывай Ну что, не сильно вас Лаврентий Павлович замучил Здравствуйте Сталин 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 Спасибо 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 Все, хватит Спасибо, все, хватит Товарищи Спасибо Что пришли Хорошо отдохнем Продолжайте Товарищи Выпивайте Беседуйте Закусывайте Продолжайте Здравствуйте Любовь Петровна Здравствуйте Иосиф Виссарионович Вы раньше В Кремле Бывали? Ни разу не была Нет Нет Так, пойдемте Я вам покажу Как здесь Цари жили Не тужили Пойдемте Отдыхайте Товарищи Пойдемте Григорий Васильевич Э Зачем Зачем вам Григорий Васильевич Когда у вас есть Иосиф Виссарионович Отдыхайте Товарищи Музыка Прошу вас Стоять Гриша Музыка 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 Я вас сразу узнал. Мне это очень приятно, товарищ Сталин. Вы в жизни более красивы, чем на экране. Спасибо. О, ваза. Видишь? Такая же красивая, как и ты. Товарищу Сталину от уральских мастеров. Агат, бронза, позолота. Дорогая, хочешь подарю? Товарищ Сталин, я ее не унесу. Я унесу. Украдем, э? Клянусь, никому не скажу. Нельзя. Почему? Народное достояние. О, а ты разве не народ? Ты лучший представитель советского народа. А что люди скажут? Стащила государственную вазу из Кремля? Товарищу Сталину от уральских мастеров. Это же моя ваза. Кому хочу, тому дарю. Тебе хочу. У нее ставить негде. Большая. А, намекаешь. Плохую квартиру получила, да? Товарищ Сталин, спасибо вам большое. Что вам? Мы с мужем очень благодарны вам. Товарищ Сталин, спасибо вам большое. Так поют настоящие артисты из народа. Иосиф Васильевич, у нас в стране много женщин, которые лучше поют. Мне просто представился случай. Скромная. Пойдем? Вдруг люди плохо про тебя подумают. Связалась со стариком. А? Пойдем. Ладно, уговорила. Квартирой не удивил. Звание подавай. Но за это ты нам споешь. Конечно, товарищ Сталин. Что ты заладила? Одно и то же. Товарищ Сталин, товарищ Сталин. Хочешь просто Иосиф сказать? Я против не буду. Иосиф. Конечно, товарищ Сталин. Конечно, товарищ Сталин. Иосиф. Как можно? Я не смогу. Запомни. Запомни. Ты можешь все. Пока я жив. Понял, а? Пойдем. Любовь. Пойдем. Спасибо. Что, муж? Волнуешься? Забирай. Хорошая у тебя жена. Умная. Повезло тебе. Тихо, тихо, тихо. Руки как ледышки. Все хорошо? Григорий Васильевич, я сейчас даже нахожусь спеть. Что спеть? Не из фильма? Ой, держите меня. Мне кажется, я сейчас сознание потерю. Леонечка, леонечка. Все хорошо. Дайте, пожалуйста, луку. Как вам? Как отдыхаем? Хорошо? Я рад. Выпьем? За нашу Красную Армию. Ура, товарищи! Ура, товарищи! Держите, Любовь Федоровна. Выпейте. Товарищи, здесь присутствуют замечательные артисты. Мы их с удовольствием послушаем. Например. Вот, товарищ Утесов. Все же знают, как он хорошо поет. А давайте попросим товарища Утесова спеть, что ли, Любовь. С радостью, товарищ Сталин. Какую? Из веселых ребят легко на сердце. Нет, нет. Это мы слышали в кино. Говорят, вы хорошо, а одесские песни поете хулиганские. Иосиф Виссарионович, это песни застольные для близких друзей. Так здесь все близкие друзья. Застолье будет, не сомневайся. С одесского кичмана, давай, по-хулигану, давай. С одесского кичмана. С одесского кичмана. Бежали два уркана, бежали два уркана. Тайна во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Во Пняровской Малине они остановились. Они остановились, а ты хочешь... Товарищ, товарищ! Болят мои раны, болят мои раны глубокие. Одна зашивает, другая нарывает, А третья застряла у баке. Товарищ, товарищ, скажи же моей маме, Что сын ее погибнул на войне. И с шашкою в рукою, С винетолкой у другою, И с песнею веселой на дубе. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ, молодой, болят мои раны, И с шашкою в рукою, С винетолкой у другою, И с песнею веселой на дубе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищ, товарищ, Болят мои раны, Болят мои раны глубокие. Одна зашивает, другая нарывает, А третья застряла у баке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За здоровье товарища Сталина! Ура, товарищи! Ура! Спасибо, спасибо. Лаврентий, Орлову позови. А почему товарищ Эйзенштейн вместе с нами не пел? Ему не нравится, как мы поем, да? И с вами, Любовь Петровна. Товарищ Сталин, извините, не только слов песни не знаю, но и с детства медведь на ухо наступил. Ну, ничего, ничего. Мы вас прощаем. А, скажите, Александров ваш ученик? Александров мой самый талантливый ученик. Это как же получается, что ученик обскакал учителя? А какую актрису нашел? Вот, товарищи, молодая актриса, Любовь Орлова. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно сыграла, спела. Я фильм посмотрел, как будто в отпуске побывал. Очень полезная фильма. Спасибо, спасибо народной артистке Орловой. Спасибо, товарищ Сталин. Спасибо, товарищи. Мы с Григорием Васильевичем гордимся столь высокой оценкой нашего труда. За прекрасную комедию, прошу вас. За веселых ребят. Спасибо. Вот они. Спасибо, товарищи. Спасибо. Прошу. Скажи, ты где такую скромницу нашел? А? Вазу ей предлагал. Отказывается, не берет. Звание? Нет, говори. Не надо. У нас в стране все так поют. Товарищ Сталин, ваша положительная оценка фильма для нас выше всяких наград. Не согласен. Честный труд на благо народа должен быть оценен по достоинству. За такую роль актриса может просить все, что душа пожелает. Любовь Петровна, что душа желает? Говори. Товарищ Сталин, я хотела бы узнать, где сейчас находится мой бывший муж Андрей Гаспарович Берзин. Он работал заместителем наркома земледелия. Он арестован и выслан из Москвы. Когда выслан? Четыре года достато. Напомни. Осужден по делу Трудовой Крестьянской партии. Статья 58, часть 2. А, подрывник? Свержение государственного строя? И ты до сих пор помнишь врага народа? Хм, не только скромная, но и смелая. Лаврентий. Слушаю, товарищ Сталин. Проверить. Все сделаем. Отважная. Настоящая русская женщина. Береги ее. С вами свяжутся. Спасибо. Спасибо, товарищ Сталин. Спасибо. Вы совершили подвиг. Надеюсь, что не смертельный. Люба, у вас мать, сестра, ее дети. Ну, нельзя так рубить с плеча. Надо все-таки обдумывать. Я понимаю. Это называется режиссура? Это называется здравый смысл. Никогда здравым смыслом особо не отличалось. Всегда сначала в умы с головой, а потом думаю. Давайте договоримся на будущее, Любовь Петровна. Сначала все обсуждать, а потом уже действовать. И это не трусость, а здравый смысл. И способ выжить. Остановите. Остановите, пожалуйста. Ну-ка, ну-ка, дайте-ка я вас внимательно рассмотрю. Что? Что? Что, Сергей Михайлович? Хороша, хороша! Гриша, срочно пиши заявку Шумяцкому. На сказку братьев Гримм. Храбрый портняшка. Он там семь мух убил. Возомнил себя великаном. Люба, вы великанша. Сказать на приеме. Присутствие других такое ему. Ведь он проглотил! Вот мы и призадумались, что теперь за этим последует. Что? Да он тебя теперь хоть с телефонной книгой запустит. Если Орлова назначишь на главную роль. Так ведь это прекрасно, Сергей Михайлович. Завидуете. Упаси Господь. Ему теперь всю жизнь жену Орлова снимать. Любочка, помните, что написал Пушкин в письме Натали? Не кокетничай с царем. Это дурно закончится! До свидания! Поехали. А ведь он прав. Когда он вас увел за дверь, я себя чувствовал ничтожеством. Вы не представляете, как себя чувствовала я там, за дверью. Товарищ Сталин, список деятелей культуры, представленных к наградам. Александров. Александров. Александров Григорий Васильевич. Орден Красной Звезды. Согласен. Орлова. Любовь Петровна. Звание заслуженной артистки РСФСР. Звание заслуженной артистки РСФСР. Любовь Петровна. Заслуженная артистка. Конечно. Согласен. Утесов. Леонид Осипович. Звание заслуженного артиста РСФСР. Этого не надо. Подождет. Дальше. Товарищ Сталин, легко на сердце от песни веселой вся страна поет. Известный артист. Уголовщину поет и не бедствует. Ценным подарком обойдется. Шумяцкому скажи. Слушались. Григорий Васильевич. Утреннее известие Советов депутатов трудящихся СССР. Сметану забыла. Забыла это все. Что же у нас пишут в Совет депутатов трудящихся. Угу. Ну вот. Вам дали заслуженную артистку. Григорий Васильевич. Вот. Читайте. Продождение за выдающиеся заслуги. Где? Орлова. Заслуженную. Так сразу. Я даже себе представить не могла. Петровна. Петровна, Петровна. А у меня вот орден Красной Звезды. Александров. Да. Мама. Мама. Господи, что случилось? Что-то с Ноной? Почему сразу должно случиться что-то плохое? Читайте. Вот отсюда. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Читаем. Указ правительства. Указ. Это невероятно. Любочка. Поздравляю. Григорий Васильевич. Евгения Николаевна. Ах, да. Так, это надо отметить. Да, да, да. Это надо отметить. Здесь шампанское всем. Да. Любовь. Здравствуйте, Фаина Георгиевна. Здравствуйте, душа моя, Евгения Николаевна. О, а где же триумфаторы? Поздравляю. Даме, даме цветы. Спасибо. А, господину, простите, товарищу режиссеру ценный подарок. Поздравляю. Спасибо. А что здесь? А, откройте и посмотрите. Благодарю. Присаживайтесь, Фаина. А, это сюрприз. Благодарю. Посмотрите, какая элегантная упаковка. О, да. О, да. Что же здесь такое? Ап! Иосиф Сталин в шлеме красноармейца. Простите, Фанечка, а что это? В древнем Риме в доме патрициев всегда стоял бюст императора. Поверьте, такое приносит удачу. То есть мы уже патриции. Да. Спасибо. Нет, 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 нет. Бюст должен стоять где-нибудь на видном месте, лучше в вашем кабинете. Вот вы сядете за стол, захотите писать сценарий и потрете бюст вот здесь, вот в этом месте у императора и вас озарит. Вы помните, как у Пушкина, и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Прекрасно. Да, Любочка, поставься на веру. Спасибо. Поняла. Спасибо. Поняла. Мой подарок вам не понравился. Ну, ничего, дайте мне. Послезавтра день рождения у Таирова. Давайте сюда. Я подарю ему. Ему понравится. У него есть вкус. Так, веревочку заберу. Денег стоит. Фаня, не обижайтесь, ей-богу. Просто у меня в кабинете на столе уже стоит один вкус. И, кстати говоря, автор вот этих стихот. У вас в кабинете Александр Сергеевич? Да? А что? Не могу поверить. Тогда почему же вы пишете такие ужасные диалоги? Спасибо, Фанечка. Пожалуйста. А вы нас с этим пришли поздравить, да? Я убеждена, что Пушкин он обязательно должен помочь. Вы знаете, когда я репетирую новую роль, я всегда советуюсь с ним. И он мне помогает. Я всегда читаю Пушкина. Живу с Пушкиным. Сплю. Я не ослышалась. Вы спите с Пушкиным? Много лет. Вы знаете, меня вот недавно врач спрашивает, как вы спите? Я говорю, я сплю с Пушкиным. Понимаю. Это вы так шутите. Отнюдь. Вот вчера я читал на ночь Пушкина. Потом я заснула, и мне снился Пушкин. Он идет ко мне навстречу с тростью, а я бегу к нему, кричу. А он остановился, поклонился, потом снял шляпу и говорит, оставьте меня в покое старая потаску. Как ты мне надоела со своей любовью. Вот такая история. Это твой круг. Звонок. Ну, это правда. Ну, что вы? Вы что? Поберегите меня. Ой, язык мой, враг мой, ладно. Поздравление продолжается. Прошу. Леонид Войневич! Здравия, Леонид Войневич! Здравия тебя, дорогой! Дорогой, проходи. Привет, Фаина. Здравствуй, дорогой. Садись. Здоров. Ну, шо? Поснимаемся. А вы что, Леонид Войневич, фотографом работаете? А вот и решил переквалифицироваться. Ариша, знаешь, что это? Это лейка, фотоаппарат. Подарок от партии и правительства за мою роль в твоей картине. Нет, конечно, кто-то получил и орден, кто-то звание, а кому-то и шубу с барского плеча. Правда, и на шубе поскупились. Лёдик, Лёдик, подожди. Тут что-то... А хорошо ты меня представил правительству, товарищ режиссёр, комедиограф. С юмором. Подожди, а что, по-твоему, я распределял, что кому дать? Да? И сам себе дал орден красной звезды. Вообще-то, главный режиссёр. Тот главный, у кого главная награда. Ты знаешь об этом? Леонид Осипович, главная роль у вас. Просто, на самом деле, я даже не понимаю, как это могло получиться. О чём речь, Лёдик? Гориша, я тебя не для того знакомил. С ней, чтобы ты окончательно разум потерял. Леонид Осипович. Мне эти железки нужны, как дюку. Фиговый листок на причина места. Другое жалко. Друзей потерял. Это вам от меня подарок. Совет да любовь. Люба и Гриша. До свидания. Ну, позвольте. Ушёл. Григорий Васильевич, открывайте шампанское и не расстраивайтесь. Знаете, евреи народ немногочисленный, но почему-то в каждом конкретном месте и гораздо больше, чем нужно. Наливайте. Возьми, пожалуйста. Алло. Да, это я. Да-да, конечно. Я сейчас же выезжаю. Спасибо. Да, входите. Можно войти? Да-да, проходите. Садитесь. Я, честно говоря, не понимаю, по какому поводу... Интересуетесь, где находится ваш бывший супруг? По вашему запросу сообщаем. Берзин Андрей Гаспарович, 1893 года рождения, находится в Северном Казахстане, из правительной трудовой колонии. Номер... Ну, это вам не важно. Вы удовлетворены? Да. Внизу распишитесь. Расшифровка, фамилия. Вы ему поможете? Поможем. Желаете воссоединиться с ним? Пожалуйста. Я просила Андрею Гаспаровичу помочь. Как помочь? Отменить постановление генерального прокурора? В таком случае, я хотела бы напомнить, что в Кремле я просила товарища Сталина лично облегчить судьбу мужа. Он обещал мне помочь. Здравия желаю, товарищ член ЦК ВКПВ. Сиди, сиди. Ты здесь хозяин. Я такой гость. Ну, чё ты? Принеси нам сарчицкой, чаю там, конфет. Давай, встречай гостей нормально. Здравствуйте. Добрый день. Куда торопишься, красавица? Я... Когда ещё сюда попадешь? Ну, что, узнала про мужа? Про бывшего. Не надо так много про мужа говорить. Красивая женщина должна красиво жить. Я красиво живу, спасибо. Ты красиво ещё не жила. Зачем мне правду говоришь? Ну, будешь жить красиво, если захочешь. Член ЦК Аберия у аппарата. Здравствуй, Лаврентий. Что ты там на Лубянке делаешь? На работу пришёл, наниматься. Я по поводу Орловой, по контролировать. Хорошо. Надеюсь, ты её там не обижаешь? Да что вы, товарищ Сталин. Я это... Нет, мы здесь это мирно беседуем. Мирно? Так точно. Ну, значит, мне показалось. Дай ей трубку. Вас, Любовь Петровна. Да. Ну, здравствуй. Весёлые ребята. Здравствуйте, Иосиф Исарионович. Я тут с утра опять посмотрел вашу картину. И вот что подумал. Неправильно вы с Утёсовым эту песню поёте. Мы спели, как написано товарищем Дунаевским. Товарищ Дунаевский написал хорошо. В Терцию. А мы споём. Лучше. Не поняла, товарищ Сталин. Споём? Да. Прямо сейчас? А когда? Посмотрел, хожу, пою один. Скучно. Вдвоём хочу. Начинай. Я подхвачу. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Любить, что ты умеешь так любить. Поёшь хорошо, а любить умеешь, любовь, Петровна. Знаешь, в художественном театре дни турбиных идёт пьеса Булгакова. Вот они там страдают, плачут, любят. Тебе нравится эта постановка? Да. Замечательный спектакль. Вот и я. Шестнадцать раз смотрел. Как думаешь, почему мне большевику это нравится? Скажи. Я, когда смотрю этот спектакль, я думаю, что на свете есть честные и порядочные люди. А почему они такие? Они же белые гвардейцы. Может быть, потому что у них счастливое детство было. Они настоящие. Хорошо. Сказала. Смело. Настоящие. Дай этому члену ЦК трубку. Слышаю, товарищ Сталь. По Берзину решишь? Орлову домой отвезёшь. Волос с головы упадёт. Знаешь, что с тобой будет. Так точно, товарищ Сталь. Настоящие. Настоящие. Люба, я хочу поговорить серьёзно. Извёлся весь, пока вы там были. Чего вы добились конкретно? Берия обещал перевести Андрея Гаспаровича Берзина на вольное поселение. Понятно. Да что ж такое. Приставал? Бери. Григорий Васильевич, это утомительно. Меня на части разрывает. Любого, кто прикоснётся к вам, убью. Почему он привёз вас на машине? Ему приказали. Кто? Сталин. Он что, был лично на Лубянке? Позвонил в кабинет Берии. Контролировал его. Приказал меня отвезти. Всё сложилось. Всё, знаете, выстроилось. Шумятский мне говорил. Сталин вызвал его к себе и приказал подыскать для вас хорошую роль. И что Шумятский? А что Шумятский? Шумятский сказал, подыщем товарища Сталина. Прекрасно. Мы в работе. Как прав Рейзен? В чём прав ваш Рейзен? В том, что я буду пожизненно обслуживать артистку Орлову. Жену. Вы меня сейчас оскорбили, Григорий Васильевич. А вы меня поздравьте. Вот, новая пьеса, свежая. Ильф и Петров написали. Прочитайте. Называется «Под куполом цирка». А фильм будет называться просто «Цирк». Поздравляю. Ильф и Петров в знаменитости. Сценария ещё нету. А Шумятский ожидал бюджет. Как это? Бюджет без сценария? А зачем сценарий, если есть Орлова жена? Под неё Иосиф Виссарионович пять бюджетов даст. Если вы сейчас не извинитесь, я уйду. Куда вы уйдёте? Куда мы друг от друга денемся? Вы не понимаете, что происходит. Что происходит? Сталин на вас глаз положил. Вот что происходит. Что вы такое говорите? Вы сняли изумительную комедию. Её смотрит вся страна. Поэтому и получили заказ на следующую фильму. Извинитесь. Грубо. Извиниться хочу. Никогда ещё вас так не хотел, как сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гришенька, дорогой! Здравствуй! Здравствуй, Ваня. Здравствуй. Здравствуй, Ваня. Ты не представляешь, как я был неправ. Я пересмотрел твоих весёлых ребят. Замечательно! Смешно! Изобретательно! Просто потрясающе! Ты молодец! Я тебя поздравляю! Гриша, ты... Спасибо. Молодец! Слушай, я что думаю? Давай засядем за сценарий вместе. Напишем что-нибудь. Позорщенко там. Уговорим Мишу, чтобы дал рассказы. Или своё что-нибудь придумаем. Спасибо. Спасибо, Ваня, большое за предложение. Но, старик, не получится. Да почему? Здравствуйте, Григорий Васильевич. Здрасьте, Настя. Запустился с новой фильмой по Ильфу и Петрову. Как? Что, вот так прям сразу вторую будешь лудить? Давай сразу вот так вторую лудить. Сталин приказал. Да брось! Вот так вот прям сам Сталин. Ни больше, ни меньше. Да? Ручил снимать фильм про советский цирк, Ваня. Так ты у нас теперь, Гриша, выходит, как Пушкин? Цезарь у тебя первое лицо государства? Да, Вань, выходит. Ага. Пушкин Александр Сергеевич. Ну, ты уж тогда и про Грибоедову не забывай. Минуя нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. И ты, Вань, не забывай. Злые языки страшнее, пистолет. Ага. Поехали. Да. Да, да. Да. Что с тобой, Ваня? Присядь. Водички налить? Он же околесицу снял. Там ни сюжета, ни мысли, идеологии ноль. И ему сразу вторую. Иван Александрович, Вы потрудитесь объяснить, кто, кому? Александрову Гришке вторую картину подряд. А мне что, кукиш с маслом? Я, между прочим, с замыслами весь твой стол завалил. Где? Да вот же они. Вот. Это что, хуже, чем у него? У него даже сценария еще нет. Я спрашиваю, почему ты дал ему бюджет? Иван Александрович, вот теперь я понимаю, речь о фильме Александрова «Веселые ребята». Правильно! Веселые ребята! Да! Коровий джаз! Веселые ребята! Я не понимаю, почему вы меня все время манкируете, Борис Захарович? Иван Александрович, Вы прекрасный сценарист, замечательный. По твоим сценариям снятые работы, ну, очень крепкие. Ты посмотри. «Токарь Алексеев», прекрасная работа, «Переполох», замечательная. Одна лучше другой. Третья молодость. Это успех. Это не успех. Всем известна добротность и нужность этих поделок. Нет, я не согласен с этим. Вы с Таричем сделали лихую, нужную работу. Так это Тарич сделал лихую, нужную работу. Тарич! А я-то у него был вторым. Так, ну-ка, подожди. Конвейер смерти ты снял? Ну, снял. Ну, снял. Он мне не нравится. Я хочу снимать комедии. Если не нравится собственная работа, значит, нужно писать. Пиши сценарий. У тебя это неплохо получается. Пиши. Я хочу снимать звуковые фильмы, как режиссер. Если ты хочешь снимать звуковые фильмы, как режиссер, то снимай звуковые фильмы. Да дай бюджет. Дай бюджет. Вот ты сядь. А под что? Вот под это? Или, может быть, под это? Или вот под это? А это нет, не дам. Сюжет ищи. Да меня тошнит уже года микрофоманить. И словоблудием заниматься. Заявки, сценарии, сюжеты. Хватит уже. Сколько можно? Это не словоблудие. Ты у меня в десятке лучших сценаристов страны. И вот это твой хлеб. Это тебя кормит. Да лучше с голоду сдохнуть, чем писать и снимать все это. Комедию хочу. Комедию хочу. Понимаешь? Комедию ты хочешь в таком случае, Иван Александрович. Вот что. Найди такую актрису, и чтобы она понравилась вождю, как у Александрова. И фильму такую сними, чтобы залы были битком. И чтобы фильмы это могла называться шедевром. Чтобы ее сам Чаплин так назвал. Потом отправляйся на медицианский фестиваль, возьми там гран-при, и потом входи в эту дверь. Сразу запущу. А до тех пор... Здравствуйте! 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 Как вы поживаете? How are you? Я из пушки в небо уйду! Диги-диги-ду! Диги-диги-ду! Я из пушки в небо уйду! В небо уйду! Мэри верит в чуни-сам! Мэри едет в небеса! Конечно, поменял. Мэри верит в чуни-сам! Мэри едет в небеса! Мэри в небо улетает! До свидания! Гуд-бай! Я лечу! Hello! Гуд-бай! Мэри в небо улетает! Мэри в небо улетает! Мэри в небо улетает! Стоп, репетиция! Нормально, хорошо, давай, меняем отец. Так, ну а что дальше? Так, давай-ка разметимся. Поцелуйте меня. Что, прямо здесь? Да. Борис Александрович, идите сюда, я вас прошу. Что мы дальше снимаем? Эпизод на трапеции. Лида! Любимая, готовьтесь к эпизоду на трапеции. Вам все-таки этот нравится, да? Да. Ребята, товарищи! Ребята! Люблю. Борис Васильевич, мы снимать будем или что? Риша! И вот едем мы пять миль. Десять. Полицейский карб все время за нами. Как думаете, что мы чувствовали? Даже себе не представляю. Что чувствует всякий советский человек, за которым гонится милиция. Что его хотят арестовать. Вас арестовали? Поняли, бежать не получится, останавливаемся. Подходит шикарный офицер, говорит, никак не могу вас догнать. Мы, ой, а что такое? Говорит, вы двигаетесь навстречу карт-движению, вы погибнете. Ты одноэтажную Америку не читала? Там все это есть. Ой, как да. Мы же все время в павильонах. Вот снимем фильм, пойду, куплю, прочту. Купишь. Тираж давно уже распродан. Ой, опять этот парик. Григорий Васильевич приказал. Креплю? Крепите, Лидочка. Люба, это вам. Спасибо. Благодарю. Теперь у меня будет три автографа от великих писателей. Так, а первый от кого? От Льва Николаевича Толстого. Матушка моя, сколько же тебе лет? Этот вопрос неуместен, как Туркский с Воробьяниновым. А Толстой по какому случаю книгу подарил? Да, и какую, кстати? Лев Николаевич, родня, по маминой линии, сухотиной. Я вот такой, между прочим, у него на руках сидела. Подарил мне кавказского пленника с автографом, чтобы была паинькой и не ленилась читать. Это сколько ж тебе было? Не нравится мне этот парик. Ну вот не нравится. Хороший парик, натуральный. Хорошо. Пойдем покажем Григорию Васильевичу. Сыграем американку. Бай-бай. Парик ужасный. Чудовищный. Не парик ужас, а на то, что он делает из нее копию Марлен Дитрих. Зачем? Память сердца. Память не память, но говорить ему надо. Так я говорил. Чем вам плоха моя Марлен? И самая худшая, говорит, актриса в мире. Любовь Петровна. Любовь Петровна. Вот так вот будет, вот здесь. Григорий Васильевич, Любовь Петровна уехала. Как уехала? Куда? Я не знаю. Парик на пол, прям в костюме, села в машину и укатила. Вы что, с ума тут все посходили, что ли? Куда она уехала? Что вы говорите такое? С ней никогда такого не было. Ты-то куда? Я говорю, встань к камере. Милые бронятся, только те, что сейчас вернутся, скажут, снимать мы не готовы. Работаем, Петров. Работаем. Медь, два двадцать спеши. Что ты делаешь? Уготовлюсь к съемкам. Не пей, козленочком станешь. Я уже стала козой. Вот, посмотри. Перевести. Моей любви. Григорию. Грета. Я тебе сейчас глазенки-то вырезаю. Ну, вот так вот. Ну, глупо. Ненавижу. Ненавижу. Посмотри на нее. Марлен. И на меня посмотри. Ну, это же копия. Копия. Голубой ангел. Евгения Николаевна, что здесь происходит? Успокойтесь, Григорий Васильевич. С ней Нона. А что случилось? Это я у вас хочу спросить. Заперлась в кабинете? Заперлась в кабинете? Да. Зачем? Нона, полюбуйся. Они же обнимаются. Ну, посмотри. Один в один мой барик. Может быть, доктора вызвать? Люба, что случилось? Любовь Петровна. Я занята. Я работаю над ролью. Люба, у меня чудовищный перерасход. Смена стоит. Я приехал за вами, Люба. Так ты его, милый, до инфаркта доведешь. Оживаешься. Ты тоже профессионал. Он Любову в гроб загонит из-за своей фильмы. В конце концов, вы можете объяснить, какая муха вас укусила? Что происходит? Я не буду сниматься в этом парике. Вот что происходит. Да какой к черту парик? У меня конфликт с авторами. У меня сценария нету. Нильсон этот великий теоретик кино мне всю душу вымотал. И вы туда же. Вам не стыдно? Все-таки. Ну подождите, ну. Ну она, вы там. Объясните мне, заради бога, что произошло. Ну ладно, пойду открою. Мне его жалко, страдает человек. Пусть страдает, ему это полезно. Да. Григорий Васильевич. А я считаю, что нам надо съемки отменить. У нас с вами не совпадают концепции видения главной роли. Да подождите вы. Хорошо, давайте просто объяснимся. До начала можете открыть мне дверь. Нет. В чем не совпадают концепции, Люба? Я буду. Я буду сниматься. Но я буду сниматься лысой. Что? Лысой. Что это? И... И голой. Лысый и голой. Игра. Ну она. Что? Доктора. Нонна. Ну. Я такая одинокая. Ты не понимаешь. Ну глупышка, дура, ну что же ты. Ты знаешь, какая ты счастливая. Ты даже себе не представляешь, ты самая счастливая. Почему? Потому что ты так его любишь. Дуна, как он мог? Как он мог? Он же меня перед всеми в этом парике идиоткой! Господи! Ну давай, я пойду открою. Так, я думаю. Вот, молодец. Вот так. Подумай. Подумай, подумай. Вот так. Вот так. Так. А я… И все-таки доктор… Да перестаньте вы, Евгения Николаевна! Ну перестаньте! Ну вы-то что? Ну, ей-богу, ну! Принимайте. Нона! Нона! Объясни мне, что за парик? Мама, вы ее как назвали? Любовь? Вот вам, пожалуйста, любовь до гроба. А я уехала. Почему лысая голая? У Машки температура. Нет, я с вами с ума сойду! Солнышко мое, любимое мое, ну что произошло, а? Ну, что? Я просто… Что? Я просто не хочу и не буду сниматься в этом парике. Я… И все? Все… Простите меня… Люба… Люба… Ней. Люба… Любаimes… Люба… 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От благовония мастей Твоих Имя Твое Как разлитое мир Григорий Васильевич Прошу вас, осторожно Люба, съешьте лимон Тихо, тихо Ну что, мы прибыли Чем порадуете? Все сделано, проходите Что-то вы долго работали Амат Виктория Цурам Победа любит терпение Ну хорошо Здравствуйте Всем застыть и слушать Есть песня, Гриша Хороша страна моя родная Много в ней лесов, полей и рек Я другой страны такой не знаю Где так вольно дышит человек Нехороша Нехороша Нехороша, а широка Размах, просторно уже, страна большая Принимается Еще раз Широка страна моя родная Много в ней лесов, полей и рек Я другой страны такой не знаю Где так вольно дышит человек Я другой страны такой не знаю Где так вольно дышит человек Я другой страны не знаю Где так вольно дышит человек От Москвы до самых до окраин С южных гор до северных морей Человек проходит как хозяин Необъятной родины своей Всюду жизнь привольна и широка Точно волга полная течет Молодым везде у нас дорога Старикам везде у нас почет Над страной весенний ветер леет С каждым днем все радостнее жить И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить Но сурово брови мы нас убим Если враг захочет нас сломать Как невесту родину мы любим Бережем, как ласковую мать Стоп! Снято! Спасибо! Так, ну что, друзья, глянули, впечатлились? Впечатлились Ни одного замечания Пошляте на высшие пробы Все ясно Илья, заряжайте бобину Друзья, надо уметь смотреть Несмонтированный материал Не надо ничего заряжать Это смотреть невозможно Зинаида Гиппиус в таких случаях говорила Если надо объяснять, то не надо объяснять Гриш, ты лепишь от себя тяну Пустую, глупую Зачем? Прости, но... Мы сценарий дальше писать не будем Илья, покурите, пожалуйста У тебя есть пятнадцать минут И даже не в том дело, что это не смешно Но все это так вульгарно, так по-хамски в лоб Вы поймите Да мы понимаем, Гриш Мы все понимаем Это комедия, это такой жанр Со своими законами Все понятно Ты извини Нам в какой-то момент вообще показалось, что у тебя нет юмора Вы что, с ума сошли? Вы что, не понимаете, что у нас уникальный случай? Мы запустились без сценария Шумятский дал нам карт-бламш Ну Не получится В конце концов Переснимем Мы ж договорились Вы пишете, я снимаю Вы пишете, я снимаю Мы пишем Мы А не ты И твоя мадам А вы, товарищ Ильев Любовь Петровну критиковать Даже в мыслях не смеете Любовь Петровна здесь, может быть, и ни при чем Но только пальцем все будут в нас тыкать И говорить, что это Ильев и Петров И списались, вот такую халтуру гонит А, ясно, вот оно что А я-то думал, что вы понимаете, что гено дело коллективное Мы не понимаем Мы сейчас к Шумятскому К Шумятскому? А, тогда, товарищи, не поленитесь ли передать Борису Захаровичу, что половина вашего сценария скукотища страшная? Прошу Прошу 26 кабинет Пожалуйста И кстати Вы беременную бабу зачем приплели, а? Это что, намеки высшего порядка? Конечно, простому смертному их никак не понять Чтобы понять, мозги надо иметь А вы, сэр, просто глуп Да, и потрудитесь вычеркнуть нас из титров Ну и идите Проклятье Ну ничего, ничего, ничего Мне Сущенко напишет Мне Бабель напишет, мне кто угодно напишет Опять один Опять один Мэри верит в чудеса Мэри едет в небеса Прыгнуть в небо нелегко Люди очень далеко Мэри верит в чудеса Мэри едет в небеса Мэри в небо летает До свидания Гудбай Я лечу Хэллоу Гудбай Хэллоу Мэри Мэри в небо летает До свидания Гудбай Ахэллоу ПЕСНЯ Ты думаешь, что это отчет к наркому? А по-нашему, так это шифровка. Ну? Была дома у Орловой с Александровым? Нет, никогда. Я была в видеологического противостояния с режиссером Александровым. Это брехня все! В ресторане рядом сидела. С Орловой шепталась на премьере. В павильонах бывало. Я редактор. Когда товарищ Бувнов посылал, бывало. Я текст выверяла. Это моя работа. Это моя работа. Читай, что тут написано. Я Степанцова Мария, редактор. Присутствовала на съемках всех эпизодов. С актрисой Орловой и пользовалась абсолютным доверием со стороны режиссера Александрова, Орловой, оператора Нильсена. В моем присутствии неоднократно высказывались мнения о превосходстве Америки над СССР. Давай, подписывай. Разрешите? Раскололась, сука. Все на них подписала. Вдохновенно работаешь, дорогой. Молодец. Настоящий поэт. Никому. Да, я понимаю. Жди приказа. Себе в охрану переведу. Служу трудовому народу, товарищ Берия. Служи, служи. Борис Захарович, воздух, птицы. В раю живете? Лея Ясяевна, несравненно, Лея Ясяевна, вы неподражаемы. Я вас приветствую. Вот кого надо в кино снимать, нарком. Это вам. Благодарю, дамский угодник. Почему без жены? Ну, так гастроли в Большом театре танцуют. Это я просил, чтоб приехали без жен. А что случилось? Я звоню, звоню. В наркомате говорят, что на даче. Заковорал. Старые раны дают о себе знать. Старые раны плохо. Будем лечить, Борис Захарович. Мы ненадолго. Да, я жду вас. В наркомат не приходи. И в кабинет ко мне не звони. Шаймилев арестован в Глафлите. У Тросова при обыске обнаружен. Личный архив Троцкого. Вот так. Вас это как касается? А, Володя. Касается. Очень касается. Не то, чтобы я с ними был хорошо знаком, но пересекались. Не говоря уже об этих взбесившихся продажных собаках. Рыкови, Каменями. Да. Они-то были мои друзья. Третьего дня ко мне заявился Геладзе. Помнишь такого? Еще бы. Любитель Басина Эрдмана. Угу. Берия волнуется, как продвигаются работы по фильме. Цирк. Интересуется чрезвычайно. А этот-то чё, четырехглазый сон потерял? Володь, Берия везде. На каждом совещании он постоянно рядом с ним. Будь осторожен. Рукопись? Борис Захарович. Отвечать, сдавать, пока не станем. По временем. Разрешаешь? Соавтра. Мы-то с тобой чаю ловую в шишечку не грызем. Борис Захарович, вы же знаете, ваша просьба для меня приказ. Ну, славно. Гриша приехал. Вот так-то, Володя. Ладно, пойдем. У меня для вас еще ряд сообщений есть. Вот это, да? А? Это ж я такая красавица. А? Скажи, М-1, советский автопром. Вчера ездил, получает номера, поставил и сюда. Ну, ничего себе. Ну, Гриша, Гриша, аккуратнее. Ну, что ты пальцами своими трогаешься? Хороша, хороша, Мась, поздравляю. Я тебя поздравляю, ты тоже хороший. Не каждый день доклады товарища Сталина для съезда делаешь. Ну, знаешь, снять такое без роскошного оператора задача не по силе. Это да. Да? Да. Правильно я говорю, председатель кинофотопромышленности СССР. Режиссер Александров по вашему приказанию прибыл. Правильно, правильно. Личка Исаевна, дорогая, боже мой, ну, хорошеете день от дня. Владимир Саванович, а почему вы до сих пор не придумали роль для жены наркома? Каюсь, каюсь, Григорий Васильевич, каюсь. И этот туда же. Не подлизывайся, тебе есть кого снимать. И до конца дней своих. Это да. А у меня сегодня борщ. Борщ, знаменитый борщ Ли Исаевны. Мы идем. Гриш, стой. Борис, помогай. Шмелев и Трусов арестованы. У Трусова нашли архив Троцкого. Поэтому он зазвал нас сюда, подальше от глаз и ушей? В наркомате не появляйся, в кабинет ему больше не звони. Насыщайтесь, художники. Все скулите. Плохо-плохо, плохо-плохо. Что плохо? Вон стол какой, а. Жить нам стало лучше, жить стало веселей. Приятного аппетита. Спасибо, Ли Исаевна. Оцените. Оцените. С удовольствием. Да. Знаменитый борщ, значит, да? Произведение искусства себе. И мне, пожалуйста. Будьте здоровы. Будем. Монтаж закончил? Угу. Вопрос к вам, ребятки. С Эртманом давно встречались? Ну, было как-то. Ну, почему встречались? Два раза у Володи, а что? Я сколько раз просил, не принимай Колю у себя. Борис Захарович, наму негде остановиться. Ты пойми, ему запрещено покидать этот свой торжок. Ну, что за ребячество? Да при чем здесь ребячество? Он мой, он наш друг. Как я могу? Ты должен запретить ему приезжать тайно, по ночам. Николай Робертович не имеет права оставаться в Москве и не отмечаться по месту в торжке. Не имеет права. Борис Захарович, простите, а откуда вам это известно? Нелад заинтересовался Эртманом. Случит что, Володя? Тебя спасать будет некому. Так, теперь главное. Такой монтаж не могу показывать Сталину. Вы сами не видите, что Любовь Орлова старше, чем Столяров лет на десять? Не видим. Плохо, что не видите. Да все мы видим, Марий Захарович. Просто здесь как раз тот случай, когда допустима некая условность. И Марьяна может быть старше Ильи Мартынова. Это исключено. Вы понимаете, как Сталин смотрит на Любовь Орлову? Он помнит. Он видит каждую морщинку на ее лице. Послушайте, ну Иван Столяров и в жизни моложе Любы лет на десять. Ну и что теперь делать? Все крупные планы Орловой переснять. Это невозможно. Это возможно. Пленки нет, декорация разобрана. Невозможно. А я дам бюджет на пересъемку крупных планов. Мы ведь дадим бюджет? Вам решать. Когда приехать за постановлением, отдайте директору. Скажите, что пусть оформят, как досъемку после первого просмотра монтажа. Вот так. Привет передавайте своей красавице. В общем, так, ко мне на дачу больше не приезжать. Лидия Исаевна, спасибо вам большое за борщ. Лидия Исаевна, прекрасный борщ. Спасибо большое. До свидания. Борис Захарович, а помните, вы мне советовали у Булгакова побывать? Я? Тебе? Ну да. Когда это было? Ну как, вы мне еще сказали у него что-нибудь попросить. А, ну да, да. И? Я был у Михаила Афанасьевича. Слушал главу последнего романа «Мастер Маргарита». Знаете, потрясающая вещь. Ну, поздравляю. Ну, а вы знаете, о чем роман? Имею представление. Дальше что? Имеете представление? Я ночь не спал, заявку написал. Ну, Булгаков говорит, дело пустое, не разрешат. Всего три странички. Почитайте, чем черт не шутит. О, да, 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 да. Воланд ведь он никогда не шутит. А вы что, читали роман? Вот что, летите-ка, голуби. А то дождь дороги развезет, и не выберетесь. Да, выберем. Монтаж без меня никому не показывать, понятно? Никому. Дуйте, дуйте, дуйте. До свидания. Ну, что думаешь про все это? Да. Ну, что ты, перекрестка на перегонки? Гриш, ты в своем уме, а? Это М-1, это советский автопром. Советский автопром? Давай, сядь, 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 за руку, вадись, дом писать. Давай, давай, давай. Попробуй обогнать меня. Давай, я сейчас ведро твое с болтами порву. Борис Захарович, до встречи. Мы еще с вами советский Голливуд построим. Построим. Поехали. Поехали, давай. Поехали. Бьюик, Бьюик! Ерогас твой Бьюик! Куда спешишь? Крупные планы снимать, да? Ха-ха-ха! Советский автопроп! Лучший в мире! За тебя, отец родной! Благодарю! Пошестливил! Порабатывай его! Григорий Васильевич, этого еще не хватало. Не замечала за вами раньше. Раньше не замечали, Любовь Петровна. Время пришло, время пришло. Вот, сижу и начинаю. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Полночь! Как там Коля Эрдмана, помните? В миллионах разных спален спят все люди на земле. Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле. Идите сюда. Идите ко мне. Ну-ка. Ой, какая вы у меня красавица. Ну-ка, ну-ка. Если свет правильно поставить. Лицо засияет. Все, решено! С завтрашнего дня переснимаем все ваши крупные планы! Зачем? Нильсону не нравится. Как Нильсону? Может не нравится то, что он уже снял? Брак, Люба. Брак. Пленка подвела. Пленку подвела? Именно на моих крупных планах? Угу. Неправда. Угу. Идите сюда. Идите ко мне. Идите ко мне, моя хорошая. Шумецкий требует. Утверждаю, что Сталин знает каждую морщинку на вашем лице. И что? На крупных я ужасно выгляжу? Любочка, как вы можете ужасно выглядеть? Сталин смотрит веселых ребят каждый месяц. Каждый месяц, как на работу в Кремль ходит. Месяц прошел – смотрит. Месяц прошел – смотрит. Месяц прошел – смотрит. Вот вы прекрасно выглядите. Понятно. Я выгляжу старше Столярова. В общем так, завтра ночью у рояля крупные планы без меня. Без вас? Без меня. Потому что я очень устал. Люба, да мы с Нильцыным придумаем новые прически, новый свет, бюджет есть. А к старому монтажу я могу вернуться в любой момент, да? Почему вы, когда говорите неправду, смотрите прямо в глаза? Кто вас этому научил? Жизнь. И самая худшая актерская школа – Эйзенштейна и Мирхольда. Пойдемте спать. Не переживайте. Отдыхайте. Мы все снимем без вас завтра. Широка страна моя родная… И крупный план еще. Угу. Понимаю. Спасибо. Спасибо. Мария Завич, Фокс, мне потом извращен. Оветочка. Так, стоп! А пошли в лиме метро. Спасибо. Смелей, 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 смелей. Александрову не было? Левее чуть-чуть. Вот так оставь. А где режиссер? Приболел. А что с Александровым? Может, врача надо вызвать? Температура с Александровым. А у нас приказ. Никто не должен знать, что мы здесь переснимаем. Сереж, ты куда пошел? Я сейчас вернусь. Куда ты пошел? Успеешь позвонить? Там уже все знают. На! Иди, хлопай, деятель. Любовь Петровна, лицом светлей. Помните, ваше главное достоинство — это внутренний свет. Володя. Да? Руки не снимайте. Почему? Ему уже ни внешний, ни внутренний свет не поможет. А что с ними не так? Обморозила в юности. Корову доила, и бидон с молоком потом помороз таскала. Любовь Петровна, это операторские руки снимать нельзя. Проявитель кислоты. Правильно говорю? Любовь Петровна, у вас самые красивые руки во всем Советском Союзе. Спасибо. Вас тут опустите. Не бывает обидно. Почему? Ну, потому что вы все время в тени, в тени фильма. Оператор в тени. Вы сюда посмотрите, оператор в тени. Тут ослепнуть можно. Философ. Володя, вы, вы работаете с любовью. А я любовь снимаю с любовью. Мотор! Начали! От Москвы до самых до окраин С южных гор до северных морей Человек проходит как хозяин Необъятной родине своей Орлова отдыхает. Она устала. Отдыхает после концерта. Орлова здесь? Товарищи, расходитесь. Расходитесь. Она отдыхает. Она не выйдет. Она устала. Товарищи, расходитесь. Она отдыхает после концерта. Расходимся. Устала она после концерта. Товарищи, отдыхает она. Товарищи, расходимся. Отдыхает Орлова. Отдыхает после концерта. Простите. Я режиссер Пырьев, друг Орлова. Мне нужно с ней срочно встретиться. Вас, режиссеров, много, а она одна. Все, расходимся. Отдыхает она, товарищи. Расходитесь, расходимся, товарищи. Расходимся, отдыхает Орлова. Товарищи, расходитесь. Товарищи, расходимся, отдыхает Орлова. Здравствуйте! Иду! Я же сказала, как только буду готова, я сразу… Ну, здравствуй, Любовь Петровна! Манечка! Здрасте, здрасте! Здравствуйте! О, да у тебя как в оранжерее! Да, проходите! Спасибо! Спасибо! Вы как прорвались! Кошмар! Там на площади датка, да тысячи! Кошмар! Только по лестнице, через окно и в коридор! Через окно? Ну да, другой дороги нет! Вон, ты посмотри, в бинокли пялиться! Знаю, ужас! Вчера сумку вырвали! На память! А потом платье порвали, я теперь с конвоем милиции езжу! Вот она, слава-то! Да! Извини, помял немного! Ну, великую русскую артистку с премьерой поздравляю! Спасибо! Ну, насчет великой мы помолчим! Да ну, целоваться будем? Не будем! Все равно поздравляю! А вы какими судьбами здесь? Что в Одессе делаете? О, совсем не следим за друзьями-режиссерами! Я фильм снял, монтирую здесь, в Одессе, скоро в Москве премьера! Придете? Да, Григорий Васильевич говорил! Богатая невеста, да, кажется называется? Точно! Ванечка, мы вас поздравляем! Спасибо! Спасибо! Говорят, актрису потрясающе нашел! Нашел? А то не знаешь! Знаю, Ладынина! Угу! Угу! Слух прошел в красавице! Красавица! Угу! Угу! Да что ты! Ладынина Марина теперь моя жена! Поздравляю, Ванечка! Спасибо, Любочка! Спасибо! Петровна, пора ехать! Иду, иду! Я присяду! Я... Люба, я, собственно, вот чего! Тебе Александров звонит? Григорий Васильевич звонит мне над ним по пять раз! А что? Он тебе про Шумятского ничего не говорил? Нет! Что-то случилось? Да нет, мы с директором просто в недоумении! Нам надо материал сдавать, а дозвониться Борису Захарычу никак не можем! Тю! Ванечка! Да какие проблемы? Вы знаете, телефон можно отсюда набрать! Да мы знаем! Знаем! Мы дозваниваемся! Трубку не он берет! А кто? Женщина? Кто там? Любовь Петровна! Вы готовы? Я не готова! Подождите! Вы думаете, что... Никто ничего не знает! Ладно! Иван, если что-нибудь выяснишь, я в гостинице при студии! Хорошо? Я если что-то буду знать, сразу позвоню! Ванечка! Не надо звонить! Люба! Сама приди! Ножиками! Ножиками! Ага! Все! Поздравляю с премьерой! Пока! Иван! Расходитесь! Скажите, я ее отсюда не смогу вывезти? Разорвут! Тогда вы отвлекайте, я ее выведу с того входа! Иван! 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 Стоп! Девушки! Давайте договоримся! Я вас с ней обязательно познакомлю только с одним условием! Вы ее защищаете, чтоб и одежду не срывать! Все! Пойдемте! Ребята! Держитесь! Слава! 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 Любовь Петровна! Вы готовы? Боюсь, Лева! Опять платье разорвут! Не разорвут! Я договорился! Девушки прикрой! Все обойдется? Надо надеть! Девушки! 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 Стали вокруг! Стали вокруг! Стали вокруг! Я боюсь! Мне самому страшно! Куда мы идем? Сразу к машине! Спасибо, товарищи! Спасибо! 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 Попала! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Оберегите! «Спасибо! Прек göstерянуться! Девушки отдыхают! Очень хорошо, очень хорошо. Любушка, давайте в сотый раз еще раз пройдемся. Значит, первая письма какая? Из «Веселых ребят». Очень хорошо. Вторая. Из цирка колыбельная. А дальше? А дальше как пойдет? Нет, нет, вот не как пойдет. Люба, я вас очень прошу, после пятой песни делаем паузу, иначе вы сорвете голос. Вы слышите меня, Люба? Слыши, не глухая. Вы темп не загоняйте в «Веселых ребятах», Любушка. Ну вот это уж как пойдет. Что? Все первые девятком, местное начальство, с женами и детьми. О, Господи. На привозе билеты в десять раз дороже продают. Да бог с ними, с билетами. Главное, чтобы они не рянулись на сцену обниматься, как давеча в паровозном депо. Вы готовы? Объявляйте. Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас в Одессе событие планетарного масштаба. Встречайте, блистательная любовь Орлова! Ура! Браво! 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 Убьется! Убьется же! Садова голова! Ключ забыл! Дай, дай, дай! Дай! Дай, дай! Дай, дай! Знаете, Люба Петрова, вот от вас я этого никак не ожидал. Ой, Люба, я всегда знала, что вы герой. Да? Какая гарно девчина. Силомича распевала. В разной музыке, в разных сукнах. Спасибо. Через чердак полейте. Простите нам, куда? Вот, будьте любезны. Была бы моя воля, я бы вас взял. Ожечь ту частину Одессы. Товарищ, назад! Расходите! Вот туда. Спасибо. Хулиночка, будьте ласковы. Автограф. Моя меня точно убьет. Ух, только б да Нести. Только б да Нести. Ой. Фух. Все, Любовь Петровна. Теперь отдыхать. Даже, я бы сказал, еще лучше. Спать. Я сейчас заверну шторки и баю-баю. Я, когда маленькой была, так мечтала о Славе. Думала, Слава — это счастье. Вкушайте, Любочка, вкушайте. Но это же люди хотят сделать вам приятное. Самое приятное в этой ситуации, что это последний концерт в Одессе. Да. Ого. Да. Здравия желаю. Здравствуйте. Простите, нельзя. Да, можно. Мне бы Любовь Петровну увидеть. Простите. А то нехорошо получается. Что нехорошо? Товарищ, ну, послушайте. Ну, вы в цеху выступали. Алло, девушка, здравствуйте. Соедините с Москвой, пожалуйста. Даже в морду. И то общались с людьми. Да, спасибо, я подожду. Ну а что, а про чекистов забыли? Э-э-э-э. Вы поймите, у нас сегодня это был четвертый концерт. Любовь Петровна устала. Поезжайте, пожалуйста. Что, простите? Жду, жду. За мной. Простите. Разрешите? Любовь Петровна, здравия желаю. Это вам букет от всех чекистов Одессы. Спасибо вам большое. Лёшку поставьте, пожалуйста. Любовь Орлова, разрешите я вам руку пожму. Вашу честную трудовую руку. Любовь Петровна, выступите, пожалуйста, перед нами. Я бы с удовольствием, просто когда? Мы уезжаем завтра. Ну так, завтра это завтра. А сегодня-то это сегодня? Уже народ собрался? Ну нехорошо получается, Любовь Петровна. Ну что ж нехорошо получается? У меня четырнадцатый концерт сегодня. Ну, четырнадцатый – это не срок. А вы знаете, как иногда бывает? Человек в поезд сел, чтоб домой поехать. А мимо Москвы проехал, туда-там где холода. Я поняла. Дайте мне двадцать минут, пожалуйста. Вот спасибо вам, Любовь Петровна. Просите, что хотите. Спасибо. Вы можете приказать, что вот это вот прекратилось? Вот эта музыка, вот эти песни, как вы сами понимаете, Любовь Петровна их знает все наизусть. Мы уже здесь целую неделю. Она не может спать. Эти песни все время поют. Эти мальчики на деревьях висят. Причем с биноклями. Да ты не нервничай, пианист. Вот так у нас цветы в Одессе ставят. Оп! А с этим мы разберемся. Вот теперь хорошо получается. Да? Я спела весь репертуар. Он с Мироновым привез нас в номер. До утра рассказывал. Чудовищные, пошлые, совершенно не смешные анекдоты. А между ними просил за Родину пить. Я думала, я с ума сойду. Люба, бедненький, он так налезался. Я его в поезд утром сама грузила. Забыла у тебя спросить. А что с Шумятским? Арестован. Арестован вместе с женой Леей Савиной. Жену за что? Ой, господи! А никто ничего не знает. Но есть и другие новости. Звонили от Сталина. Сказали, что был готов обсудить постановку следующей фильмы. Какой? Не знаю. Я Шумятскому много заявок подавал. Есть одна идея, буду ее отстаивать. Арестован. Как теперь жить? Как прежде жить. Делать вид, что ничего не случилось. За что? Здравствуйте, Любовь Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь Петровна. Здравствуйте. Сберите чего-то. Невеста мне сказал, Шумятский знал, что его арестует. Он выступил против него на валютбюро. Когда? Лет десять назад у него возникли разногласия с вождем по национальному вопросу. Шумятский правильно считал, что нельзя так бездумно подчинять национальное большинство. Ну, Забайкаль и Бурят, в Грузии, Осетины и Абхазов. Сталин лишил его всех постов, выслал в Аргентину. Но потом простил, принял обратно. Это же десять лет назад было. Да. Да, да. Он никогда не прощает никому. Он все помнит и мстит. Любочка, мы должны быть очень осторожными. Очень, очень осторожными. А мы почему должны быть осторожными? Почему? Потому что мы были лучшими друзьями Боя и Ильи. И другие тоже были. У него все режиссеры странные друзья. Я… Другие… Другие не засиживались у него на кухне ночами. Другие не ездили с ним в Германию, Америку. Других он не выгораживал. Перед вождем, как меня. Что мы здесь делаем? Пойдемте в номер. Не знаю, может быть я схожу с ума, но мне кажется, за нами слепят. Тихо. В таком случае пойдемте домой. А вы думаете, у них не найдется способов узнать фипронасы дома? Ну… Любочка, скажите, зачем мы снимаем дожки, ну а? Кому это нужно? В чем я виноват? А? В чем я виноват? Только в том, что пытаюсь их рассвешить. Тише. Оплевать им. Хотят, пусть знают. Все знают. Идемте, Люба. Идемте. Знаете, у меня дома есть великолепная комиссия. Ой, это что? Да? Великолепно. Я очень люблю вас. Я очень люблю вас. Вам какой? Третий счет. А Пырьев? А что Пырьев? Пырьев держит нос по ветру. Впрочем, как и я. В чем его винить? Молодец. Один Эльзен у нас насмерть стоит. Снимает то, что считает нужным. О чем будет ваше… Наши новые фильмы. О вас. Про вас. О чем еще? На больше я не способен. Есть лишь одно название. Буду отстаивать. Какое? Волга-Волга. Чаплин как-то подсказал. Вы такой выдумщик. Угу. Сейчас придумали. Нет. Катались с ним как-то на лодке. В Лос-Ангелесе. Я запел из-за острова Настрежа. А он говорит, вот и зыть Вольга. Я говорю, Великая Русская река. А он и говорит, Вольга-Вольга. Хорошее название для фильма. Я даже, вон, записал. Покажите. Любочка, людям, особенно мужу своему, надо доверять. Пожалуйста, дата, подпись Чарльз Спенсер Чаплин. А теперь производственная гимнастика. Дорогие радиослушатели, продолжим наше занятие. Я соскучилась по вам. Приготовьтесь к исполнению следующей группы гимнастических упражнений. Начнем с ходьбы на месте. Пятки вместе, носки врозь. Не сутультись, дышите полной грудью. И начнем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не сутультись. Держите спину прямо. Замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь приготовьтесь сделать наклоны вперед. Положите руки на пояс. Втяните живот. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дотрагивайтесь пальцами рук до самого пола. Коленки не сгибайте. Продолжайте упражнение. Не останавливайтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. И наклон. Шесть, семь, восемь. Молодцы. Наше занятие окончено. Мне ваша Шахерезада. И буду любить вас, как птица сирен. Твоя Шахерезада будет любить тебя, как птица сирен. Шахерезада? Слушаю, товарищ Сталин. Любить, как птица сирен, это как? Не могу знать, товарищ Сталин. Ну, между мужиком и бабой как? Между бабой и мужиком? Сирен. Ну, это… Может… Не могу знать, товарищ Сталин. Не могу знать. Ну-ка, сядь. Не могу знать. Ты что, со своей не куверкаешься? Так я… Это… Мы… Старым казацким способом основном, товарищ Сталин. Дибери соедини. Слушаюсь, товарищ Сталин. Да. Хорошо, товарищ Паскрепишу, жду. Лаврентий. Ты сам читаешь, что мне присылаешь? Конечно, товарищ Сталин. Любить, как птица сирен. Это как? Ну, это… Это, товарищ Сталин, когда она, женщина, ну, как бы вокруг него летает. Как? Летает? Зачем? Товарищ Сталин, это произнесено иносказательно. Как иносказательно? Э… Как птица сирен… Разврат, товарищ Сталин. Богема гнилая. Разлагается интеллигенция. Летает. Да кто ты такой есть, чтобы она вокруг тебя летала? Петрушка. Ну, а чего арестовали? Вместе с женой. На даче? Вместе с женой ночи никто ничего не знает. Обыск. В кабинете. Идет. Я сам. �, мать… Друзья мои. Ученики. Пришло время нам держаться ближе друг к другу. Я только одного не понимаю, за что? Он хотел только одного, построить наш советский Голливуд. Да Сталин же с ним бутсоль съел, они из старой гвардии большевиков. Почему же он допускает все это? Сталин над схваткой. Он просто смотрит. Смотрит? А почему он просто смотрит? Может, он просто не знает, что творит в Ежов-Иберии? Горишь, не будь наивным. Я не понимаю, я не понимаю, зачем Борис в Голливуде признан одним из самых лучших продюсеров. Он запустил вас, меня, Ваню, братьев Васильевых, Раома, Юткевича. Он сценария нам доставал, возился с нами, защищал нас. Да он попросту сделал все советское кино. Это какое-то головотяпство таких людей устранять. Все-таки я даже мысли не могу допустить, что Сталин знает и потворствует этому. Более того, он все это сам устраивает, сам. Все под его личным контролем. Зачем? Друзья мои, термидор неизбежен. Вспомните слова Демулена, который вскричал на гильотине. Революция пожирает своих детей. Берегитесь, боги жаждут. Я позвал вас, чтобы сказать вот что. Я написал письмо Сталину в защиту Шумянского. Что ж вы нам-то не сказали? Мы подписались бы. Да не надо вам подписываться. Вам... Вам снимать надо. Расскажи мне лучше, что ты делал два года в Аргентине-то, а? Работал. А потом три года в Монголии. Помогал с экибатором строить социализм. Водички хочется, не бойся. Ага, пожалуйста. В Германии был два раза, да? Во Франции, в США, да? И что ты мне хочешь сказать, нарком, что тебя не завербовали? Только один товарищ Сталин. После революции ни разу за границей не бывал. Ты мне гнида. Сталина не трожь. Что вы от меня хотите? По нашим сведениям, ты завербовал Нильсена оператор-савтора, а затем режиссера Александрова. Ты кого еще завербовал? Ко мне записывались на прием, и в очереди стояли все режиссеры страны. Ну что же мне всех писать? Мне вчера звонил Паскребышев. Сталин хочет посмотреть пару частей Александра Невского. Я ему фильм не готов. Черновой звук будет до съемки, он нет. Сталин будет смотреть. И вдруг ввернул. ЦК рассмотрел заявку на Ивана Грозного. Ответ положительный. А это что значит? А что это значит? Я не понимаю. Я вообще уже ничего не понимаю. Шумятский в кое-то веки вспомнил про Ивана Грозного. Я уже забыл, когда заявку подавал. Потом я почувствовал. По голосу Паскребышева почувствовал. Не лезь ты со своим Шумятским. Невского хочешь? На, Грозного, на. Хочешь, сам Сталин к тебе на просмотр приедет. Только одно. Не трожь. Не трожь то, что неизбежно. Кесарю Кесарева. К чему вы это все, Сергей Михайлович? А к тому, Гриш, что Шумятского нам с вами нужно забыть. Прекрасно. А может, его совсем не было, а, учитель? Все. История пошла дальше. Мне предложили новую работу. И мне. Вот отлично. Работайте. Надо как-то пережить все это. Как это все пережить? Прекратите ныть. Вспомните, каково сейчас Борису. Вы и ваши фильмы памятник ему до небес. Работайте. Пока на свободе. До свидания. Вот. Вот. Ваш сотрудник. Степанцова Мария. Редактор. Утверждает, что вы неоднократно после поездок в Германию, Францию, США предлагали ей сотрудничество с иностранной разведкой. Было? С тремя сразу. Ты давай, не умничай. С германской разведкой. С германской. Бред. Маша, откуда этот бред? Простите, Борис Захарович. Я уже месяц тут. Это ужас. Они мне пальцы расплющили. Морят голодом, бьют сутками. Я умоляю, соглашайтесь на все. Тебя зачем сюда, Суконка, позвали? Ты давай по делу говори. И скажу, скажу. Он платил деньги валюте, чтобы я выносила из министерства документы с грифом «Декрет» тот страшный человек. Я ему писала отчеты, а он их передавал с наградицу. Значит, ты подтверждаешь, что Шумятский тебя завербовал. Да, он вербовал режиссером-сценаристов, оператором. Я могу подтвердить. Я там всю фамилию указала. Уведите. 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 Борис Захарович, милая, простите меня. Простите меня. Ну что, давай подписывай. Ух ты, домой аж пора. И ты выспишься, наконец. Подпись. Старик сам не свой. Все время за сердце держится. Видел? Видел, видел. Да, у меня же премьера завтра. Придешь? У тебя премьера? Угу. Да ты что, какое совпадение. У меня тоже премьера, Вань. Летим с Любой в Свердловск. Обязаны быть, сам понимаешь. Тебя подвезти? Нет, спасибо. Я пешочком пройдусь. А, ну ладно. Понятно. А что тебе понятно? Да то понятно, что успех товарища поперек горла тебе. А у тебя успех. Да, да. Да, успех, Гриша. И ты прекрасно об этом знаешь. Я, Вань, знаю одно. У него гениальный Прокофьев. Актеры первачи. Черкасов, Охлопков, Абрикосов, Блинников. А ты, мой друг, не придумал ничего лучшего, как перелицовывать зады у товарища. О чем ты? Какие еще зады? Не понимаешь? Не понимаю. Тогда передает меня пламенный привет Тунаевскому, Лебедеву Кумачу и артистке Ладыниной, которую ты нарядил и причесал под Орлову. Под Марлен Дитрих причесал. Под Марлен, как и ты, Гриша. Да будет тебе известно, Марлен причесал. Я в Европе. и отправил в Голливуд. Великий комедиограф. Почему без жены приехал комедиограф? Она много работает, товарищ Сталин. Премьера цирка в Сибири и на Дальнем Востоке по всей стране. Неправду говоришь. Боишься показать. Мне жену. Совсем дурак. Не бойся, не трону. Мы посоветовались с товарищами. Думаем, кому дать снять фильм к 20-летию октября. Это очень важная веха. Понимаешь? Конечно, товарищ Сталин. Важнейшее. Нужно снять настоящую народную комедию. Я подчеркиваю, народную. Как пыльев снял. Видел? Да, видел. Ну вот. Без этих твоих любовных соплей ты в цирке увлекся поцелуле, пято-десято. Как ты позволяешь Орловой всю наваску? Это жена твоя. Ну она прежде всего артистка, товарищ Сталин. Это пароли? Ну ладно. Думай о сюжете. Есть кое-какие соображения, товарищ Сталин. Выкладывай свои соображения. Надо снять фильм о народном творчестве. Мы совершили революцию, чтобы дать широким народным массам возможность творить. Это из вашей статьи, товарищ Сталин. Вот. Хитрый ты, Александров. Сразу за еблочко берешь. Не отвертишься от себя. Что они там будут творить? Развивай. песни, товарищ Сталин. Действия фильма происходят на Волге. Все поют, танцуют. И фильм этот будет называться «Волга-Волга». Слышишь, Лаврентий? Что, товарищ Сталин? Вот. Александра. Здравствуйте, Лаврентий Павлович. Привет. Хочет снять кино. про «Волгу». Вернее, Иосиф Виссарионович, про веселых людей, живущих на Волге. Садись. Что ты стоишь, как пень? Благодарю, Иосиф Виссарионович. Я постою. Мне так удобнее замысел фильма раскрывать. Знает, Лаврентий, что негоже рядом с членами политбюро сидеть. или брязгует. Да ну что вы. Как ты думаешь, Лаврентий, снимет он комедию про Волгу? Это хорошо, что режиссер хочет показать великую русскую реку. Но и про великую стройку нельзя забывать, товарищ Сталин. Не. Надо показать великую стройку. Деятели искусства должны знать, чем живет страна. Поезжай на Волгу и пищи сценарий. Спасибо. Спасибо за доверие, Иосиф Физерионович. Эй, ты стойка. Да. Помнишь, как ты вон там прыгал на том месте? А, конечно, конечно, помню. Ну вот, Лаврентий. Что, товарищ Сталин? Поспорим с тобой. На бутылку муку за ней, что ты не сможешь сделать так, как сделает товарищ Александров. Товарищ Сталин, я многое не смогу сделать, что делает товарищ Александров. Он известный режиссер, актер и... Но ты же борьбой занимаешься? Занимаешься? Так точно. Спортсмен? Прыгаешь? Прыгаю? Вот. Иногда. Товарищ Александров, покажите члену Политбюро, как прыгают советские кинорежиссеры. А ты, Лаврентий, смотри. Для вас. Ап! Молодец! Совсем спортивную форму не потерял. А теперь ты. Я? Давай, давай. Товарищ Сталин, я... Покуверкайся. товарищ Сталин. Давай, сказал. Тут все свои. Давай. Ты же поспорил. Попрыгай. Пенс не варить больше. Ладно, Лаврентий, я пощутил. Идите оба выпьем за здоровье Любовь Орловой. Вот Лаврентий. Поэтому она и живет с ним. Не с тобой и не со мной. А с ним. Потому что он фляг делает в 35 лет. Здоровье Любовь Петровны. Лаврентий Передай, красавица. Скажи, что не умеха. Верю я. Проспорил. Спасибо. До свидания, Иосиф Позеренович. До свидания, Лаврентий Павлович. До свидания. До свидания. Вы его на канал послали? А если он там что-то не то увидит? То, что надо, то увидит. А что не надо, он не замечает. Почему? Потому что человек такой живет без задней мысли. У тебя, Лаврентий, какая температура тела? 36,6. Ну вот. А у него 38,8. Немножко глупый, немножко хитрый, но пылает оптимист и прыгает хорошо. Ладно. Пускай снимает. Пока жена молодая. Да иду, иду. Сейчас. Здра. Че надо? Да. Я, видимо, звонки перепутал. Так не путай. Позвольте, позвольте, позвольте мне пойти. Кому? Куда прешь? Я... Гриша, это ко мне, Макар Петрович. Проходи. Спасибо. Здравствуй, Коля. Пойдем. сам живет, не пойми как. И ходят к нему, не пойми кто. Пьянь всякая. Ну что, Коль, как тебе мое предложение? Гриша, только идиот может снимать комедию про художественную самодеятельность. Моя готовность к халтуре так далеко не простирается. Да не про самодеятельность это, Коля. Талантливая девушка, написала хорошую песню. У нас в стране есть таланты. Послала в Москву на конкурс, выиграла его. И теперь вся страна ее ищет. И песня ей поет. Вся страна. Ну, грандиозный сюжет, Коль. А, это уже философия безумного оптимизма. Вот тебе байка. Смотрел, как твой Мирхольд алес Островского. Успех невероятный. Публика аплодирует, актеры кланяются. Мирхольд выходит на поклоны. Раз, другой, третий. Публика не смолкает. Мирхольд говорит, хочешь раскланяться за Островского? Я слышу, а публик скандирует. Автора! Автора! Выводит меня на сцену и говорит, товарищ Александр Николаевич Островский. И что? Ну что, отвесил в пояс портеру за Островского. Надеюсь, Александр Николаевич на меня не ваминиет. Вот тебе, Гриша, вся культура. Эрдмунд Островский. Какая разница? Ну что, Коля, ты берешься за сценарий? Один твою ахинею не потяну. Надо подумать. Миша Вольпина возьму со автора. Вольпин. Блистательный поэт. Я за Вольпина. Беретесь, да? Под патронажем гения всех времен и народов. Да, под патронажем, Коля. А известно ли вам, Гриша, что Сталин ни разу не был ни на одном мейрхольдовском спектакле? Нет, неизвестно, Николай. Судьбе угодно было, чтобы я встретил безусловного гения в села до имельча миру холи, да? Гения. Это чтобы уязвить? Мне тебя уязвлять? Зачем? Сценарий, говоришь? Да. А куда делаться? Берусь. Вот здесь будет финал фильма. Смотрите, какая потрясающая постройка. Красиво. Да, красиво. Но надо, чтобы еще и просторы были красивыми. Поплывем завтра с Эрдманом до Урала, будем объекты выбирать. Урал. Странно. Что на Волге нет красот. Может и есть. Но Володя сказал, Урал лучше. Я ему доверяю. А, приедем, будем запускаться. Эрдман посоветовал тексты песен заказывать не у Кумача, а у Миши Вольгина. Что вы думаете по этому поводу? Гриша. Я думаю, что вы лучше знаете. Конечно, я знаю лучше. Ну, вот, пожалуйста. Отвялся не работать с Дунаевским и Кумачевым. Миша Вольпин, Миша Вольпин, я его не знаю, не работал с ним. Ну, и талантливый, черт возьми. Талантливый. Талантливый. Надо брать. Любовь меня не слышать. Что с вами, любовь укропа? Я беременную. Что вы об этом думаете? Я? Вы хотите ребёнка. У меня нет этого окна. Ну, как же нет? А Дуглас? Поймите, я, я плохой отец. Син растёт где-то, к сексуалу я его не вижу. Вы решите сами. Как вы решите, так и будет. Я даже не знаю, я о съёмке. Да, Чарли, какие съёмки? Перестроим график, отложим, запустимся позже. Всё сделаем, как вам будет нужно. Ух! Я не знаю, что мне нужно. На выбор натурных объектов я заложил месяц. Приезда, вы должны принять решение. Какое решение? Вы хотите ребёнка, Александров? Я хочу с тобой прожить. Да грубо. А с ребёнком, без ребёнка это уж ты реши. Куда этот пароход уходит? Нам нужны люди. Нам нужны новые борцы. Новые борцы. Строители прекрасной… ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Уже приехали? Спасибо, выхожу. Строители новой прекрасной… жизни. Аборт, как уничтожение зарождающейся жизни, недопустим. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, здравствуй. Здравствуйте. Вы ко мне? Люба, это я. Оля Родимцева. Мы вместе в студии пластического танца занимались. Запамятовала? Оля… Родимцева, я… Простите, я с самого начала не узнала… Ничего, я б сама в себе сейчас не узнала. Вы проходите, проходите. Вы… Ты откуда? С поселения из Тудьбы. Меня сексировали по болезни. Из лагеря освободили. Там места для новых крупных партий освобождают. Не прогонишь? Да… Если нет, я пойму… Оля, ну что ты такое говоришь? Ну, как ты можешь? Раздевайся. Мама! Мама, иди, иди сюда! У меня минус шесть на ночь. Пустишь? Меня в Воронеже жить назначили. Я проездом, ведь у меня никого. Оля, ну как никого, а муж? Дети! Никого, родная. Всех под нож. Как? Я чудом жить осталась. Оля… Ты что? Я прошу тебя… Немедленно встаньте! Оля, я прошу вас! Ну что вы делаете? Мама! Да что здесь происходит? Встаньте! Немедленно встаньте! Встаньте! Ну-ка… Оля? Родимцева? Евгения Николаевна узнали? Да. Мы сейчас будем обедать. Да вам я… Какой обед? Ей помыться надо. Олечка, Ванну непременно помоги раздеться. Ванна, это по-божески. Давай, давай, давай. Раздевайтесь, раздевайся. Пять лет Ванну в глаза не видела. Пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Алло. Да-да-да, вы меня простите, я… Бегу-бегу, минуту. Одежду всю прожарку. А что со спиной? Оля, что? Позвоночник сломали. Как сломали? Вертуха прикладом огрел. Мы какую машину убили там. Да ведь, Олегия, норма. Вода ледяная по грудь. Как выполнишь? Огрел. Хорошо, что не застрелил. Успокойся. Успокойся. Выберите что-нибудь. Иди, как Оля танцевала. Как бог от пустыола. А свадьбой, помните, всех под нож. Мамочка! Хватит. Езжай, а то опоздаешь. Я справлюсь. Езжай! Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну, успокойся. Успокойся, успокойся. Давай. Оля, давай. Давай, давай. А то замерзнешь, Олечка. Давай, Милка, давай. Ну, успокойся, Олечка. Все хорошо, ты с нами, ты у нас дома. Все, все закончилось. Успокойся, милая. Успокойся, все будет хорошо. Ну, успокойся. Успокойся. Успокойся, Милая. Успокойся, все хорошо. Ты у нас в доме, ты с нами. Все будет хорошо. Ну, начали. Товарищи, партия и правительство издали указ о запрете абортов на всей территории нашей необъятной Родины. Я, Любовь Орлова, полностью поддерживаю постановление партии и великого Сталина. В то время, как в буржуазных странах не знают, куда деть своих людей, где найти им работу, чем накормить, нам не хватает граждан. Нам так много надо сделать. Нам нужны новые и новые борцы, строители этой жизни. Нам нужны люди. Аборт, уничтожение зарождающейся жизни, недопустим в государстве строящегося социализма. Аборт – это злое наследие царизма, когда человек жил узколичными интересами, а не жизнью коллектива. Великий Сталин указывает. Такие вопросы, как семья, рождение детей, из личных становятся общественными. Советская женщина уравнена в правах с мужчиной. Для нее открыты двери во все отрасли труда. Но наша советская женщина не освобождена от великой и почетной обязанности, которой ее наделила природа. Она – мать. Она родит. Да здравствует наша советская женщина. Красивая, многодетная, здоровая женщина-мать. Стоп. Боже, потрясающе, Любовь Петровна. Потрясающе. Спасибо. Мы закончили? Да, да, конечно. Ах да, Любовь Петровна. Говорят, что вы с Александровым квартиру получили? Давно уже. Но говорят, что у вас весь московский бомонг, что у вас Донаевские песни поют, что артисты МХАТа. Говорят, коров доят. А мы в основном работаем. Нам веселиться некогда. Любовь Петровна, ну пригласили бы хоть раз. Но мы с вами столько лет у микрофона. Чайни чужие. Ой, что это? Животик. Руки на сетку. Беги-беги. Добегаешься, звезда. С двадцать шестым соедини. Любочка, дорогая моя, как вы? Сказать сейчас хорошо. Глупо. Война, я, наверное, вам спасибо должна сказать. Простите, язык не поворачивается. Бедная вы моя, бедная. Вы знаете, Степан Петрович, у меня нет. Он очень хороший доктор. Он такой добрый, такой несчастный, бедный, бедный. Он всегда помогает всем актрисам. Вы уж, если что, не подведите его и меня. Просто обследование. Просто обследование. Простите меня. Не беспокойтесь. Я глупая провинциальная актриса. Здравствуйте. Никто ничего не узнает. Как не узнает? А Григорий Васильевич? Вернуться скажу. Прости, Гриша. Я очень хотела этого ребенка. Я очень хотела. Но родимцева. Война, вы себе не представляете, какие у нее были детки. Всех под нож. Мужа в один лагерь, ее в другой. А дети — ужас. Дедок, за что? Всю ночь рассказывала. Не хочу. Какая пустота. Проживу на свете, и следа не останется. Что? Следа не останется? Да вас даже сволочи запомнят. Войфай, Нэш. С вами даже разордаться не возможно. А что, разве не так? Ну, оглянитесь вокруг. Кругом, куда ни кинут. В основном дураки. И дамы без собачек. Расскажите что-нибудь. Вы о чем в детстве мечтали? В детстве? А, у нас в Таганроге. Был плитсмейстер. Грузин. Такой старый, толстый, добрый. Мы, дети его, просто обожали. Я мечтала, чтобы он тонул в море. А я его спасала. Он тонул, тонул. А я спасала, спасала. И чтобы сбежался весь Таганрог. И чтобы мне дали медаль. И напечатали в газете. Здравствуйте. Здрасте. Вам лучше. Я всегда думала, что вы с детства актрисой мечтали быть. О, это было так давно. Я тогда из семьи ушла. А где теперь ваши родители? После революции бежали. Кольшу. Кольшу. Я вот иногда смотрю на луну. И говорю. Кельмелек кадош. Баруха таданай. Ломеролы. Энэйнам. Энэйнам. Фаина, что это значит? Это значит, здравствуйте, папа и мама. У меня тут на земле все хорошо. Забылась мечта вашей дочери-идиотки. Стала актрисой. Стала. На луну смотрите. Почему на луну? Потому что больше. Это как на луне. Не увижу их. Никогда. Даже в подзорную трубу. Не так интересен ход ваших мыслей. Не понимаю, как вы так думаете. Почему именно так отвечаете? Вот тут недавно один режиссер тоже мне говорит. Хотел предложить вам роль. Как послушал, хочется отдать оплеуху. А увидел, хочется выброситься из окна. А я ему, не надо, любезный, не прыгайте. Здесь первый этаж. Бесполезно. Убежал. Так я его напугала. Даже картуз забыл взять. Бедный. Бедный. Вина. Мне уже лучше, пойдемте. Да-да. Да. Бедный. Жалко, что встречаемся по таким поводам. Вы сейчас домой, да? Мама там. Тут же все поймет. К Ламановой поеду. К Ламановой. Боже мой, Люба. На это способны только вы со стола. И к портнихе. Поедемте со мной. С вами так хорошо. Ламанова обшивает ЦК. На какие шаши, Люба? Так я могла бы... Знаю. Денег не возьмете. Любочка, я бедная, но не нищая. Училась плохо. Писать грамотно так и не научилась. Считать тоже. Наверное, потому всегда и по сию пору. Без денег. Но, заметьте. Хожу пешком. Бодро. На стороне советов. До свидания, Любочка. Давай, давай. Давай, давай. Снился мне сад Под венечному горе. В этом саду Мы с тобою вдовоём Звёзды на небе, А звёзды на море Звёзды на все... Ваина Георгиевна. Боже мой, вы меня напугали. С вами хотят пообщаться. Вы должны проехать со мной, я вас настоятельно прошу. С вами? А где вас подбирают, товарищ? На птичьем рынке у вас какие-то профили ворон и голубей. А что настоятельно требуют? Скажи спасибо, что просят. Пока. Садись в машину, Крайля. С ветерком довезут. Благодарю вас. Большое спасибо. Теперь я понимаю, что вы из высшего общества. Так. Вы давно привлекли наше внимание. Партии правительства оценивают ваш талант. Вы сыграли немало ролей в театре и кинематографе. Еще сыграете? Надеюсь. Вашими молитвами. Вашими молитвами. Лично я атеист. А знаете ли вы, Фаина Георгиевна, что с развитием социализма происходит обострение классовой борьбы? Вот как. А, кстати, я недавно почувствовал… Что почувствовали? Обострение. У меня семь пятниц на неделе. А по субботам… Запор. Что вы вынесете? Это о чем? А вы о чем? Я о запоре. Товарищ Раневская. Натиск врагов постоянно усиливается. Вы согласны? Согласна. В нашей стране известным людям, артистам, например, режиссерам угрожает постоянная опасность. Вы согласны? Угрожает. Враг не дремлет. В этой связи мы предлагаем вам сотрудничество. Боже мой. Я так и сдала. Я так и сдала. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Благодарю, Фелик. Неужели моя мечта сбылась? Боже мой. Что? Зачем вы ходите? Сядьте. Благодарю вас, мой родной, мой дорогой. Если бы вы только знали, как я мечтала об этом с детства, чтобы меня наконец хоть кто-нибудь позвал. И такой, как вы, простой советский человек, сказал, Фаина, ты должна влиться в наши ряды. Ты сможешь, Фаина. Неужели это произошло? Произошло, произошло, Фаина Георгиевна. Мы предлагаем вам сообщать некоторые сведения о людях, с которыми вам приходится общаться. Говорите, говорите. Я все расскажу. Всю гнилую суть. Я их всех ненавижу. Ну вот. Вот. Орлова, Любовь Петровна. Нам было бы очень интересно знать, какие разговоры она ведет с вами, с окружением, со своими подругами. Позвольте. Орлова. Орлова. Я ее ненавижу. И все про нее расскажу. И про Александрова тоже все расскажу. Всю их подноготную. Это еще та барочка баран, да ярочка. Но у меня есть одна, но неразрешимая проблема. Какая? Папируска. Ой, благодарю вас. Я очень люблю курить. Да. Я не только храплю по ночам, но и разговариваю. В каком смысле? И пою. Причем не своими голосами. Что поете? Как что? В субботу, в день ненастный, нельзя в поле работать. Что вы несете? А иногда, полнолуние, я голая хожу по крышам и по балконам. Это реже. Но самое главное, это соседи по коммунальной квартире. Они меня подслушивают под дверью. Они все время меня подслушивают. Вы даже представить себе не можете. Товарищ, когда бы я не открыла дверь, меня обязательно под нею кто-нибудь подслушивает. И что? Как что? Как что? А если я вдруг выболтаю какие-нибудь важные сведения? Явки, пароли? Да явок паролей вам еще далеко. Как вы не дадите мне пароли и явки, а Маузер? Если б вы только знали, как я мечтаю их всех перестрелять. Этих сволочей, артистов, режиссеров. Успокойтесь, если вы согласны на сотрудничество, пожалуйста, вот, заполните формуляр и распишитесь. Ну, конечно. Конечно, а как же? Я. Фельдман. Раневская. Фаина. Нет. Не согласна. А – вот так. До вы же прекрасно помните, я вам говорила об этом, что я привыкла со всеми делиться своим богатым внутренним миром, или голая, и при Луне. Богатым внутренним миром будете делиться с нами. А то, что вы ходите и разговариваете по ночам, мы вас вылечим. Это мы умеем. Пожалуйста. А это еще никому не удалось. Даже Станиславскому с Мэрхольдом. Вот мне тут недавно позвонили и сказали, алло, Раневская, пошла ты взад. Ты сумасшедшая, мы с тобой работать не будем. Вот. Я скажу то же самое. Пошла вон. Ой, мужчина. Неужели ты не видишь, что она над тобой издевается? Но ведь вы же мужчина. Но если вы не хотите иметь такого и санного сотрудника, воля ваша премного благодарна. Прощайте. До свидания. И уж поверьте мне, я вам это обещаю. Свидание с нами в будущем. О, что я так похудела-то? Придется затянуть. Ну-ка, ровно стой. Вот. Что ты как не живая сегодня? Устала? Чуть-чуть. В радиокометите. Целый день сегодня. А Гриша все еще на Урале? На выборе натуры. Месяц уже. У меня клиентка новая появилась. Поздравляю. Из съемочной группы Гриши. Водка. Водка. А кто это? Как фамилия? Не помню. Вилкина, Рюмкина, Ложкина. Что-то ресторанное. Брошкина? Да, Брошкина. Это скорее галантерийная. Есть такая. Два платья у меня дорогущих заказала. Откуда только деньги? У меня даже жены генералов на такой материал наскрести не могут. Действительно, зачем ей? Она ассистент на площадке. Ассистент? А мне щебетало, будто Григорий Васильевич ей роль обещал. Чепуха. Чепуха. Я тоже так подумала. Такими сиськами заняться. Только буфейчиц играть. Эпизод 48, сцена 11. Выезд на песню водовоза. Музыка! Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не тут дым, и не сюты. Стоп! Что такое? Лошадь не вышла на точку, она перекрывает буваловую. А Павел Алексеевич, стоп, стоп, стоп! Что-то не так, Григорий Васильевич? У вас все так. Музыкальный диверсисмент будем снимать чуть позже. Сейчас еще раз выезд. Кто-нибудь, в конце концов, с этой лошадью справится у нас или нет? Сейчас. Товарищи! Ваша кобыла должна встать вот тут. Вы линию видите? Вот, вот. Вот тут она нарисована. А она вот где. И своей головой перекрывает и водовоза, и бывалого. Товарищи, ну сколько можно рисовать? Вот точка, вот она. Нет, Григорий Васильевич, я ничего не могу с этим сделать. Это невозможно. Ко мне замечания есть? Игорь Владимирович, у вас все прекрасно. Работаете роскошно, превосходно. Извините, все силы брошены вот на кобылу. Нижайше благодарю вас. Товарищи артисты, уважаемые, дорогие, любимые, как только лошадь встанет на место, сразу текст, ни с секундой паузы. Договорились, друзья? Только вы махните четче и ярче. Я махну вам, и четче, и ярче. Себя, на терешке точки отметили, помним, да, где что? Спасибо. Любовь Петровна, ну что вы здесь сидите? Скучно, может, пойдете в гостиницу? Нет, нет, Григорий Васильевич, мне совершенно не скучно. Да? Угу. Сережа, а что вас поздоровит? Позвольте. Благодарю вас. Так, приготовились. Готовы, Гриша. Александра Андреевна, все приготовились. Володя. Григорий Васильевич, мы готовы. Хорошо. Камера готова? Камера идет. Эпизод 48, сцена 12. Выезд на песню водовоза. Начали! Ребят, тережка внимательна. Пошел. Ко мне идет. Так, стоп. Поехали. Чего встал-то? Говорит Бувалов, ни за что не пойдет. Почему не пойдет? Так она у этого места с детства приученой останавливаться. Ну? Нет. Пока и кусок хлеба с солью не вынесешь, ни за что не пойдет. Что удивительно, пятнадцать годов с ней езжу, а до сих пор не знаю, кто ее к этому приучил. Музыка! Знаете, что я хочу вам сказать? Удивительный вопрос. Перестаньте. Перестаньте. Почему я водовоз? Потому что без мозги... Сдох! Слушайте, чтоб ты сдохла, а! Это не лошадь, это овца какая-нибудь! Убирайте! Выключи банократы! Петров, меняй опыта! Пошли, Зорька. Петров, бегом. Зорька. Слыли они? Мы на них обиделись. Слушайте. Давай, пошли. Ко мне замечание есть? Григорий Васильевич! Есть, Игорь Владимирович, есть! Вы свободны, ничего не сняли! Ваши крупные сегодня уже не успеем, спасибо! Ну, пойдемте. Прекрасно поработали! Знаете, я ужасно устал! Я измотался здесь! Григорий Васильевич, вы успокойтесь, перемеется, ну, ка-то будет! Вы лучше поешьте бутербродиков, я вам не знаю. Спасибо, Сашенька, спасибо, спасибо! Ну что, Володь, готов? Володя готов, Гриша готов! У нас артист готов, у нас все готово! Командуйте! А что тогда молчить, давайте! Командуйте, Григорий Васильевич! Командуйте! Камера! Идет! Хлопушка! Бегом! Радость моя, от себя хлопушку, дальше, дальше хлопушку! Эпизод сорок восемь, сцена два, песня водовоза! Начали! Удивительный вопрос, почему я водовоз, потому что без воды и не тут-ы, и не сю-ы. Спасибо! Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, и выходит без воды, и не туда, и не сюда. Стоп! Свет! Ну, как? Изумительно. Ясность, простота. А какая смелость? Заседаем, воду льем. Нет, это лучшее из того, что я написал. Ну, лучшее ты написал период. Ну, брось, не обижайся. Ни с кем так легко, плодотворно не работается, как с собой гирш. Что? Гирш. Какой еще гирш? Меня зовут вообще-то Григорий. Нет, Григорий, ты был, пока снимать не начал. А сейчас ты гирш. Ну, извини, это я тебя переименовал. Гирш. А, гирш. Спасибо. Я просто не знал. Я убежден, что эта песенка переживет нас всех. Ну, конечно. Сам себя не похвалишь, никто же не похвалит. Ну, почему? По-моему, достойная вещь получилась. Гирш. Так. Тебе понравилось, Нильс? Гирш. Так, все. Авторы, давайте, что еще с плювики принесли? Так. Василь Иванович, доставайте текст. Идемте. Все вместе. Идемте. После вас, гирш. Идите, Нильс. Гирш Васильевич Александров. Топай давай. Гирш Васильевич. Слышишь? Нильс Петрович. Соломонович. Соломонович. Пш. 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 Дорога молодёжная! Ну как? А мне нравится! Слушайте, нравится мне! Здорово! Дымка золотая, придорожная, радость молодая, невозможная! Ну, а вот тебе как? Не дурственно, азартно, мажорность! А вот эта радость молодая невозможная! Я думаю, товарищи, что дорогого это стоит! Чинушам совкино понравится! А теперь без иронии, пожалуйста! Без иронии, я думаю... Дорогой, уважаемый Григорий Васильевич! Молодя! Я думаю, что Чинушам из Госкино понравится! Кстати, насчёт совкино! Василий Иванович, у тебя что-то есть! Да это... Прочти! Случайность! Прочти! Кино я знаю лишь немного! Признаюсь, без рисовки! Но! Люблю великого немого! И не люблю я совкино! Программа совкино «Потёмкин» Репертуар шальной больной! И тщетно громыхнул «Потёмкин», Парясь с халтурной волной! Всё искромсает по привычке, Монтажем зрителя смутив, Чтоб полиграмоты напичкать Невинный скетч и детектив! Я не скажу дурного слова, Зачем кривить от злобы рот! Люблю великого немого! А совкино наоборот! Да! Прекрасно! Гениально! Очень хорошо! Отдайте в крокодил! Да, неплохо заработаете! Спасибо! Так, ну а песня в работу! В работу и идём отмечать! Владимир Соломонович проставляется! Владимир Соломонович проставляется! Ой, ты, радость моя, невозможная! Тара-та-та-та-та-тара-та-та-та! Мне понравилось-та-та-та-та-та-та! Позвольте… музыкальной комедии «Волга-Волга». Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию песню из фильма, которую нам любезно предоставили авторы. Композитор Дунаевский и поэт Лебедев Кумач. Включаем записи. Авторы-то! Ещё снимаем, а песни уже в народ! Деньги гребут лопатами. Вы как считаете, Любовь Петровна? Вы говорите, Лида заболела? Ну да, говорят. Так вот, авторы, говорю. Жадные они, да? По-моему, молодцы, талантливые ребята. Товарищ Александров сказал делать рекламу фильма. Конечно. Вы уже закончили? Пойду. Душно. Любовь Петровна! Ну что мы делаем-то? Ждём, Игорь Владимирович. Чего мы ждём-то? Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, Любовь Петровна. Игорь Владимирович, что случилось? Не знаю, чепуха какая-то. По-моему, съёмка отменяется. Как отменяется? Ну, вон, говорят. Нильцин в больнице, захворал. Это инфлюенция. У меня Лида не вышла сегодня. А завтра я не могу, товарищи. У меня спектакль. Тут бы хотища такая. Давайте, решите что-нибудь. Я в гримёрной комнате. Действительно, душно. Люба, пойдёмте, текст повторим. Григорий Васильевич, я текст знаю. Что у нас с костюмом? Наталья, она же письмоносец, да? Костюм должен быть старый, поношенный. Наташа, мы же... Ну, он старый. Да это тот же костюм. Это не тот костюм, Люба. Идёмте, идёмте. Извините. Здравствуйте. Гриша, здравствуйте. Мы идём к вам в кабинет. Володя Нельсона арестовала. Директор тоже. И Гри Мёртвой Лиды тоже. Взяли сегодня ночью. Сволочи. 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 Ты что? Он гений. Всё, что я сделал, это он. Всё, что я сделал, это он. У него труды в Голливуде будут изучать. За что? Шмецкого нет, Горького нет, Бухарина нет, никого нет, не к кому идти. Вчера Тейзена звонил по скребушеву с его телефона. И что? Товарищ Сталин вопросами о комплектовании киногруппы не занимается. Всё. Ещё отсчитал, откуда у меня его телефон. Что я могу, что я могу. Я это понимаю, Гриша. Любочка, вы не понимаете. Все думают, что я всемогущий. Все ждут от меня какого-то эффектного жеста. Пошёл, освободил. А если не пошёл, значит трус. А я режиссёр, я всего лишь режиссёр. И для меня существует только одно, будет фильм или нет. Вы что, оправдываетесь передо мной? Я перед собой оправдываюсь, Люба, перед собой. Написал письмо друг к Эльскому, завтра пойду к нему. Вот что, Любочка, вы сходите к Жене Нильсона и едите, спросите, может передача нужна или ещё что-нибудь. Давайте поскорее переедем сюда. Что-нибудь так тянутся, это отделка, а? Обои клеят. На той неделе переедем. В Москве каждую ночь машины, 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 машины. Я всё жду, какая из них за нами. Тут хоть в лес спрятаться можно. Можно себе представить, съели волки, канули в природу и всё. Завтра обязательно схожу к Эдди. Как найти в себе эти силы и смешить? Кому объяснить, что невозможно, испытывая липкий ужас, а вдруг тебя завтра или стоит смеяться на площадке? Представьте себе, Чаплин снимает огни большого города. Каждую минуту ждёт и выглядывает. Воронков и чекистов с маузерами. Безумие. Вы себе представить не можете, как я вас люблю. Можно? Проходите. Спасибо. Здравствуйте, Семён Семёнович. А вы по какому вопросу? Товарищ Дукельский, я Александров, режиссёр. Вы меня помните? Я всех помню. Я к вам записывался на приём. Во сколько? Что во сколько? Ну, вы записывались на приём. Во сколько вам было назначено? В два часа. А сейчас, по-вашему, сколько? Два часа? Четырнадцать. Два часа бывает ночью, а сейчас четырнадцать. Вы, на всякий случай, это усвойте, товарищ Александров. Вы творческие работники к порядку не приучены, а у меня будет порядок. Днём четырнадцать часов, ночью два часа. Понятно? Понятно. Садитесь. Семён Семёнович, я написал вам письмо. Письмо? Письмо. Это? Да. Заберите. Вы его прочли? Нет. Зачем читать письма, если вы записываетесь на приём? Резонно? Какой у вас вопрос? Я по вопросу Владимира Семёновича Нильсона. Кто такой Нильсон? Оператор моей картины «Волга. Волга». Минуточку. Вот у меня записано, оператором картины «Волга. Волга» является Петров Борис Александрович, так? Теперь да, так. Но моим основным оператором и соавтором был Владимир Семёнович Нильсон, а теперь он арестован. Ну, арестован, и что? И что? Нильсон незаменимый оператор. Подождите, незаменимых у нас нет. Вам известно, кто это сказал? Семён Семёнович, дело в том, что арест Нильсона крайне негативно скажется на качестве картины. Владимир Семёнович – революционер в своём деле. Он разработал метод двойной экспозиции, он образовыванный, всесторонне развитый человек, мой соавтор, он… Григорий Васильевич, вот тут у меня написано, что у вас есть отставание в производственном графике. Ну, конечно, есть, если нет оператора! Повторяю, у вас есть оператор. Оператором картины «Волга. Волга» назначен Петров Борис Александрович. Есть отставание. Вот что мы будем делать с отставанием, Григорий Васильевич? Наверстаем. Ну вот, наверстайте, наверстывайте, работайте с оператором, которого вам назначили. И прекратите обивать пороги. О себе подумайте. Цените, какую возможность даёт вам Родина комедии снимать. Не смею вас задерживать. До свидания. Ида, я к вам. Зачем? Узнать про Владимира Соломоновича. Квартира наша опечатана. Я живу у родственников. Пришла к соседям забрать вещи. А машина… Ида, я могу помочь. Я встречаюсь с теми людьми, у которых можно просить. Мы его обязательно спасём. Не надо просить. Не о чем. Ида, я… Володю расстреляли. Ида! Тихо. Я прошу вас. Вчера… Вчера приходил человек. Не спрашивайте откуда. Его расстреляли. Господи! Лучшего из лучших! Ну как это? Володеньки нет! Я вас прошу. Возьмите себя в руки. На нас смотрят. Когда его отдадут похоронить? Оттуда не отдают. Расстреливают где-то в Подмосковье. В Бутово. И закапывают там же. Он со мной нельзя. Вы мне всё равно не поможете. Ида, подождите. Возьмите, пожалуйста. Я вас прошу. Возьмите. Вам теперь надо. Простите меня. Люба, ария неплохо. Текст про телеграмму — ну никак. Оптимизма нет. Игорь Владимирович, на репетиции было гораздо лучше. И где это? Оптимизма маловато. Хорошо. Сделаем оптимизм. А нельзя павильон-то как-нибудь проветрить? Нельзя. Дым уходит. Спасибо. Пожалуйста. Да, Люба. Где его найти, Григорий Васильевич? Ищите. Оптимизма? Ищите. Ищу. И юмора, да? Побольше, товарищ. Где юмор? Оптимизм. Огонь в глазах. Я прошу вас, я прошу, давайте. Приготовились к дублю. Мотор? Есть мотор. Камера? Идет. Стрим. Эпизод сорок шесть, дубль два. Стрелка догоняет Бывалова. Ёлки, активнее, активнее. Начали! Товарищ Бывалов! Вот вам газета. А телеграмму передавать. Я отказываюсь. Почему это вы отказываетесь? Потому что вы всего две недели как приехали, а берете на себя смелость утверждать, что в нашем городе нет талантов. В вашем городе не может быть талантов. Это у нас не может быть талантов. А вы дядю Кузю знаете? Какого дядю Кузю? У которого племянница Фимка, курьершей служит. Вы слышали, как она Татьяну поёт? Какую ещё Татьяну? Начнёт тихонечко-тихонечко. Я пью волшебный яд, не лови, И не обрежут мечты, Везде, везде, везде. Передо мной, Той, суши, и другого, Везде, 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 Снято! Елки, стоп! Молодцы, спасибо большое вам, спасибо, товарищи! Снято! Оптимизм был, всё было. Игорь Владимирович, спасибо. Любовь Петровна, отдельное спасибо. Спасибо. Переходим к следующему эпизоду. Бывалов на пеньке, к нему подходит стрелка. Пожалуйста, готовимся. Переставляем камеру. Камера на следующую точку. Это сорок седьмой, да? Сорок седьмой. Что у нас с приборами? Так, актёры у нас готовы? Да. Непременно. Замечательно. Переходим к следующему куску. Снимаем с захлёстом с фразы «Стрелки про мишку резчика». Любовь Петровна, потом стихи и грузинский танец. Всё помним? Замечательно. Приготовились. Фонограмма готова? Готова. Тишина на площадке. Мотор! Есть мотор! Камера! Есть камера. Эпизод сорок семь, дубль один. Начали. Никто у вас так петь не может. Чтобы так петь, двадцать лет учиться нужно. А Мишка резчик? Не талант, по-вашему? Да он как из дома отдыха вернулся, он всего демона наизусть говорит. Подержите, велосипед! Я тот, говорит, которого никто не любит и всё говорит, живущая клянёт. Я тот, говорит, который всё погубит и всё потом… Так, вы не агитируйте меня тут! Я на улице самокритикой заниматься не позволю! Возьмите ваш велосипед! Да этот демон так говорит! Какие тут могут быть ещё демоны? Никто так говорить не может! А Гришка склейщик? Да у него в лесгинке сорок четыре колена, если хотите знать! Подержите велосипед! Он и так может! Он и так может! Он и так может! И так может! Не парень, а орёл! Угу! Угу! Знаете, про других всякие врать умеют! А вот вы-то сами что можете? Нет, я сама… Может быть, сама я ничего не могу? А это не важно! Я письмоносец! И вообще, я больше ваши телеграммы передавать не буду! Не будете? Почему не будете? Потому что у нас есть таланты! И я вам это докажу! Не докажете! Не докажу! Отдумьте! Мой велосипед! Катайте мою газету! О! Товарищи! Вам были представлены рабочие материалы эпизодов картины товарища Александрова «Волга, Волга» Прошу начать обсуждение, только давайте по существу, без лишней комплиментарности, Николай Григорьевич! Я считаю, что нужно удалить реплику, как здесь из Азии в Европу пройти! Как через канаву перескочите, так прямо в Европу и попадете! Это представляется оскорбительным для нашей страны! Ага! И где это, товарищ Александров, видел канавы на границе СССР и Европы? В литературном сценарии имеются в виду границы между Европой и Азией, которая, как явствует из учебников географии, проходит ровно посередине СССР строго по горному хребту Урала! Товарищ Александров, у вас еще будет возможность высказаться о деталях! Дальше, Николай Николаевич! Предлагаю убрать сцену, когда на милиционера сдувают сажу с самовара! Ну, это какая-то дискредитация советской милиции, что ли? Послушайте, это комический эпизод! Комический! Товарищ Александров, сядьте! Вторая поправка принимается! Данила Абрамович! А считаю необходимым убрать реплику секретаря Обывалова, когда она критикует немодную одежду Стрелки! Это буржуазный снобизм! Ну, какая она буржуазка? Простая советская женщина! Пусть талантливый музыкант будет не военный, а рабочий! Ну, нельзя же так скользко походя смеяться над нашей армией! А я считаю, следует изменить название городка! Мелководск! Ну, таких названий в СССР нет и быть не может! Ну, а какие есть предложения? Пусть будет Глубоководск! Нет-нет-нет, товарищ! Нет-нет-нет! Это не пойдет! Семен Семенович! Да! А что, если Высокогорск? Правильно, Николай Григорьевич! Запишите, поправка принимается, Высокогорск! И еще, товарищ Александров, мы с вами должны понимать, что мы помогаем зрителю точнее понять материал. Прошу вас всех пройти в мой кабинет, и мы продолжим обсуждение рабочих материалов комедии «Волга-Волга». Прошу вас. Дорогие товарищи, друзья, коллеги! Я хочу заявить Вам искренне, с абсолютным пониманием сложности нашего времени, спасибо Вам большое за то, что помогли мне понять мои ошибки. Должен Вас поправить, товарищ Александров. Это были не только ошибки, это было сознательное вмешательство врагов народа оператора Нильсона и бывшего начальника государственного комитета по кинематографии Шумятского. Потому и благодарю Вас, товарищи. Спасибо Вам большое за то, что помогли мне исправить ошибки, допущенные мною при съемках фильма «Волга-Волга». Я обещаю, что и впредь не допущу потери бдительности. Товарищи! Товарищи, я считаю, очень грамотное выступление, идеологически выдержанное. Семенович, Вы согласны? Да, согласны. Товарищи, должен Вам сообщить чрезвычайно важную вещь. Товарищ Сталин посмотрел фильм и одобрил его к показу на экранах. Ну, это самое главное. Но товарищ Сталин требует убрать имеющийся в фильме поцелуй актрисы Орловой. Простите, а какой из них? У нее там много поцелуев. Уберите все, на всякий случай. На всякий случай это невозможно. Если я не ошибаюсь, в картине у актрисы Орловой пять поцелуев. Первый — в начале, на застрявшей переправе. В середине, когда она оказывается на одном пароходе с Тутышкиным. И в финале, когда они поют вместе. Какой из них? Я уточню у товарища Поскребышева, какой имеется в виду поцелуй. Подумайте, товарищ Александров, трудящимся нужна комедия, здоровый юмор. А эти поцелуи — это излишне. Вы согласны? Да согласен я, согласен. А вы вообще понимаете, что фильм уже озвучен и сведена? Вы представляете себе, сколько труда нужно, чтобы убрать даже один поцелуй? И вы утверждаете, что товарищ Сталин разрешил фильму к прокату? Успокойтесь вы. Нет, вы мне объясните. Я же сказал, я все выясню, вам позвонят. Товарищи, правком, фабком, за мной мой кабинет. Держитесь. Григорий Васильевич, дорогой, готов в любое время дня и ночи переозвучить хоть все, бесплатно. Спасибо. Честное слово, с Гришей мы все, ты только позови, держись. Спасибо. Григорий Васильевич, пойдем. Куда? Пойдем, пойдем, пойдем. Поздравляю. Главное, Сталину понравилось. А вам, Сергей Михайлович? Мне каждый раз повторять, что я не поклонник твоей музыкальной вселухи. Совет. Делай два монтажа. Один показывай этому персонажу из сказок Гоффмана, Дукельскому. Второй спрячь, по нему печатай копии. Понял? А как, он же присутствует на монтаже, он проверяет. Ты показал первую склейку, она понравилась Сталину, все. По этой копии и печатай. Я делал четыре, четыре монтажа Александра Невского, а пятый свой показал Сталину. И он утвердил, этот Дукельский, он ни черта не смыслит, ни в излучании, ни в монтаже. Для него это все китайская грамота. То есть запутать? Ну конечно, конечно. Просит перемонтировать, перемонтируй. Посади его рядом с собой. Убирай поцелуй, уставляй. Ругайся с ним, спорь. А вариант, который утвердил Сталин, отправляй в печать. Потом сделаешь большой глаза. Может утвердил. Люба, Любочка, доброе утро. Доброе утро. Я вас ждала, ждала, а вас все нет и нет. Всю ночь с Петровым печатали копии. Ну что, поздравляю вас, картина принята. Поцелуи вырезали? Да ну их к черту, вырезали один. Мелководский я оставил. Дукельский сидел-сидел в монтажной. Зудел-зудел все время. А Сталину оказалось уже не до того. Приняли так? А что же вы не позвонили? Я волновалась. За вас. Любочка, я два дня в машине живу. Монтажная студия, копировальная фабрика. Монтажная студия, копировальная фабрика. Монтажная студия, в общем, все так все это. Макро-бросинки во рту даже не было. Где будем премьеру отмечать? А? Где? Здесь, на даче и отметим. Наших позовем, новоселья заодно справим. Мягкой мебель же еще не пришла. А я узнавал, она скоро придет. А наших это сколько человек? О, как в воду глядите. Список прикинул вечером. О, пожалуйста. Так сказать, ознакомьтесь со списком. Петров, Линский. А где это? Дайте, пожалуйста, перо, я запишу. А? Где это? Все время фамилию забываю. Кто? Ложкина. А кто это такая? Ассистент режиссера. А, это, ну как ее? Брошкина, что ли? Брошкина. Шурочка. Люба, ну давайте там всю группу уже пригласим. И друг Кельского заодно. Брошкина. О, совсем в щепку превратилась эти в вашем кино. Ну что, сдали начальству? Давай руку. Свою комэдию. Александров с Петровым. Печатают копии. По ночам. Наталья Сергеевна, скажите, а Брошкина эта, она еще у вас появлялась? Да. Шью для нее еще платье. Из какого материала? Так из самых дорогих заказывает. Вот. Даша. Здравствуйте, Любовь Петровна. Здравствуйте. Шелк. Шелк. А где вы его заказываете? Так достаю. Через внешторкоэкспорт, через базу Министерства обороны, как придется. Спасибо, Даша, иди. До свидания, Любовь Петровна. До свидания. А можете для меня заказать? Попробую. Сколько надо? Много. Ничего, ничего. Говорят, хорошо получится. Абель Дубовая. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Петровна, потрясающий дом. Поздравляю. Два года шли, и на сыночной работы. Да, да, да. Поздравляю. А мебель, как писалась мебель, а? У Любочки обменный вкус. Вот чего-чего? А вкус у Любочки. Игорь Владимирович Ильинский. Что? У нас гостяк. Браво! Спасибо. На тебе, кофейный сервиз. Смотри, не разбей. Вот комедия-то пучит. Игорь Владимирович, присаживайтесь. Вот сюда. Так, наливайте, наливайте, товарищи, не стесняйтесь. Парышня, а у меня-то я вас все увезла. Пойдемте, покажу. Мы ненадолго. Товарищи Григорий Васильевич, а вы с нами. Проходите, покажу. Да, мне надо много. Какой-то сюрприз. Сюрприз. А это спальня. Вам двоим. Ой, как вы хорошо сюда вписались. И так неожиданно для нас, для всех. Правда? Принимайте работу. Много песен про Волгу, про пето, еще не сложили такой, чтобы солнцем советским согрето, зазвенело над волдой рекой. Шурочка, успокойтесь. Благодарю. Извините. Солодька не хотите? Спасибо. Пожалуйста. А что, собственно, происходит? Это финал нашей комедии. Он еще не снят. Называется «Улепетовый пеструшка, пока Бобик не догнал». «Улепетовый пеструшка, пока Бобик не так далее, не так далее, это все десерство». «Улепетовый пеструшка, пока Бобик не так далее, мне надо это сделать». Ха-ха-ха-ха! Наташа, спасибо большое! Идите спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Все уехали. Я проводил. Выведитесь спать, я здесь все уберу. Прости меня. Прости меня. Александров, у телефона. Гуляешь, Александров? Товарищ Сталин? Поздравляю. Хорошую комедию снял. Приезжай. Поздно, товарищ Сталин. И я не знаю, куда. За тобой машина пошла. И жену с собой захвати. Жду. Он? Собирайтесь, Любочка. Машина скоро приедет. Вместе? Да. Прости меня, пожалуйста. Прости. Никогда бы не простила, если бы не знала, какой кровью досталась вам эта картина. Я предлагаю тост за здоровье товарища Сталина. Иосиф Виссарионович… Иосиф Виссарионович… Наконец-то! Иосиф Виссарионович… Иосиф Виссарионович… Подожди, сядь. Надоел. Добрый вечер. Добрый вечер, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Любовь Петровна, сядьте с нами. Присаживайтесь здесь. Садись там. Спасибо за приглашение. Выпейте, закусите как следует. Садись, ешь. Не сорвайтесь. Разрешите. Что ты наливаешь? Помой свои. Иосиф Виссарионович, это лучшее, как етинское. Эй, кислятина. Дай брау дюрессо. Я сам. Прошу. Спасибо. Товарищи. Простите. Вы что, светите? Такая красивая женщина перед вами стоит. А ну-ка, встаньте. Вы что? Извините. Слушаю. Слушаю вас. Все политбюро перед вами на вытяжку стоит. Слушаем вас. Иосиф Виссарионович, советская власть дала нам все. И это очень много. И я хочу, чтобы вы, товарищ Сталин, знали, безмерно наша благодарность вам. Безмерно? Кому? Мне? Или советской власти? Отвечайте. Это неразделимо. Здесь. Спасибо вам большое. Хорошо, говоришь. Прошу. Да. Товарищи, ваше здоровье. А лучше спой. С радостью. А давай покажем им, как надо петь. Песню о Волге, давай. Ты начинай, а я подхвачу. М? Сядьте. Много песен о Волгу пропетах. Много песен о Волгу пропетах. Ее еще не сложили на пай, Что бы солнце в совете согретом Зазвенело над Волгой рекой. Глянем песню и звонко, и смело, Чтобы в ней наша сила жила, Чтоб до самого солнца летело, Чтоб до самого сердца дошло. Ну-ка, пойте с нами. Наше счастье, как май молодой, Нашу силу нельзя сокрушить. Под счастливой советской звездою Хорошо ее холодом держит. Пусть забиты, как голодные волги, У границ оставляют слепей. Невыятым красавицы волги, И михим из волги плавли. Красавица морозная, Я родина свободная, Широка, глубока, сильна. Браво! Спасибо! Браво! Вот, Александров, третью картину тебе поручаю, И одна лучше другой. Какой секрет, Зинаише, скажи? С радостью снимаем, Иосиф Исарионович. Вот и весь секрет. С душой, с улыбкой. То, что режиссер вложил, то и зритель чувствует. Многие снимают с душой, с сердцем. А получается, пщик! Пщик! Ну все, попели, поели, по дамам. Пойдем, расскажешь секрет. Иосиф Исарионович. Что такое, Александров? Хочешь жену подождать? Любовь Федорович. Подожди. Прошу. Товарищ Александр, пойдемте со мной. Пойдемте. Вы знаете, здесь прекрасный зимний сад. Покажу. Пойдемте. Прошу. Красивая ты. Спасибо, Иосиф Исарионович. Иосиф, мы же договорились. Тебе можно. Нравишься ты мне. Знаешь? Знаю. Знаешь. А результата? Нет? Нет. Я нравлюсь своему мужу. Мне этого достаточно. Смело отвечаешь. Ценю. Да. Какая… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ? 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 Тяжко, Макия, артист Карлова, очень тяжко, иди. Ну, перестань, перестань ты, ну, не надо. Легко, танцуешь красиво, и все у тебя на месте. Стоит, ждет, до утра стоять будет. Всю ночь. А замерзнет, а если напрасно ждет? Все равно будет стоять. Почему? Любит. А где? Больше жизни. Больше жизни. Не плачь, иди. Спасибо, Иосифа Сырёновна. Мы с вами чудесно посидели. Иосифа Сырёновна, иди к мужу, кино снимайте, а? Иосифа Сырёновна. Больше жизни. Ну… Петрушку. Стой! Стой! Погоди! Погоди! Да, стой, тебе говорят! О чем говорили? Рассказывай, быстро! Поздите! Что? Хозяйка себя почувствовала, да? Если хозяину нравишься, уже хозяйка, да? Пошел вон! Серьезно, так сказала? Нет! Вы будете мне сниматься в следующем фильме? А если скажу «нет», вы мне поверите? Нет. Еще и уши отморозил. Я не был. Великий путаник. Уши хлеба. Уши хлеба. Устойчива шпионская связь. Шумятский, Нильсон, Александров. Да выкинь ты из головы связь. Александрову Орлову не трогать. Все ясно, товарищ Сталин. Пусть все уезжают. Надоели. Спать буду. Угу. Товарищи Эйзенштейн, вы что-то хотели сказать? Товарищи, я осознал ошибки, которые были допущены при съемках фильма «Александр Невский». Многое исправлено. Я считаю, что это последний вариант и… Ну, это не вам судить. Все? Вы все сказали? Ну, если вам угодно меня прерывать, то да. Смотрите. Думаете, у меня все. Наконец-то. Начинаем. Пусть все уехали. 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоп! Свет, товарищи, ошибки товарища Эйзенштейна очевидны, но для протокола нужна конкретика. Прошу высказываться. Сергей Михайлович, благодарю вас. Вы великий мастер, великий. Я потрясена. Сергей Михайлович, благодарю вас. Вы великий мастер, великий. Я потрясена. Спасибо. Спасибо. Поживи у нас хорошо. Вчера говорит, Маяковский был прав. В сумму убийстве есть диалектика. Неделю пьет. Пьет и молчит. Звонить буду каждый день. Неделю пьет. Где у тебя кастрюля? Урал, Челябинск. Премьера песни Дунаевского отменить не могу. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Мы пронесем через миры и века. Нам ли стоять на месте в своих дерзаниях всегда мы правы? Наш есть дело чести, есть дело доблести и подвиг славы. В станку ли ты склоняешься? В станку ли ты врубаешься? Мечта прекрасная, еще не ясная, уже зовет тебя вперед. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. В пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века. Сколько, хоть напишете zusammen. Аплодисменты, св 1920 festival都 smiley Спасибо! Спасибо вам большое! Спасибо! Ой! Благодарю! Спасибо! Большое спасибо! 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 «Браво! Браво!» Благодарю вас. Спасибо. Пап, куда прёшь? Куда прёшь? Это не очень. Благодарю. Кто такой, я вообще тебя первый раз вижу. Ничего, ничего. Что случилось? Шипа не укололась. Орлова! 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 Орулова! Очень, быть конечно! Товарищ Орлово, я скажу за всех челябинских рабочих. Моя фамилия Петров. Я работаю в цехе подшипников. Вам тут на совале разных цветов. Но что такое цветы? Это трава. А вот это настоящий подарок. Ой, тяжелый. Спасибо вам большое. Я думаю, что ни одна артистка мира не получала столь драгоценный подарок. Нам ваша песня «Строить и жить помогает». Товарищи, ваш труд нужен людям, нужен Родине. И спасибо вам за это огромное. Григорий Васильевич, надо поесть. Не мешайте мне. Я работаю. Боржому. Себе, 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 себе. У меня тут есть. Ваше здоровье. Вы пожалеете Любочку-то. Она звонит, волнуется. А пусть не волнуется. Ну, Гриша всегда рядом, всегда у ноги, как пес. Третья неделя на коньяке и воде. Да вы же умрете. Умру. Похоронимся. А где она? Что, мне еще раз рассказать, где она? На Урале она, в Челябинске. Гриша, скажите, вам не стыдно, а? Ой, как стыдно. Очень стыдно, очень стыдно. И мне за вас стыдно. Жена вкалывает, как проклятая, а муж — фу. Да ну-ну-ну, что вы делаете-то? Простите меня. А по словам «вкалывает» вы что подразумеваете? Что я подразумеваю? Поезда, переезды, гостиницы, цеха. Поет на сквозняке. Простите минуточку. А то есть, по-вашему, писать сценарий — это пустое времяпрепровождение? Да вы же ничего не делаете. Вот целыми днями рисуете эти рожи. Ужасные, господи. Рожи. Точно. Рожи. Вокруг одни рожи. Что останется после всего этого дерьма, а? Десяточи крюков, шуточки, песенки, тексты. Пошлость ужасная на злобу дня и… Привет. Прекрасное лицо вашей сестры. Все остальное ни уму, ни сердцу. Гриша, вам надо подкапливаться. Смотрите. Что это? Счет в сатане. Видите? Уплачено. Эрдмана. За Коярдман. За Володю Мильсона. За Томаса. За Шумянского и жену его Лечику. О, сыночка моего. Двухлоса. Гриша, у вас белая горячка. Да все надо платить, гнурна. По счетам я плачу, режиссер пусто, сценарист пусто, отец. Черная, 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 черная. Зря, так сказал! Пошёл, вон! Лёва, что с ней? Не знаю, никто не знает. А какая температура? Сорок, двое суда в поезде в Лёшку. Удивляться нечем. Погодите, надо халат. Такие нагрузки, по три концерта в день, две недели. А в Москву приехали, до машины едва нашла. И задыхается, я её сразу сюда, сюда. Пойдёмте. Здрасте. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо, Любочка, доченька. Хорошо будет. Всё. Люба, что с тобой? Устала. Скажи, Гриш, скажи ему, что я приехала. Мамочка, отвезите к нему, пожалуйста. Доченька родная, у тебя лучше здесь быть. Доктор, что с ней? Доктор, что с ней? Пульс нитевидный, давление низкое. Похоже, очень сильное отравление, но почему отёк лёгких, я не понимаю. Что вы там ели в этом Челябинске? Ну вспоминайте. Доктор, что её задним столиком ели. Тут последний концерт в Челябинске. Мы на поезд, а её тошнили, а потом она стала задыхаться. Человек. Цветы. Что, Любочка? Что? Чёрные цветы. Розы. Цветы. Какой человек? Он специально уколол. Мне сразу плохо стало, а потом хуже, хуже. Но она, ты знай, меня отравили. Знаете, я думаю, что это не желудочное отравление, а биохимия показывает, что инородных веществ в крови нет. Куда они могли деться? Испарились, что ли? А концертмейстер говорит, что в поезде два, двое суток была температура. Мне кажется, тут что-то другое. Ну, доктор, ну что другое? Ну, вы говорите по-русски, я… Нонна, где Гриша? Ты что, не понимаешь? Нужна помощь Александрова. Нужны связи его. Мама, Григорий Васильевич на съёмках. Перестаньте мне все лгать. Ваш Григорий Васильевич за обои. Я ему звонила только что. Несёт какую-то чушь. Понимаете, дело в том, что симптоматики, пищевого отравления нет. Это ложный путь, который кто-то пытается мне навязать. Ну, кто? Кто-то. У вашей сестры токсический отёк лёгких. Так что срочно ищите Александрова, срочно и везите его сюда. Это яд, на который у меня нет противоядия. Наташа, быстро принесите костюм для Григория Васильевича. Что вы здесь искуете? Григорий Васильевич, Григорий Васильевич, вы меня слышите? И что? Люба умирает. Что Люба? Григорий Васильевич, вы меня слышите? Люба умирает. Что? Где? В Кремлёвке. Куда? Куда? Тихо сидите. Нужно срочно, срочно сообщить товарищу Сталину. Только он может помочь. Люба мне сказала, что в Челябинске, на этом тракторном заводе, ей вручили букет с отравленными чёрными розами и умышленно отравили Гриша. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну, дайте я. Ну, что ж вы делаете? Давайте, давайте сами. Алло, товарищ Поскребышев, это Григорий Александров. Сообщите, пожалуйста, Иосиф Виссарионовичу, что актрису Орлову отравили в Челябинске букетом чёрных роз. Букетом чёрных роз? Да. Товарищ Александров, может, вы ошибаетесь? Не может быть никаких ошибок. Сообщите, пожалуйста, Иосифу Виссарионовичу, что актрису Орлову отравили в Челябинске на тракторном заводе. Её отравили букетом чёрных роз. Я умоляю вас, сообщите ему. Хорошо. Доложу, как смогу. Сейчас, Александр Николаевич, я умоляю вас, сейчас, сейчас, немедленно, сообщите его, она умирает, понимаете? Люба умирает, Люба умирает, сообщите ему! Костюм в душ быстро? Да. Скажите шофёру, что подогнал машину к подъезду. Сейчас! Наташа. Так. Ой, что ж такое? Кто подарил букет? Товарищ Сталин, завистники, наверное? Артистка? Завистники. Чёрные розы, завистники где взяли? Завистники. Товарищ Сталин, если зелёнки в аптеке купить и в воду накапать, вообще розы зелёные будут. Яд? Яд они тоже в аптеке купили? Такое, что кремлёвские врачи не знают. Отвечай. Товарищ Сталин, в лаборатории в Москве говорят, время надо, чтобы понять состав яда. Я занимаюсь этим. Но они пока не могут найти противоядие. Они не могут. Не могут. Дело расследуйте мне на стол. Сутки тебе. Уже занимаюсь, товарищ Сталин. Виновных найти и наказать. Слышаюсь. Товарищ Сталин, клянусь, артистку спасём. Если диверсия, все, кто виноват, понесут наказание. Лаврентий. Лаврентий. Если умрёт, голову ответишь. Иди. Лаврентий. 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 Это отвези в Кремлёвку. Кому отдать, знаешь. Так точно, Лаврентий Павлович. Потом лети в Челябинск. Бандитов, устроивших триверсию против заслуженной артистки, не задерживай. Так точно. Задерживать их не будем. Исполнять? Все там почистишь, расследование проведи, документы мне лично выполняй. Слушаюсь, товарищ Белье. Мужики за сутки тохнут. Чевучая сучка. Поехали. Вы муж? Да. Александров? Да. Держи. Подпишите. Я, Александр Григорий Васильевич, даю согласие на введение препарата супруге Любови Петровне Орловой, ввиду того, что это такое. Григорий Васильевич, я на себя ответственность взять не могу. Препарат мне неизвестен. Доставили. Сказали колоть по схеме. Откуда заставили? Оттуда. Войдите в мое положение. Подпишите. Вы что-нибудь знаете про этот препарат? Я ничего не знаю про это. Позвонили – везем. Привезли – уехали. Подписывайте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Здравствуйте! Подпишите. Как продолжи пойдут? Продолжение следует. Ири. У punched. Антарн��. С Eat. Да! Но вообще! Ну, айでしょう! Интересно! Не hum. ους то-с MmTemalara? Восемь. Хорошо. Теперь приготовьтесь делать наклоны вперед. Положите руки на пояс. Втяните живот. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дотрагивайтесь пальцами рук до самого пола. Как странно. Ей страшно принимать такие подарки из рук убийцы. Ничего странного. Капитанскую дочку помнишь? Пугачёв взял и спас жизнь Петрушу Гвинёву. Хотя таких Петруш убивал тысячами, без всякого сожаления. Похудел. Что, совсем ничего не получается? Пустота. Пишу ужасный сценарий. Все пройдет. И отчаяние пройдет. И веселость вернется. И ваша волшебная легкость. Вашими молитвами. Я знаю. Я все про вас знаю. Я вас охраняю. Присядьте. Вы тяжело дышите. Да? Устаю быстро. Сто лет в театре не была. Заскучилась. А, кстати, Витя Ардов приглашал на свою премьеру. Что за премьера? По его пьесе Золушка. Пойдемте. Развеемся. Говорят, смешно. Да. Смешно. Разрешите доложить, товарищ Берия? Докладывай. Следствие по пресечению деятельности шпионской диверсионной группы в Челябинске закончено. Диверсанты полностью сознались содеянным. Вот тут их показания. Что по диверсантам? Все правильно сделал? Так точно. К сожалению, при попытке бегства один из них застрелен. Второе чувство и неотвратимость наказания бросился под тольство. А ладно. Деказ о твоем повышении подписан. Иди. Служу Родине, товарищ Берия. Поехали. Поехали. – И здесь? – Так точно, товарищ Сталин. С утра. Зови. Разрешите, товарищ Сталин. Отравить желаю. Я внимательно ознакомился с делом диверсантов-отравителей. Молодцы. Поздравляю. Товарищ Сталин, на Урале скрыта целая сеть. На славу поработали. Никто не ушел от возмездия. Хорошо. Они что, в самом деле хотели воду в городе отравить? Так точно, товарищ Сталин. И водопровод, и продукты. А Орлова у них была так, пробный шар. Ну-ну. Никого в живых не осталось. Никого. Товарищ Сталин. Один отстреливался, второй покончил с собой. Профессионалы. Орловы. Или ты? Ну и как Орлова себя чувствует? Выписалась. С мужем на даче. Это хорошо. И знай, Лаврентий, если Орлова чихнет, виноват ты, недосмотрел. Так точно. Держи. Иди. Слушаюсь. На первый раз прощаю. Второго не будет. И Калинин самолично. Орден Золушке вручил. Вам что, понравился этот спектакль? Люба, ну как вы не понимаете? Это сказка. Современная. И что? Сказка. Сказка. Сказок вы еще не играли. Да и я сказок еще не ставил. Ага, ага, ага. Садитесь. Витя Ардов перепишет весь сценарий. Вы слышали, о чем я с ним говорил? Нет. У Ардова прекрасные диалоги. Он талантлив. Это смешно. Это Золушка-ткачиха. То, что сейчас надо. Решено. Что решено? Решено. Как что, Люба? Как что? Ну, Ардов садится писать сценарий. Уходим в сказку. Ну вот, перейдем к сценарию. Смотрите. Что у вас тут? Лебедев. Пр-пр-ух ты. А. Ну, что это? Что это? А вот. Таня, картошку свари, самовар поставь. Это вообще, это место, ну куда оно годится? Григорий Васильевич, ну вы же, и вообще, тут ваш автор, он же выставил директора фабрики Ханжой. Этого нельзя. А кого критиковать? У правдомов только? У правдомов тоже нельзя. Сейчас идет борьба за укрепление их авторитета. Вы разве не в курсе? Семен Семенович, ну, если так бояться всего, как бы чего не вышло, то ничего и не выйдет. Мне уже погоню нельзя снимать. А какая комедия без погони? Запретили нарушение правил уличного движения. Ну, разве погоня не нарушение правил уличного движения? Ну, вы же взрослый человек, Григорий Васильевич. Я вам помогу. Тут вот у меня список, согласованный с товарищами, кого можно критиковать в комедиях, кого нельзя. Смотрите, крестьяне, колхозники, неорденоносцы. Можно. Рабочие неорденоносцы можно. Служащие нижнего звена неорденоносцы можно. Руководители нижнего звена неорденоносцы тоже можно. Рядовые и мичманы нежелательно. И передайте этому Ардову, пусть внесет все изменения в сценарий. По пунктам. Давайте, выше нос, Григорий Васильевич. Ну, ну, снимаем же комедию. Давайте, давайте. Прошу, успехов вам на Творческом фронте. Григорий Васильевич, ну как, вылитый, Калинин, да? Да, отличный грим. А это не грим. Это я свою бороду отпустил. Вы попробуйте, настоящая борода, усы. Я вам верю, верю, да. Григорий Васильевич, машину помыли, все в ажуре. Спасибо. Григорий Васильевич, может, галстучек смеете, а? Секундочку. Работайте, работайте. Белов, почему вы в костюме персонажей по студии ходите? У костюмера выпросил, для обноски. К роли привыкаю. Какой роли? Сунул медаль. Поздравляю вас, два слова. Да, но каких? И когда? Я всесоюзный староста. В финале говорю героине, поздравляю вас. Нет, не так, не так, не так. Милочка, я поздравляю вас. Да вы что, обезумели? Сдайте костюм. Так, батенька, я актер старой русской школы. Идите, не мешайте вживаться в роль. Что ж, я поздравляю вас. А если как-то волшебно, сказочно? Ну вот, я вас и поздравляю. Да, да, да. За эту роль мне еще квартиру дадут. Какую квартиру? Кто вам это сказал? Александров? Все говорят, шутка сказать, Калинин, член ЦК. Подождите, а может быть, вопросительно, удивленно, а? Татьяна, это вы Морозова. Белов, а в руках у вас что? А, на дачу еду. Послушайте, батенька, идите, не мешайте художнику работать. Идите. Поздравляю. А куда вы ялов-то понесли? Поздравляю, поздравляю вас. Нет, все как-то не так. Все мимо, грубо как-то, театрально. Морозова, от имени партии и правительство. Вручаю вам орден. Батенька. О, электричка. Электричка. Нет, все не так, все не так. Все неправда, неправда. Все мимо, все мимо. Зерна нет. Затоптали зерно. Росло маленькое. Только начало, а они... Да, а дальше? Больше улыбайся. Улыбайся. Хорошо. Чтобы он не говорил, улыбайся. Здрасте. Григорий Васильевич, да. Вот, рекомендую. Молодая, талантливая актриса. Очень хочет сыграть у нас на еду. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Елена Курочкина. Здрасте, Любовь Петровна. Здравствуйте. Лена, значит, да? Лена, хорошо. Начинаем с наед, потом ткацкий цех. Ну что, Леночка, попробуем ткачиху? С вами, Григорий Васильевич, кого угодно попробую. Ну, кого угодно не надо. А вот ткачиху, юную такую, да? Да, вот, какотушку. Давайте воплотим. Давайте. Давайте. А, готовьте артистку в кадр. Идемте, Леночка, идемте. Любовь Петровна, одевайтесь, пожалуйста. Умница. Платы боялась, даже платье не боялась. Ты на тебя. Девочки, принимайте. Молодая ткачиха Лена Курочкина. Девчонки, привет. Девчонки, привет. Молодая ткача Лена Курочкина. Молодая ткача Лена Курочкина. Красивая. Кто? Та новенькая, Курочкина. Спасибо большое. Я... Идите. А как же... Я сама. У меня такая фигура. Венера Милосская просто. А что? Нет, что ли? Хотя нет. Это у нас Орлова Венера. Она же у нас звезда. Ой, да если бы меня... Просто мимо проходили. Приготовились к съемке. Дымим, пожалуйста. На мосту больше дыма. Еще, 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 еще. Хорошо. Все, замечательно. Спасибо. Мотор? Мотор идет. Камера. Камера есть. Солнышко, сзади стоят. Кадр первый, дубль два. Фонограмма начали. Колеса. Григорий Васильевич, у Курочкиной формы-то какие, а? Фигуристая какая. Я все увижу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Знамя души своей, знамя страны своей, мы пронесем через миры и века. Субтитры создавал DimaTorzok Неужели ты во все это веришь? Да, верю. Верю. Потому что мы за считанные годы построили великую промышленность. Была крестьянская страна, теперь лидер мировой индустрии. Что не так? Да. Иногда тебе прям жалко, Гриш. Ну, чтоб промышленность построить, не обязательно крестьянство разрушать. В Англии тоже промышленность. Есть и будет. А у нас? Убери колючую проволоку. Через год-два, ну, хорошо, через десять лет. Все развалится. С треском. Почему ж это все развалится? Гриша, на рабском труде все держится. На страхе. На костях построено все. Забыл, как крестьяне. И то до города добрался, прям на улице. С голоду умирали. Это были кулаки. А теперь гопота правит, нищета молчит. Приезжай в Лязань ко мне, глянь. В провинции это особенно выглядит убедительно. Ладно, хватит разговаривать. Поехали ко мне. Пообедаешь, души имешь. Ну, зачем тебе? Живу, как вор, утром на поезде суда, по музеям пробегусь, воздуха вдохну и обратно. В общем, вагоне к шести отмечат совчика. Ну, как знаешь. Бывай. Ты пойми только одно. Я и то фильм уготовил. Я по фабрикам ездил. Я глаза людей видел. Как они горят. Массовый трудовой героизм. И вообще снимал сказку. Блажен. Я вынужден тебе сказать, когда-нибудь тебе будет стыдно за то, что ты снял эту ахинею. Прости. Прощаю. Здравствуйте, товарищ Сталин. Мы посмотрели с товарищем Викино. И есть замечание. Я слушаю, товарищ Сталин. Какая золушка, а? Ты что, сказку снимаешь? Никак нет, товарищ Сталин. История Золушки один из лучших сюжетов мировой культуры. И я подумал, что... Плохо подумал. Фильм про советскую девушку. Сам придумать не можешь. Я придумаю название. Спасибо, товарищ Сталин, за помощь. И замечание. Да, я слушаю. А, скажи, зачем этот старый хрыщ вручает ей орден? Михаил Иванович Калинин? У нас всегда всем вручает ордена. И ей... Михаил Иванович Калинин. А не этот артист с наклейной бородой. Калинин, а? Убери. Уберу, товарищ Сталин. Уберу. Вот так. Так. Голых баб напустил. Зачем? Иосиф Сергеевич, это наяды. У древних греков воплощение женской красоты. И мне хотелось показать всю красоту, изящество советских женщин. Я считаю... Америке подражаешь. Не надо голые. Советские ткачихи, ударницы просто моются после работы. Я показываю улучшение быта советского человека. Гигиена и... Пусть они в кабинках у тебя моются. Орло у нас не для того, чтобы показывать гигиену. Убери. Иосиф Виссарионович, только разрешите, я это пересниму. Совсем убирать это нельзя. Споришь? Нет, что вы, что вы, товарищ Сталин. Я просто говорю о том, что совсем убирать нельзя. По сюжету... Какой там сюжет? Ну что ты? Ну, песни хорошие. Да. Орлова. Да. А так, снимай, переснимай, делай, как... Знай, что от тебя ждут. Хороший фильм. Нам ли стоять на месте? На замечание исправь. Нам ли стоять на месте? Время обеда, товарищ Сталин. Все, Игорь. Спасибо, товарищ Сталин. До свидания, товарищ Сталин. Трудно. Вы свободны, товарищ Александров. Двенадцать названий прислал! Двенадцать! Тише, тише. В Голливуде не расстреливают, а Дукельский что, ему прикажут, он и нас с вами к стенке поставит, вы это понимаете или нет? Понимаю, прав Эрдман, Эрдман был прав. О чём вы, я не понимаю, в чём? Страх эффективен, только страх эффективен, страх! А что, начни меня пытать, как Шумятского завтра, я выдержу? Не, не выдержу, я физическую боль с детства не выношу. Помнишь, как у Замятина мы, большевики, поставили страну на колени и получают от этого прибыль, в том числе от кино? Гриша, что нам делать? Надо работать, всё, это единственное, что у нас осталось. Есть блуд труда, и он у нас с крови. Осип Мандрештам. Тоже арестован. Тоже погиб. Да, если б меня сослали в эту червень на камень, без права снимать кино и даже думать о нём, я бы тут же из окна, как Ося. Ах, Ося, Ося, а может быть, он здесь, а может быть, он нас слышит? Ось, тебе твой великий вольный стих. Мы живём под собой не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлёвского горца. И его толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как плудовые кири верны. Траканьи смеются глазища, и сияют его коленища. А вокруг него взброд толкашеи их вождей. Он играет в услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хричит, он один лишь побащит и тыщет, как подковы куёт за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в кровь, кому в глаз. Что ни газа ни него, то малина и широкая грудь очищена. Гриша, тише, тише, гриша, надо сделать так, чтобы дома не было лишних людей, а лучше, чтобы вообще никого не было. Только мы вдвоём. К великому сожалению, это так. Григорий Васильевич! Григорий Васильевич, там из больницы звонили, сейчас будут опять перезвонить, подойдите к телефону. Что? Кто из какой больницы? Я ничего не поняла, там мужчина говорит, ваша жена умирает. Какая ещё жена? Боль грожает. Спасибо. Потерпи, милая, потерпи. Дыши, дыши, дыши. Здравствуй, Аля. Что случилось? Загорелый. Можно потрогаю? Какая у тебя кожа хорошая. Всегда хорошая была. Оля, что с тобой? Чем тебе можно помочь? Успешный, спортивный, орденоносец. Ордена где? Ордена на сии. Это модно, вас уважает. Дугласа видел, он в коридоре где-то. Нет, не видел. Звонил ему тут, бросил трубку. Кстати, я ему послал в автоаппарат, он получил? Кстати, получил. Спасибо. Дуглас, кстати, у родных живёт. Не у тебя. Ты родным не стал. Над чем работаем, орденоносец? Комедия. Называться будет «Светлый путь». Светлый путь. Хорошо, что он у тебя светлый. Смотрела «Волгу», «Волгу» недавно. Дуглас водил. Он все твои комедии смотрит. Хорошая фильма. Артисты у тебя хорошо работают. С удовольствием. Спасибо. Почему не спрашиваешь, как твоя звезда? Понравилась ли? Спрашиваю. Как моя звезда понравилась? Люба лучше всех. Сделал из неё актрису. Сделал. Оля, чем тебе можно помочь? Конкретно говори. Ничем. Умираю. На похороны не приходи. Есть кому. Так. Давайте я сейчас позвоню, куда надо. Мы переедем в другую больницу. Ты же знаешь, у меня есть связи. Гриша. Гриша, твой талант обаять всех тут результатов не даст. И ты будешь стоять перед этой дверью. Поймёшь. Вот такие пьески пишет жизнь. Я тут лежу в третий сутки. Жизнь наматываю. Где ошибку совершила? Где? В чём виноват? Я во всём виноват, Оля. Это твоя главная ошибка. Нет. Это не так. Ты в моей жизни самая светлая. Пятно. Пятно? Я виновата. Я надо было держать. Истерила. Внимание требовала. А ты сам истерик. Вот две истерички не ужились. Я только тебя одного любила. но это уже теперь не имеет никакого значения. Это я уговорила Борю, чтобы он позвонил тебе. Ты приехал. Посмотреть хотел. Посмотрел. Иди. Так, подожди, Оля. Давай сейчас. Прямо сейчас. Позвоню, куда... с вами жить не будет. Чем можешь, помогай. Да и ты так помогал тайком от мадама. Ты молодец. Деньги, карьера. Он, правда, неплохо фотографирует. Иди. Иди. Ты не бросишь. Я знаю. Ты нравственный. Иди. Иди. У тебя бачок есть для проявки? Нет. Нет. Я тебе подарю. И фонарь подарю. Идемте, Борис Михайлович. Жду тебя. Сынок. Я тебя ненавижу. Сынок. Спасибо. Спасибо, товарищи. Садитесь. Садитесь. Михаил Иванович. Михаил Иванович. Сюда проходите. Здесь ваше место. Артист Белов. Да. Сфотографируйте нас с товарищем Халининым. Очки. Для достоверности. Можно? Вот. Позвольте представить моя супруга Светлана. Здравствуйте, Михаил Иванович. Очень приятно. А ваша супруга где? Она приболела. Ага. Ой, Михаил Иванович. Извините, а можно я между вами сяду? На счастье. Примета есть такая. Пересядь. Без квартиры останемся. Идемте. Извините, Михаил Иванович. Я все. Я уже загадала. Садитесь. Предрассудки. Скажите, любезный, а роль-то у вас большая? У нас, Михаил Иванович. У нас. Главное. Весь финал наш. Я ж целую речь произношу. Вашими устами, конечно. Александров гений. Мне за эту роль орден обещали. Обещали? Ну, значит, дадут. И квартиру. Трехкомнатную. Поздравляю. А орден ведь вы будете вручать? Вот смеху-то будет, а? Михаил Иванович. Михаил Иванович, калинину орден. Подождите. Ну, сейчас же начнется. Мы можем начинать, Михаил Иванович? Да, да. Начинайте. Товарищи, мы начинаем пока с картины «Светлый путь». Свет, пожалуйста. Предупреждаю. Голые ткачихи будут, как в Америке. Товарищ Петров, рядом с вами сидит член полетбюро. Прекратите. Это наше члены полетбюро дело. Таня Морозова в Кремле. Вижу, вижу. Я чуть-чуть кок-то орденов не получала. А вы здесь уже сколько раз были. А уж по ней не волнуетесь. А по правде скажу, я тоже волнуюсь. Давайте уж вместе держаться. Все-таки не так страшно. Давайте. Вот незадача. Голых ткачих почему-то не было. Не, ну режиссеру виднее. Кордена чистите или сами блестят? Скоро мы с вами нарисуемся. Конечно, сами. Морозову, Костяну Ивановну, орденом жизни. Вот. Таня Морозова идет. Идет, идет. Все ближе ко мне. Мне я даю им орден из коробочки и прикалываю на юную грудь. Пожимаю руку. Ой. А меня почему нет? Нет тебя, нет. А Калинин где? Нет Калинина. Сократили, наверное. Как сократили? Не знаю. А квартира? Накрылась квартира. Играть надо было лучше. Так. Стоп, стоп. Товарищи, что такое? Это произвол какой-то. Что вы себе позволяете? Мы с Михаилом Ивановичем вот это вот не оставим. Надо же, члена полиперов с союзного старосту соградили. Мы сейчас же идем к товарищу Сталину. Что сидишь? Пошли. Ну иду. Как говоришь, его фамилия? Да я и не запомнил. Белов, товарищ Сталин. Да, Белов. Ну так дайте ему квартиру. Пострадал человек. Он заслужил. Камеру мы дадим двухместную. Да, Михаил Иванович? Лаврентий. Э, забываешься? Михаил Иванович. Президент первого в мире государства рабочих и крестьян. А ты соедините с режиссером Александровым. Как разговариваешь, а? Ты что мелишь? Ты кто? А я, 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 я его друг. Друг семьи. Да, Михаил Иванович? Григорий Васильевич! Вам из Кремля звонят. Да, Григорий Васильевич! Да, Наташа, что? Вам из Кремля! Да? Сказали, через минуту перезвонят. Да, хорошо, спасибо. Александров слушает. Здравствуйте, товарищ Александров. Здравствуйте, товарищ Сталин. Как прошел вчерашний просмотр? Товарищ Сталин, картина прошла с огромным успехом. Я тоже смотрел вчера у себя. И считаю, что это ваша самая большая неудача. Раньше вы веселили, а теперь стелитесь. Не надо нам льстить, Александров. Вы не халуй, а режиссер с именем. До свидания. Успехов. Спасибо. Спасибо. В Красной площади маршируют комсомольцы, коммунисты и истинные коминтерновцы. Звучит марш энтузиастам. Из картины Григория Александрова «Светлый путь». Звучит маршируют комсомольцы, коммунисты и истинные коммунисты и истинные коммунисты. Здравствуйте, Семен Семенович. Проходите, товарищ Александров. Благодарю вас. Вот я явился к 14.00. Как вызывали? Садитесь. Так, меня, я вас вызвал, товарищ Александров, чтобы выяснить важнейший вопрос. Я вас слушаю. Почему вы до сих пор не член партии? А что сказать, Семен Семенович, так вышло, так сложилось, не успел. Работа, работа, очень много работы. К тому же считаю себя не вполне созревшим для столь важного в жизни каждого человека решения. Выходит, товарищ Юткевич, Ром, созрели, а вы? А, кстати говоря, Иван Александрович Пырьев тоже у вас числится в попутчиках. Вот Иван ступит, и я сразу. Знаете что, вы мне зубы не заговаривайте. Пырьев это Пырьев, а вы это вы. Чтобы через две недели лежало заявление в партию у меня на столе. Аполитично мыслите, Александров. Семен Семенович, мне трудно осознаваться в этом, но дело в том, что у меня энурез. Что у вас? Энурез. Недержание мочи. Сдерживаюсь из последних сил всю свою сознательную жизнь. А теперь представьте себе, открытое партийное собрание. За столом президиума товарищ Ром, товарищ Юткевич, вы, уклонист-попутчик Пырьев, и в 14.00, когда принимается судьбоносное для нашей партии решение, из-под меня... Погодите, погодите, но вы ведь часто сидите в президиуме, подолгу сидите, выступаете, подолгу я никогда не замечал. Ну, знаете, одно дело партийное собрание, другое дело беспартийное. Семен Семенович, это... Об этом знает руководский круг моих близких друзей, я надеюсь, что вы... Я-я... Понимаю, понимаю. Спасибо. Понимаю, но что вы, я же понимаю, что это сугубо личное. Большое спасибо. А потом, я ведь ваш друг. Скажите, а как часто это у вас? Приступы участились. Сразу после того, как вы возглавили масс-фильм. Это еще отчего любопытно. Не знаю, но как вижу вас, сразу тянет в глазет. Вы шутите? Да отнюдь, какие шутки. Даже голос ваш зычный, как и эрихонская труба. Александров, ваш цонарь, дерьмо! Все, все, моя мотиполовая система сразу переходит в состояние извержения. Знаете, мой голос. Ну что вы? Ну, что делаете? А врачи это подтверждают? Абсолютно, так и говорят. Семен Семенович Дукельский всему виной. Ну, конечно, нагрузки на организм, как возросли на суде, потому что требовательность, дисциплина. Ну, знаете, я... Как? По-другому-то я... Мой голос. И эрихонская труба? Да. Александров, так что ли? Ну, ну вот, ну зачем же вы? Я же вас только что предупредил. Свободны, Григорий Васильевич, идите. Благодарю вас. Идите. Один только момент. Я хотел узнать, есть какие-то сведения из наградного комитета по поводу моей фильма? Григорий Васильевич, вы идите уже, идите. Просто сведения, хоть какие-нибудь. Да нету, идите, пока мне знать не велено. Прошу вас, ну идите уже. Благодарю вас за понимание. Благодарю вас. Благодарю за все. Не расплескать бы. Ой, а это что, правда, самый лучший ресторан в СССР? Да. Никогда не думала, что окажись в таком месте. Спасибо. А это что, генерал? Молковник. Програмил его и зарплату. Теперь не спешит к своей жене. Шутите? Прошу вас. Ой, легко вам говорить. Крахмал какой. У нас в Саранске все по-другому. Бывали в Саранске? Нет. Ну ничего, вы не переживайте. Если у нас все сложится, то я вам обязательно покажу наш город. А что сложится, Леночка? Как это что? Что-то. Андрей. Коньяк? Нет, нет. Обычно, как обычно, легкие закуски к шампанскому. Шампанское? Слушайте, я обожаю шампанское. А мне девочки говорят, вот пойдешь, Ленка, с Александром в ресторан, ты не стесняйся, закажи всего побольше. Наешься, напьешься вдоволь хоть. Если получится, нам принеси. А какие девочки? Вы где живете, в запамятном? Как-то где? В общежитии в прямом театре. У нас там коммуна. Мы в складчину живем. Что еще вы заветовали девочкам? Девочки. Они говорят, ну, ты не теряйся, Ленка. Возьми его сразу за жаброй. И вот. Алло. Любовь Петровна, с глубоким прискорбием вынуждена сообщить, ваш супруг вам изменяет. Извините, с кем я говорю? С вашим истинным другом. Сочувствую и спешу доложить. В данный момент ваш Александров… Это мерзко. Я бесед с анонимами не веду. Ну, так послушай, дура, у твоего режиссерушки роман с артисткой. Он сейчас в ресторане «Бега». Зовут Елена Курочкина. Она талантлива, молодая и красива. Не веришь? Поезжай и глянь. Все поняла? Счастливо оставаться, звезда. Смотрел тут «На светлый путь». Гениальная, конечно, фильма. А меня там нет. К сожалению, Леночка, я этот эпизод вырезал, вернее, переснял. Мне девочки все сказали. Это меня ваша Орлова вырезала. Из-за ревности, конечно. Послушайте, а может, позвать их сюда? На ересь бы до отвалу. Подсказали бы мне кое-что по монтажу. Че, можно позвать? Шутите? А почему нет? Все коммунные бы меня взяли за жабры и в ломут, как у вас. Одно слово, комедиограф. А можно я про вас тос скажу? Про меня? Да. Можно. Ну, когда мы с вами первый раз встретились, ну, меня к вам привели. Вы на меня еще так посмотрели и сказали, подходит. Помните? Именно так посмотрел? Именно так посмотрели. У меня в душе аж все захолонуло. К девочкам прихожу, говорю, все, пропала ваша Ленка. Ну, вы, одним словом, очень колоритный мужчина. А помните, как вы на съемках кричали? Шестая лояда! Куда? И еще там. Голос у вас такой. И взгляд тоже. Прямо самое сердце. Прямо все прожигает. За вас. Ой, знаете, о чем я мечтаю? Не знаю, но, впрочем, догадываюсь. Нет. Даже не догадываюсь. Ну, жена-то у вас уже не молодая. Так ведь, старушка. Подождите меня, пожалуйста. Я недолго... Ой, не надо денег, Любовь Петровна. Благодарю. Своим расскажу, что саму Орлова возил. От зависти умрут. Спасибо. Подождите, товарищи. Да, конечно. А я вам тройню рожу. У нас у Курочкиных по маминой линии всегда только одни тройни рождают. Здоровенькие, крепенькие такие. То, что надо. Какая любопытная перспектива. Скажите, ну а как? Надо же будет ролью воспитывать. Вы справитесь, Лена? Все же решено. Да. Я, значит, вызываю маму из Саранска. Сама снимаюсь у вас в главных ролях, в фильмах ваших. Да? Мама с детьми сидит. Все в порядке будет. Как вам план? Надо подумать, Лена. Вы мне, знаете ли, огорошили. С удовольствием. Думайте, думайте. Я два раза не предлагаю. А где же мы жить-то с вами будем, а, Леночка? С мамой ей тройней. Мы в новую квартиру переедем. Вам же дадут. Орлова, ясно, понятно, в старой останется. А мы в новую с детьми. Ой, кто это такой несух? Такая я болтушка, когда выпью. А это потому, что вы мало закусываете. Ой, о чем тут закусывать-то? Скажите, а вы всегда такой? Какой? Жмётесь, когда девушку в ресторан приглашаете. Лёгкие закуски и шампусик. Шучу. Ну уж нет. Нет-нет-нет. Андрей, добрый вечер. Что будете заказывать? Добрый. Я боржоми. Я ненадолго. Ну, может быть. Любовь Орлова у нас. Но как же вы... Послушайте, возьмите и никому. Девушка хочет горячее. Позже получите. Прошу. Столько же, если не проговоритесь. Спасибо. Понял. Боржоми и никому. Заливное. Грибы, сациви, селёдка и жульен. Она горячая. А вот теперь горячая. Котлеты по-киевски две порции. Шашлык на рёбрышках две порции. Ну, медальон из курятины тоже давайте. Андрей, на всякий случай, принесите-ка родиночку. Ну, если вдруг Леночка всё не съест, мы отвезём всё остальное к общежитию девочкам. Да? Правда? Да. Григорий Васильевич, вы такой добрый. А можно я вас поцелую? Можно, Леночка. Только губки вытрите у вас. Икра прилипла. Вот её уже и нет. Хочу танцевать. И буду танцевать. Что, прямо сейчас? Да. Лена, Леночка. Так, стоп. Давайте другую музыку. Танго-фокстрот. Да? Лена. Да, да. Да. Ольга. Да. Лена, Лена, подождите, Лена. Лена, подождите, Лена. Лена, подождите, Лена. Лена. Лена, подождите. Леночка, поехали. Поехали, Лена. Ой, поехали, забрали. Это Орлова? Это Орлова, да. Может быть. Удивительно. Спасибо. О, смотри, Орлова. Ну, я же тебе говорил, хороший ресторан. Как же мне хорошо. Москва, ресторан, бегать. Да. Вы рядом, великий русский режиссер. А можно я вас еще раз поцелую, а? Олечка. Ну что, куда мы теперь? К вам? Нет, нет, нет. Вы в общежитии, к девочкам, а я по… Вместе. А? Нет, не вместе. Садитесь, садитесь. А мы все-то чужие, а? Нет, ну что. Их надо накормить. Накормить девочек надо обязательно. Так за новым нашим. Обсудите наши с вами перспективы, потом в гараж я возьму такси. Хорошо, Григорьевна. Пусть мы. Поехали! Ух… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останьтесь. Сядьте. Скажите, пожалуйста, я вам в тягости, я старею, я понимаю это. Я только одного не хочу, чтобы я была вам в тягости и видеть страх в ваших глазах. И ложь. Никогда больше об этом не говорите. Я говорю об этом в последний раз. И еще. Если у вас когда-нибудь возникнет желание пойти в ресторан Пикап, извольте сделать так, чтобы я об этом не знала. Не позорьтесь. Противно. Донесли. Что же, если это случится, я сам приду к вам и скажу. Но этого не случится. Никогда. Любовь моя, я потерял все. Я снял ту фильму, эту сказку, как будто земля ушла из-под ног. Как это пройдет, пройдет, пройдет. Вы моя единственная неповторимая. Была, есть и будете. Да, Гриша. Разве вы могли предположить? Помнишь, когда решили в Москву рвануть? Да, рванули. Люди вышли. Вышли, Гриша, вышли. А я вот все думаю, если бы в Екатеринбурге остались, может быть, все людьми бы были. Как думаешь? В смысле? А тут мы что, не люди? Не понимаю. Тут мы с тобой, Ваня, номенклатура. Шаг в сторону и... Здравствуйте. 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 Проходите. Спасибо. Подожди, что за настроение? Григорий Васильевич, ты не грусти. С премией прокатили. Ничего, снимешь следующую картинку, получишь. А кто сказал, что я грущу? Я считаю, что «Светлый путь» очень удачная картина. Да. Да. Совет хочешь? Советы раздаешь. Валя. Здравствуйте. Да совет простой. Проходите. Актрису меняй. Спасибо за совет, Ваня. Я вполне серьезно. Здравствуйте. Люба в тираж выходит. Пойми, медицина, химия, кожа уже не та. Ведь в чем проблема старости? Мастерство прибавляется, а жизнь уходит. Заразительность пропадает, манкость. Понимаешь? Разрешите, Семен Семенович? Здравствуйте. Вообще-то обед. Но я вас не задержу. А что, секретарша там нет? Да, нет. Наверное, обедает. Чем обязан? Я, Мышанова Лидия Сергеевна, гример-постижер. Разрешите присесть? Садитесь, Мышанова. Обед у меня, а у вас пять минут. Я уложусь. Я пришла устраиваться на работу. Простите, но вы же работаете. Я видел вас, как-то кажется. Вполне может быть. Я работала у Григория Александрова. На Волге-Волге. Вы же прекрасно знаете условия работы в кино. Запустится Александров с фильмой. Захочет вас взять, получите работу. Семен Семенович, дело в том, что именно на Волге-Волге я была уволена. Уволена? Любопытно. За что? Пьете? Нет, конечно. Я с первого дня на студии. У меня еще медаль есть. За трудовую доблесть. А где запись в трудовой? За что вас выгнали? Меня не выгнали. Я, конечно, ушла. Но... Кто у вас директор? Фамилия? Ну, вы у него не спросите уже. Почему? Его тоже уволили. Да что у вас там за киногруппа была у этого Александрова? Я была арестована. Сначала директор, потом администратор, второй. Последние арестовали меня. Слышал, слышал. Оператора Нильсена расстреляли. Директору, администратору дали пятьдесят восьмую. Меня отпустили. Ошибка. Ты тут хоть на пупе вертись. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши. Ищи, не ищи, а. Ролей на сорокалетних старушек, ну нет. Гриш, нету. Третье. Ты нашел ведь типаж. Такой, американистый такой. Но время лететь, все меняется. Этот типаж уже вчерашний день. Да ты, я смотрю, мне преподаешь урок режиссуры, Ваня? Ну, будешь? Нет, не курю. По-прежнему, ой, спортсмен. Ну и четвертый. Самый главный. Зрители. Любят ее молодой, задорный, комичный. Понимаешь, все мужики с СССР хотели ее. А сейчас не хотят. Впрочем, как и вождь. Который все знают, что он влюблен в твою Любку. А почему? Она старая. Меняй, меняй. Или придумай ей ролюшку мамы, уговори сыграть. А сам срочно ищи себе новую пассию. Ролюшка-мама, как я понимаю, пятый вариант, да? Гриш, ну не ерничай. Поверь мне, это то, что может спасти Любу. Забери медаль, дура. Ты зачем пришла? Ты провокацию устроить пришла? Ишь ты какая, Мышанова. Извините. Соображаешь, в какое положение ставишь меня? Первое мая? Боже мой, кого я вижу. Фанечка, здравствуйте, моя дорогая. Извините, не заметила. Здравствуйте, с праздником первого мая. И вас с праздником туда. Да-да-да, да-да-да. Очень рад. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А, о чем бишь мы, Ваня? А, грустно все это. Гриша, услышь меня. Смотреть, как Люба пытается изображать юную фабричную девчонку, смешно и грустно, честное слово. Уйдешь в офсайд, если не одумаешься. Григорий Васильевич. А вот и мой офсайд. Любовь, Петровна, любовь моя, ну куда же вы запропастились? Парикмахерской была. Нравится? Здравствуйте, Иван. Мне на раз все нравится. Очаровательно. Великая, сногсшибательная. Позвольте ручку облабызать. Пойдемте. Нам в зал пора. Давай собираться. Мышанова. Домой. Быстро. Исчезни. Помогите мне, товарищ Дукельский. Два года полы по людям мой. Меня даже в дворники не берут. У меня двое детей. Я воспитываю их одна. Меня отовсюду гонят. Полвоз фильма. Это мои ученицы, понимаете? Обо мне писали в газетах. Я... Извините. Товарищ режиссер, мне Ахматова когда-то сказала, Фаиныш, вам одиннадцать лет и никогда не будет двенадцать. Вчера заглянула в паспорт. У меня отвратительные паспортные данные. Я безнадежно стара. Чего-то я не пойму, Фаина Георгиевна. Чему это вы? Я еще успела застать порядочно людей. Поухаживайся за дамой. А как же, а как же вот эта картина, которую мы запускали про молодых комсомольчиков? Фанечка. Здравствуйте. Здравствуйте, родная душа. Здравствуйте, дорогая звезда моя. Я тоже приоделась. И вам очень идет. Да. А проходите в зал. Да-да-да, мы сейчас тоже все подойдем. Выход там. Лида, Мышанова, вы здесь? Господи, да что с вами случилось? Я совершенно вас потеряла. Нигде, вы сами понимаете. Как? Подождите, так почему вы не позвонили? Я же не знала ничего. Вас отпустили? Я скрываюсь теперь, как прокаженная. Я хотела устроиться на работу, но мне отказали. Вам? Вам отказали? Да здесь всем можно отказать, а вас немедленно взять обратно. Мы вот что сделаем. Я вас беру на работу. У меня гастроли. В Риге. И мне нужен гример. Мне нужен гример. Лида, Лида, Лида. Перестаньте плакать, Лида. Господи, худая какая, как дети. Они у сестры, а меня выслали на сто первый километр. Вам, вам что, негде жить? Да я как-нибудь у друзей. Не беспокойтесь, Любочка. Отпустите меня. За ради Бога. За ради Бога? Вы будете работать со мной до скончания века. Вы меня слышите? Григорий Васильевич, мы сейчас с Лидой едем к нам, а вы идите. Ни за что. Идите, идите. Товарищ Дукильский заругает. У вас выступление. Товарищи, товарищи, все заходим в зал. Включают квартиру. Я боготворю вас. Все в зал, проходите. Проходите, проходите, товарищи. Видели? Доброе. Сказать, что Любочка добрая, все равно, что признать, что Лев Николаевич Толстой писатель не без способности. В этот воскресный июньский день вы услышите знаменитые песни с фильмов лауреата Сталинской премии режиссера Григория Васильевича Александрова. Спасибо. 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 Все-все достаточно. Спасибо. Садитесь. На сцену приглашается музыкант и композитор, товарищ Миронов. Ну как? Отлично. Уважаемые товарищи, красноармейцы и красноплодцы, давайте мы с вами прорепетируем знаменитую песню композитора Дуноевского «Молодежная», для того, чтобы спеть ее вместе с любовью Орловой, товарищи. Поющие в зале есть? Поющие. На сцену. Прошу, на сцену. Давайте попробуем. Песня «Молодежная» Молодежная песня «Молодежная» Молодежная песня «Молодежная» Тема «Молодежной» Всех разбудим! Будем! Будем! Приготовились к съемке. Включайте рир. Мотор. Есть мотор. Камера. Боевой киносборник номер четыре, эпизод семь, дубль два, рирпроекция, фонограмма. Фонограмма, пожалуйста. Начали. ПЕСНЯ 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 Отлично, Люба, теперь сюда мне помашите. Хорошо. Так же, так же, хорошо, весело работайте. Любочка, теперь сюда. Пилотку поправьте. ПЕСНЯ 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 Спасибо большое. Борис Саныч, для проезда Стрелки мы уже сняли дорога, едет поёт, проезжает через деревню. Что вы ещё не сняли? Реакцию жителей не сняли. Снимем. Устала. Кому вёле, пойдём? Как последний, дубль. Хорошо. Стрелка пела вправо, не пересекая ось. Угу. Жителей за её спиной доснимем. Приехала, спешилась. Установила киноаппаратуру, показывает картину, британский флот. О, готово. Надо. Англия, морская держава. С давних пор английский военно-морской флот был и остаётся сильнейшим в мире. Фашистские гидропланы готовятся напасть на караван. Поглядим, что из этого выйдет. Чисто сделали своё дело, зенитчики. Товарищи, пожалуйста, приготовились. Сейчас будем снимать эпизод номер восемь. Эпизод номер восемь. Что здесь? Здесь солдаты выходят на фронт. На смерть. Стрелка смотрит им вслед. Рассветлённо. Возвышенно. Свято. Да. Готовы? В свою запись попасть бы. Попадёте, попадёте. Я слова всё время путаю. Я буду рядом, я помогаю. Приготовились к съёмке. Мотор, включаем ветродуй. Есть мотор. Камера идёт. Боевой киносборник номер четыре, эпизод восемь, дубль один. Начали. Товарищи, весь наш народ поднялся на отечественную войну против озверелого фашизма. Наша страна не одинока в этой борьбе. С нами все угнетённые фашизмом народы. С нами передовые, могущественные страны мира. Америка и Англия. Могучий английский флот воюет с нами против Гитлера. Смотрите картину. Британский военный флот. Фонограмма. В борьбе народной, фронной и тыла Нам будет солнце победой светить, Чтоб ни минуты в сердцах не остыло Одно святое желанье победить. Стоп. Снято. На сегодня всем спасибо. Ну что, пошли. Миронов их, кстати, на аэродроме уже ждёт. Я вас отвезу. Не да. Надолго уезжаю. Пять концертов в госпиталях. Потом в Сибири, на заводах. Недели на две уезжаю. Я как раз смонтирую под музыку. Прилететь как раз к эпизодам с бойцами. Борис Александрович, мне кажется, замечательный материал. Что-то вы совсем не веселы, Спенсер. А чего веселиться, Чарли? Эйзен запустился в Алма-Ате с Грозным. Перев, снимая секретаря кома, ванил в главной роли. Закончится война. Будем снимать настоящее кино. Знаете, как ваших киносбурников бойцы ждут? Вы друг всех бойцов страны. С вами умереть не страшно. Вам обеспечена всегда наша красноармейская. Ура! Носите их с собой. Это пишут вам, а не мне. Григорий Васильевич, вы меня ревнуете? Любовь Петровна, сколько раз вам повторять? Не воспринимайте меня, как беспозвоночное животное. Простейшую фузыру эту шутку. Как я могу ревновать? Я с картиной уже сто раз мог запуститься. Не могу, вас нету. Все понимаю. Прилетаете, улетаете, вы нужны стране. Когда мне снимать? Ну, чем я могу помочь? Любовь моя. Ничем. Я к вам прикован. Многие годы. Я вас обслуживаю. У меня нет внутреннего простора. Вы меня поглотили. Буду в Москве. Ему позвоню. Похлопочу. Потерпите. Все закончится, будем снимать. А пока… Возьмите Эрдмана. Вольпина. Пишите сценарий. Эрдмана, Вольпина. Им сейчас не до того. Знаете, где сейчас Эрдман работает? За флитом в ансамбле песни и пляски НКВД. Вместе с Вольпиным. Композитор Шостакович, режиссер Юткевич, Дуня наш дирижер. Свешников своей песни. Не родился еще тот Гоголь, чтобы все это описать. Что описать? Люба, вы себе представьте. Пушкин и Глинка устраивают концерт песни и бляски в третьем отделении. А охранка танцует и поет. Вокруг царя, батюшки, в Кремле. В таком случае… Пишите сценарий самостоятельно. Возьмите… Целиковскую. Серову. Я не обижусь. Я не хочу. Я этого не допущу. Я не представляю. Жизни своей без вас не представляю. На самолет не успею. Поехали. На командном пункте 62-й армии. Командующий армией генерал-лейтенант Чуйков. Не выдержав нашего натиска, блокированные фашистские гарнизоны домов начали поднимать белые флаги и сдаваться в плен. Настала радостная минута. Войска Красной Армии, оборонявшие Сталинград, соединились с дивизиями, прорвавшимися к ним с дона. Последний выстрел. Впервые за 165 дней боёв пришла в Сталинград нишина. Возрожа! Возрождитесь! – Прилетели. – Товарищ Шерлова! Здравствуйте! – Выгружаемся! – Здравствуйте! – Аккуратно, аккуратно. – Аккуратно. – Куда? Вот, вот палатка. А товарищ командующий скоро будет. А вы? Петров, цех подшипников, тридцать шестой год, Челябинск, узнали? Да ладно. Надо же. А кто кроме меня сегодня выступает? Утесов и вы, веселые ребята. Ага, а он здесь уже? Да, здесь. Мы с Леонидом Осиповичем вместе не выступаем. Почему? Ну вот у него и спросите, боюсь, концерт придется отменить. Милая, милая, вы простите, меня же Чуйков расстреляет. Он же вас и Утесов приказом по 62-й армии вызвал. Самолет гоняли в Москву, аж два раза. Подождите, подождите. Любушка, пойдемте гримироваться. Я не пойду, там Утесов. Ну и шут с ним, после него выступите. После? Ничего подобного, я... Проносите раненых сюда. Гопцы, аккуратнее. Сюда заноси. Чуть-чуть-чуть-чуть. Я выступлю. Раньше его. А потом тут же уеду. Левушку, берите грим. Прошу. Возьмите. Ага. Прошу. Спасибо. Ну, встреча так встреча. А у меня, мадам, для вас подарок. Всю жизнь с собой вожу. Леонид Ущепович, хватит. Нам делить с вами нечего. Лейку. Есть, Люба. Есть. Вы с Ришей все сталинские премии поделили. Я вам Лейку вернул, вы мне ее обратно прислали. Я снова вернул. Снова прислали. Вот десять лет хожу, страдаю. Ни одного кадра не сделал. А что мы начнем? Скоро зажжавеет. Лейку на сердце. Бери. Так. Денег все-таки стоит. Не какие-нибудь там бумажки премии. Леонид Ущепович. Свел на свою голову. А второе? Что еще? Они у меня соловья украли. Цирк. Эрдмана украли. Дуничку тоже украли. Мэри в небо. Когда? Звездная парочка. Волга здесь, а широка в премии. Шерочка с машерочкой. Здравия желаю, товарищ артисты. Здравствуйте. Товарищ генерал. Любовь Троуна. Ой, рука холодная. Здравия желаю. Здрасте. Здравия желаю. Леонид Ущ. Василий Иванович. Здравия желаю. Вот незадача, командующий. Я с этой мадам петь не буду. У меня сразу голос пропадает. Не поверите. Как только ее увижу, все, голоса нет. Теперь надо к врачу. Ад. Я к Рокоссовскому, меня там ждут. А это звезда. Пусть без меня здесь вам пропищит. Любовь Петровна, что случилось? Да у меня все в порядке. Прекрасное настроение. Это вот Оля Анитосича, я не знаю, критические дни. Ну вы видите, как бабка, как овчарка. Боислово, она вам десять. Боислово, она вам десять. Вот это хав, 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 хав. Товарищ командующий, мы уже объявление сделали. Орлова и Утесов выступают вместе. Вас бойцы ждут. Товарищи артисты, не время для дрязг. Вызвали, самолет уже гоняли два раза. Вас ждали, как богов. Ты что, глухой? Я тебе сказал, я с ней петь не буду. Товарищ генерал, я готова. Спою вперед товарища Утесова и тут же уеду. Вот это ж нет, короля. Утесов всегда первый и везде первый. Он первый, 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 первый. Я после нее петь не буду. Хоть, хоть расстреливайте меня. Встать! Оба! Смирно! Кругом! Слушаем, внимательно, артисты! Здесь масштаб потери 1 к 20. Из 40 дивизий осталось 2. И те калеки, если не физически, то морально. Они здесь 6 месяцев насмерть стояли, землю жрали. Вольно! Вам не стыдно? Нет? Они с вашими веселыми ребятами насмерчили. С вашей лекона сердце от песни веселой. Все, что не попросят бойцы, петь, легко и от сердца. А теперь на сцену. Шагом марш! Товарищ командующий, ноты! Спасибо! Красиво пошли! Мы все добудем, поймем и откроем. Холодный полюс и слот голубой. Когда страна быть прикажет героям, У нас героем становится любой. Нам песня жить и любить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, Среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, Что не сдается нигде и никогда. Нам песня жить и любить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет. И если враг нашу радость живую Отнять захочет в упорном бою, Тогда мы песню споем боевую И встанем грудью за родину свою. Нам песня строить и жить помогает. Она на крыльях победе ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет. Сердце, сердце, давайте, давайте, сердце. Поем сердцем. Сердце, сердце, сердце. Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поёшь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ну что, целоваться будем? А чтоб я так жил, я ж тебя загрызу. Ой, ну-ка, товарищ генерал Салатарас. Вот ведьма. Завидую, Александрову. Любка, если б я знал раньше, что ты так целуешься, может, жизнь по-другому бы сложилась. Ой, Людик. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Вот видите, товарищ командующий, что значит приказ. Спасибо. А мы их так легко не отпустим. Я позвоню Рокоссовскому, Ерёменко, Гордову, Батову, Толбухину. Ничего, недельку попоют. Люди шип... Помирятся. Тюх-тюх-тюх-тюх. Разгорелся наш утюх. Ты влюбился, промахнулся, встретил ламочку нету. Огорчился, оглянулся и увидел красоту. Тюх-тюх-тюх-тюх. Разгорелся наш утюх. 24 июня 1945 года здесь страна встречает своих сыновей, вернувшихся с победой. На поздней ночи на улицах и площадях продолжался праздник. Парад победы. Итог героического пути нашего народа, пройденного под руководством Ленинской коммунистической партии. Да, Александров у телефона. Здравствуй, друг мой Гриша. Здравствуй, неуемный мой. Ну что, чую-чую, строчишь все сценарии на свою мадам. Строчу на мадам. Чего хотел, Ваню? Газеты читаешь? Времени нет. Не улезаю с дачи второй месяц. А что случилось? Зачитываю передовицу известий. Слухай. Сегодня, 4 сентября 1946 года, комиссия при ЦК ВКПБ вынесла постановление. Картина Ивана Грозного решительно не состоялась. Режиссер Сергей Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов. Ты все понял? Понял. Значит, второй серии мы не увидим. Так он ему зимой за первую сталинскую премию дает, а сейчас вторую часть на полку. «Юэйзен инфаркт». Говорят, он совсем был. Где он? В какой больнице? Так он в больницу-то ехать отказался, Гриша. У себя в холопке лежит, на топчанчике. Гришунь, набрал его, так он послал меня подальше. Может, и тебя пошлет. Ну, ты позвони хоть, как-никак, второй инфаркт. Спасибо, что позвонил. Маня, ну, где ты ходишь, Маня? Несу, несу, Коленька. Аккуратно. А что ж ты меня и сводишь-то, а? Что ты все приготовила сегодня? Сердитый какой. Голода меня хочешь уморить. Ну, задержалась я. Ну, чего ж. Задержалась она. Все время задерживаешься, задерживаешься, задерживаешься. Колечка, все готово. Да-да-да, я тебя убью, падаю. А-а-а. Да замолчи ты, короче. Да замолчи. Отвечай, Катя спрашивает. Сереженька, иди обедать. Мам, не хочу кушать. Ну, здравствуй, что значит, не хочу. Дети, мусорик где? Иди сюда. Не мало, Ольчка, конечно, ты мой муж. Давай, давай, давай. Все, руки мыть и обедать. Как ты сюда попал? Я никого не принимаю. Пошел и попал. У вас все двери открыты. Кто рассказал? Пыриев позвонил. Ванька. Значит, я совсем плохо стал, если бы Пыриев забеспокоился. Как дела, Григорий Васильевич? Хорошо, Сергей Михайлович. Присяду? Присядь, коль пришел. Благодарю. Ну, здравствуй, ученик. Что делаешь? Сценарий пишу. О чем? О любви, Сергей Михайлович. О чем я еще могу? С авторой пойдете? Нет. О любви к женщине ты больше меня знаешь. Пиши, пиши, снимай, если деньги платят. А что, не похоже на твои хоромы? Не похоже, не похоже. А где жена? Ушла. В Алма-Ате еще была. В Москву вернулся, сбежала. А может, сам выдумал, не помню. Вот, вот, когда плохо становится, по батарее стучу. Люди добрые, этажом ниже приходят, укол делают. Так, мастер, давайте-ка я отвезу вас в Симашко, в кардиоцентр. Ну, что это такое, Сергей Михайлович? Ну, что за средневековье? Ключ, батарея, м? Да, Гуроч, мне, как Пушкина, покоя и воля нужна. Нет ни того, ни другого. Подломила меня картина. Он же вам дал сталинскую премию за первую часть Ивана Грозного. Дал. В январе получили? Получил. Так что же случилось? Вторую часть давать стал. И началось. Он поначалу хвалил. Как понял, что я по сыну глубоко укопаю. Разонравилось. И сошлись в концепции Ивана. Нельзя показывать в стране Ивана убийцей, алкоголиком и садистом. Это он как раз проглотил. Угу. У меня Грозный. Говорит. Един, но один. Уберите. Говорит. Не понимаю, почему один? Три раза с ним вдвоем встречались. Так крутили эдак. Он тексты писал, я переснял. Он посмотрел и запретил. Не будет второй части Грозного. Что? Что такое, Сергей Михайлович? Вот, лежу тут, кукую, встану, статейку напишу и снова в койку. Задыхаюсь, Гриш. Все, все, прием закончен. Сейчас лекарь мои придут. Люся, скорая работает, а раз чудесный, я тебе скажу, человечек. Сергей Михайлович, я никуда не уйду. Давайте я отвезу вас к хорошим профессиональным докторам. Вставайте. Ну, хватит камлать. Помнишь, помнишь, я вас заставил письма Чехова брату наизусть выучить? Вас заставил, а сам главную заповедь Антона Павловича не исполнил. Помнишь девятую? Воспитанные люди должны укрощать и облагораживать свой половой инстинкт. От женщины им нужны не постель, не лошадиный пот, им нужны свежесть, изящество человечность. Гриша, Гриш, ты это заповеди держался. Семью себе какую-никакую придумал, я нет. Нельзя бесчеловечно относиться к женщине, нельзя. Я позволял Гриш одному не стюжить. Недолг век у Гоголя, Мунка, Бетховена. Зато с ангелами на городке. Ангелы Гриша, они рядом. Так, это кто? Мы же договорились с вами, Сергей Михайлович. Вам положен строгий постельный режим. Это, это Люся, ангел. Господи. Он через окно влетел. Да. Ему можно. Так, таблетки почему опять не выпили? Ну, что с вами делать, я не знаю. Забыл. Качиваюсь. Так. Ангел ваш уходит или как? Все, все. Все, ступай. Ступай. Увидимся еще. Поворачивайтесь. Удачи, иди. Тихо, тихо, тихо. Ступай. Это витаминчики. Вот так. Ну, все. Иди, Грей. Сергей Михайлович Эйзенштейн умер в 49 лет в коммуналке от разрыва сердца. После него осталась стопка книг, рисунки и тысячи эскизов гениальных задумок несостоявшихся шедевров. Пусть простят нас, ценители кино, что мы прикоснулись, может быть, порой излишне фрагментарно к памяти о великом мастере. стопай, стопай, стопай. КОНЕЦ Так же и к памяти Ивана Александровича пыльяло. Личности фантастически талантливой и такой же противоречивой. Не договаривались. Светлая память. Простите нас. КОНЕЦ КОНЕЦ Так у вас дела. Что? Дописываете? Да. Наркомат уже все утвердил. Беру художника Икальчика, еду в Прагу, на студии Баранов будут строить декорации. Роль для Раневской есть? Любочка, извините, нет. Я передумал. Как передумал. Почему? Слушайте, ну, ей-богу, ну, что вы тащите всех в этот сценарий, Люба? Думайте вы о себе. Мне нужна одна героиня, вернее, две. Актриса Шатрова и ученая Никитина. Вы... На фуфу в НКВД зуб. Ей надо с родителями встретиться. Двадцать пять лет не виделись. Они в Польшу эмигрировали в двадцатый год. И что, при чем здесь я, Люба? Ну, вот при чем здесь я? Григорий Васильевич, древние старики чудом под фашистом выжили. Может быть, просто у ученой, у Никитина будет какая-то подруга. Какая подруга? Ну, о чем вы говорите? Какая у директора института солнца может быть подруга? Вот Рина Зеленая, чем ей не подруга? Гриберка. Послушайте, я Черкасова еле-еле уговорил на главную роль. Пляд у меня сыграет проходимца. Все. Григорий Васильевич. Григорий Васильевич. Люба. Григорий Васильевич. Григорий Васильевич. Люба, ну, перестаньте, ну. Ну, все, 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 все. Хорошо, хорошо. Пусть берет сценарий, дайте ей придумать что-нибудь для себя и возьмем ее в Прагу. Что-нибудь нам не годится. Что? Григорий Васильевич, она такая смешная. Она такая смешная. Вчера выходит из ресторана, шляпку надевает, зеркало смотрит и говорит. Урод. Господи, урод в шляпке. А потом поправила и добавляет. Любочка, все-таки красота это страшная сила. Да. Красота это страшная сила. Стоп. Что опять не так, Григорий Васильевич? Фаина Георгиевна, не надо так грузить. Это перебор. Давайте попроще, полегче. По бездарнее, я поняла. Вы прекрасно знаете, как это делать. Вы уже это делали. Значит, один дублик все-таки есть? Есть. Один дублик и за 8 часов съемок. Хорошо. Я согласна. На что вы согласны? Я согласна играть плохо. Не надо играть плохо. Надо играть вот так. Извините, пожалуйста. Разрешите. Я вам покажу. Все очень просто. Вы подходите к столу, берете шляпу, надеваете ее на себя, смотрите в зеркало и произносите. Да, красота это страшная сила. О, боги, это так талантливо, я никогда не повторю. Красота это страшная сила. Так? Зачем вы меня передразниваете? Делайте от себя. Юрий Израильевич, помогите мне. Что сей персонаж хочет от меня? По-моему, он сумасшедший. Вы делали это уже сто раз. Я вам могу сделать сто раз и все сто по-разному. Не надо по-разному. Надо один раз, но так, как надо. А как надо? Я уже показал, как. А я не буду, как мартышка, повторять за вами, потому что я индивидуальность. Вы не индивидуальность. Вы... Пошел в задницу, тушканчик. Извините, милая. Какой тушканчик? Какой тушканчик? Куда вы уходите? А ну, вернитесь! Фаина Георгиевна, простите, а какого тушканчика вы имели в виду? По пустыне скачет. Такой, с кисточкой на хвосте. Тушканчик. Степной и беспомощный. Лидия Сергеевна, будьте добры, сходите, пожалуйста, за Фаиной Георгиевной. Хорошо. Любовь, Петрович. Простите ее. Григорий Васильевич, вы не похожи. Я прошу вас, успокойтесь. Я ее сейчас приведу. Все нервы измотала. Мы готовы. С какого момента? С самого начала. Идите на точке. До конца, до двери, у нас нет ни одного эпизода. Григорий Васильевич, сейчас уже пол восьмого. Я знаю. А что будем делать, если она опять не сыграет? Так, закончили поправки по гриму. Спасибо, Лидочка. Мотор. Мотор еды. Камера. Камера есть. Весна, сцена 6, добыль 26. Начали. Я решила приготовить вам завтрак. Благодарю. Ариношка, у меня есть к вам один деловой вопрос. Вы когда-нибудь сгорали от любви? Нет. Любовь – это сон упоительный. Ах, какая эффектная штучка. Что это такое? По-моему, это шляпа. Как шляпа? А откуда она у вас, Ариношка? Это мне прислали из дома моделей. Прелесть какая. Так, а можно я ее примерю? Да, да, пожалуйста. Красота – это страшная сила. А можно я мне пойду? Ну, может же. Я скоро вернусь. Мне нужно на Тишинский рынок и в кооператив. Хорошо. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым подчиняются моря. А-а-а-а. Стоп! Ой. Снято! Ну, талантливо, ну, чудесно, ведь прекрасно же. Давайте еще разе только вот эту вот фразу. И легче, легче. Подвигните себя внутри. А? Фуфа, я умоляю, ради меня. Думаете, получится. Получится. Все получится. Я попробую. Отменьте. Юра, снимаем супер-хруппинг. Сделаем. Попроб. А ну, сделаем. Так. Рош. Так. Готовы? Мотор? Едет. Камера? Камера есть. Весна, сцена 6, дубль 27. Начали. Да. Красота это страшная сила. Ну, стоп! Снято! Браво! Браво! Всем спасибо. Смена закончена. Завтра снимаем в Черкасово. Жорча от ручьи. Простите меня. Простите меня. Григорий Васильевич. Фаин. Я дура. Я такая дура. Вы никакой не тушканчик. Вы лев. Вы царь зверей. Встаньте, встаньте. Что вы? Вы в высшей степени благородный человек. Вы позволите, я его поцелую. Мой родной, мой дорогой. Благодарю вас. Простите. Простите меня за эти три дня надругательства над вами. Фаин, Георгиевна Акурова. Простите. Что вы ей сказали? Она пришла с перевернутым лицом. Я ей сказала, что это вы отстояли ее в органах, что поручились в отличную ответственность, что если бы не вы, не видать ей Праги как собственных ушей. Ну что, собираемся по домам. Можно вас поцелую? Прямо здесь? Покурим. Добре. 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 Значит, в этой сцене отмечаем первый, третий, пятый дубль. Да? В монтаж. Завтра с него, наверное, начинается объект лаборатория. Нам нужен комплект пола. Записывайте. Реквизит. Через два дня реактор. Записано. Да. И еще надо будет съездить на объект. Хорошо, Градач. Что-то еще? Присоцентр. Вежняя вода, ерунда. Но... 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 Все равно... То-то еще не пример. Добре. До встречи сqi. Субтитры сделал DimaTorzok Придет время, и картины Александрова будут пытаться разгадать все комедиографы мира. Так уметь смеяться, как он, и смешить, как смешила Орлова, могут единицы. Теперь знают все, новаторская весна была предвестием великой картины Феллини «Восемь с половиной». Фильмов Антониони, Вендерса. Чаплин скажет, Александров открыл миру новую Россию. Григорий Александров и Любовь Орлова прожили еще 30 лет и боготворили друг друга. Они любили, как никто на земле. Режиссер и актриса, муж и жена, они были верными друг другу и на съемочной площадке, и в жизни. Преклоним колено в память о них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова